Книга третья. Лач Проспера. Глава двадцать первая. Что-то личное. Рай. Предательство открылось. Люмиэль проходил вдоль крепостной стены Тиский и неожиданно обнаружил маховасту Калимака. Старик уснул в мягком кресле над раскрытым альбомом для зарисовок. Не желая попросту тревожить старого друга, Люмиэль постарался шагать как можно тише. Пять месяцев, проведенных на Проспера, пошли Калимаку на пользу. Свежий воздух и умеренный климат способствовали восстановлению истерзанной психики. И даже костлявая фигура летописства слегка округлилась. Проспера пошел на пользу им всем. Люмиэль сбросил большую часть лишнего веса и теперь, зная, что выглядит гораздо лучше, чем в прошлые годы, держался с большей уверенностью. Впрочем, он и сам не мог сказать, повлиял ли на него размеренный образ жизни на Проспера или растущий опыт в манипуляциях с эфиром. Люмиэль оторвался от созерцания окружающего пейзажа и перевел взгляд на сделанный угольным карандашом набросок в альбоме Махавасту. Там присутствовал все тот же величественный вид. Высокие горы, обширные леса и необъятное чистое небо. Вдали виднелась изломанная линия силуэта одного из покинутых древними жителями городов Проспера. Вот только представление Махавасту о ракурсе производило менее благоприятное впечатление. «Я же тебе говорил, что я не художник», — произнес Махавасту, не открывая глаз. «Ну, не знаю», — протянул Люмиэль. «В этом есть своеобразное очарование». «Ты бы повесил эту картину на стену». «Подлинное произведение Калимака?» — переспросил Люмиэль, присаживаясь рядом. «Конечно, я был бы безумцем, если бы отказался». Калимак сдержанно рассмеялся. «Люмиэль, ты всегда был никудышним обманщиком», — сказал он. «Это потому, что я слишком хороший друг. Я всегда говорю правду, а в противном случае все догадаются». «Хороший друг и великий летописец», — сказал Махавасту и пожал Люмиэлю руку. Пальцы старика, лишенные сил, напоминали сухие веточки. «Посиди со мной, если у тебя есть немного времени». «Мы договорились пообедать с Камилой и Калистой, но для тебя, друг мой, у меня всегда найдется время. Итак, если не говорить о твоем выдающемся таланте, что подвигло тебя заняться рисованием?» Махавасту опустил взгляд на свой набросок и грустно улыбнулся. Он с треском захлопнул альбом. И Люмиэль заметил на лице своего друга выражение странной тоски. «Я хотел создать что-то для себя», — сказал Махавасту, украдкой оглядываясь через плечо. «Что-то такое, в чем бы я был уверен, что это сделал я сам. Ты меня понимаешь?» «Думаю, что понимаю», — осторожно ответил Люмиэль, вспомнив его несвязанные высказывания накануне страшного сражения между тысячей сынов и стражами у входа в гору. «Я помню, как давным-давно покидал Проспера вместе с восстановленным легионом», — сказал Махавасту. «Это был славный день, Люмиэль. Ты бы прослезился, если бы это увидел. Тысячи и тысячи воинов маршировали по мраморным мостовым, а сверху на них летели розовые лепестки, и со всех сторон звенели приветственные возгласы. Магнус оказал мне честь, разрешив принять участие в торжественном марше, и я никогда не испытывал большей гордости, чем в тот день. Я не мог поверить, что мне, Махавасту Калимаку, предстоит вести хронику деяний Магнуса Красного, а большей чести я и мечтать не мог. Жаль, что я этого не видел, но боюсь, что в то время меня еще и на свете не было. Скорее всего, не было», — согласился Махавасту, не скрывая слез. «Легион, которому грозило окончательное вымирание, воссоединился со своим примархом, и Магнус спас их от бездны. Я дорожу этими воспоминаниями, но с тех пор мне часто кажется, что моей жизнью живет кто-то другой. Я помню отдельные моменты, однако ни один из них не кажется реальным. Я заполнил записями целую библиотеку, но это не мои слова. Я не могу их даже прочитать». «Об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказал Лемиэль. «Кажется, я смогу тебе помочь. Помнишь, я говорил, что у меня в библиотеке на Терри хранится неполный экземпляр Либер-Ла-Гаэт, и что я никак не могу найти клавис Ангелика, ее вторую часть, где приводятся таблицы соответствия символов? Да, помню. Так вот, я ее нашел». «Нашел? Где?» «В библиотеке Корвидов», — сообщил Лемиэль. «Сразу по прибытии на Проспера Ариман увеличил интенсивность моего обучения. Я оказался буквально прикованным к столу рядом с Ангхо-Анином, величайшим из ученых, каких я только встречал. И должен признаться, при первой встрече я не обратил на него никакого внимания. Но впоследствии он оказал мне неоценимую помощь в занятиях. Вот я и попросил у него эту книгу. А он просто послал за ней библиотечного сервитора, словно в этом не было ничего необычного. «И ты собираешься перевести то, что я тогда написал?» «Да, со временем», — сказал Лемиэль. «Этот язык непросто понять, даже при наличии таблиц. Есть целые группы символов, которые и вовсе не похожи ни на какой язык. Я собираюсь попросить Камилу помочь мне психометрией». «Лучше бы ты этого не делал», — вздохнул Калимак. Лемиэль оторопел. «Тебе неинтересно знать, что ты писал все это время?» — спросил он. «Мне кажется, я боюсь это узнать. Чего именно ты боишься?» «Я писец, Лемиэль. Я исключительный писец, и я не делаю ошибок. Ты это знаешь лучше других. Наверное, именно по этой причине мне поручено записывать то, чего я не понимаю. Мне кажется, что написанные мной слова не предназначены для глаз смертных». Лемиэль, пораженный выражением ужаса во взгляде Калимака, глубоко вздохнул. «Я старик, Лемиэль», — продолжал Калимак. «И я устал от этой жизни. Я хочу оставить Великий Крестовый Поход и вернуться на родину. Я хочу перед смертью еще раз увидеть Уторпату. Без тебя хроника Великого Крестового Похода будет намного беднее, друг мой. «Поедем со мной, Лемиэль», — настойчиво, но негромко предложил Махавасту. «Этот мир проклят, и ты должен знать об этом». «Проклят? О чем ты говоришь?» «Этот мир однажды чуть не погиб из-за самонадеянности его обитателей. А вся история человечества свидетельствует о том, что люди не учатся на чужих ошибках, даже такие просвещенные, как воины тысячи сынов. Но древние обитатели планеты не понимали собственных способностей», — возразил Лемиэль. «Тысячи сынов овладели своими силами». «Не будь таким уверенным, Лемиэль», — предостерег его Махавасту. «Если бы они действительно овладели этими силами, зачем бы императору накладывать на них запрет? Зачем отсылать легион на Проспера, не говоря уже о распуске всех библиариумов?» «Я не знаю», — признался Лемиэль. «Но как должно быть грустно услышать, что все их великие достижения, все знания, накопленные за много лет, оказались не только бесполезными, но и запрещенными?» «Вот я об этом и говорю», — воскликнул Махавасту. «Им запрещено заниматься эзотерическими исследованиями. Но они продолжают это делать, несмотря ни на что. И ты продолжаешь учиться вопреки Эдикту Императора. Ты хоть раз задумывался над этим?» При мысли о непослушании самому императору, Лемиэля бросило в жар. Ему это ни разу не приходило в голову, потому что он не видел в своих занятиях никакого вреда. Весь долгий путь до домашнего мира тысячи сынов летописцы отдыхали. Но с прибытием на Проспера его занятия с Сариманом возобновились и стали более интенсивными, чем прежде. «Этот легион обречен», — сказал Махавасту. Взяв Лемиэля за руку, он сжал ее с неожиданной силой. «Если они и дальше не откажутся от своего пути, их непокорность недолго будет оставаться незамеченной. И тогда...» «Что?» «Лучше оказаться в любом другом месте галактики, только не на Проспера», — заключил Махавасту. Разговор с Махавасту расстроил Лемиэля. И, направляясь к месту встречи с Камиллой и Калистой, он никак не мог собраться с мыслями. Вокруг него на широких проспектах, окаймленных подстриженными деревьями, вздымались к небу высокие бело-золотые здания. Над тротуарами под тяжестью желтых и красных плодов склонялись пышные зеленые пальмы. Солнце радовало теплом, и по многолюдным улицам пролетал насыщенный ароматами моря ветерок. Жители Тиски в большинстве отличались высоким ростом и приятной внешностью. Они радушно приветствовали возвращение тысячи суннов из 28-й экспедиционной флотилии. И также доброжелательно встречали прибывших с ними летописцев. Лемиэлю очень понравилось жить на Проспера, и не в последнюю очередь из-за его обитателей. Тиска поражала своим великолепием, прекрасной архитектурой, просторными площадями, оживленными амфитеатрами и живописными парками. Белые горы и Акрополь Магнум создавали неповторимый фон для города, над которым господствовали шпили и пирамиды братств тысячи сынов. В любом другом месте такое господство могло бы произвести угнетающее впечатление. Но силуэты пирамид отличались столь превосходной гармонией, что эти здания казались частью природного ландшафта, как и сами горы. Даже пирамида Перидов со своим гигантским стражем и пылающим навершием эстетично вписывалась в городской пейзаж. За несколько месяцев, что он провел на Проспера, Лемель неплохо познакомился с топографией города. Кроме того, план застройки был настолько логичен, что даже после нескольких прогулок ориентироваться на улицах не составляло никакого труда. Сегодня он направлялся на восток, к улице Тысячи Львов и к Вайсану. Впервые Лемель зашел в Вайсан во время одной из своих утренних прогулок по радиальным улочкам вокруг площади Окулюм и обнаружил, что в этом скромном кафе-пекарне изготовляли невероятно вкусные лакомства. Лемель так и не набрал вес, сброшенный еще на Акхору, и теперь, испытывая душевное смятение, мог позволить себе утешиться чем-нибудь сладким. Сегодня был как раз такой случай. Махавасту задел рану, о существовании которой Лемель до сих пор не подозревал. Как и все подданные Империума, он узнал об эдиктах Никеи и их последствиях. Но несмотря на то, что эти эдикты исходили непосредственно от Императора, нашлось немало тех, кто сомневался, что этих требований будет придерживаться все легионы. Лемель считал, что с этой проблемой должен разбираться кто-то другой, и ничуть не удивился, когда сразу по возвращении на Проспера Ариман возобновил их занятия. Он решил, что тысяча сынов заботятся об образовании летописцев, поскольку воины уверены в своих способностях. А теперь Лемель в этом сомневался. Неужели они действительно пользуются силами, попадающими под запрет? Историю падения Проспера Лемель слышал не один раз, но он никогда не задумывался об истинной причине катастрофы. Ариман говорил о древней ночи, как о неизбежном зле. Но было ли оно неизбежным на самом деле? А может человечеству и не пришлось бы переживать тысячелетия ужаса, если бы люди не прибегали к силам, которыми Лемель пользуется уже с привычной легкостью? Он посмотрел на окруженную водой пирамиду Фотепа, на которой воздух дрожал от поднимающихся зеркальной поверхности нагретых волн. В этом грандиозном сооружении, на котором словно в огне, сверкали в лучах полуденного солнца золотые и серебряные украшения, обитал примарх Магнус. Лемель свернул на улицу, обрамленную серебряными статуями львов. Каждый из зверей слегка отличался от другого размером или позой, и казалось, что целую стаю хищников привезли в тиску, позолотили и рассадили на высоких постаментах из полированного мрамора. Лемель на удачу прикоснулся к стоящей слева статуи и невольно улыбнулся при мысли, что один определенный лев может быть счастливее остальных. Два особо крупных зверя стояли перед входом в небольшой парт, и Лемель немного задержался, чтобы посмотреть, как группа горожан под бдительным присмотром Астартес из Тысячи Сунов занимается тайцы Цюань. Медленные и точные движения дышали спокойствием, и бесконечные синхронные повторения благотворно действовали на его встревоженный разум. Лемель стал дышать так же глубоко и равномерно, как участники группы, и вскоре обнаружил, что его руки бессознательно воспроизводят фрагменты упражнений. Он улыбнулся, и мрачная тревога рассеялась. Лемель двинулся дальше по улице и вышел на широкую площадь, представлявшую собой идеально очерченный круг. Множество улиц, а точнее 81, расходились от стоящей в центре дарической колонны, на вершине которой в резной урне горел огонь. Огромный монумент на квадратном постаменте символически изображал скорбное падение цивилизации Проспера и одноглазого воина в тяжелых доспехах, ее поднимающего. Кое-кто утверждал, что колонна – это все, что осталось от станции связи, при помощи которой жители Проспера еще до наступления древней ночи общались с Террой. Но восстановить систему так никто и не сумел. День был базарный, и площадь заполнили прилавки, продавцы и благодушно торгующиеся покупатели шелка, фруктов, украшений ручной работы. Все это напоминало Лемелю о доме, и он ощутил внезапный приступ ностальгии по тесным, шумным и душным базарам торговых районов Сангхи. Он потолкался в толпе, вежливо отклонил предложение напитков и продуктов, но остановился, чтобы купить два хрустальных флакона ароматизированных масел. Затем он свернул на гордье в бульвар и пошел на восток до пересечения с узкой улочкой, на которой было тесно от шпалер, поддерживающих ветви фруктовых деревьев. Кондитерская Вайсан располагалась в самом конце улочки, и у входа его уже поджидали Камилла и Калиста. Лемель улыбнулся и помахал им рукой. Обе женщины ответили ему тем же, а вскоре он уже смог расцеловать их в щеки. «Ты опоздал!» — упрекнула его Калиста. «Приношу свои извинения, леди. Я покупал вам подарки на рынке и не сразу смог убедить продавца отказаться от непомерной цены». «Подарки?» — весело воскликнула Калиста. «Тогда мы тебя прощаем. А что ты нам купил?» Лемель поставил перед каждой по хрустальному флакону. «Эфирное масло Баронии!» — объявил он. «Я уверен, в ваших комнатах имеются масляные лампы. Добавьте в воду пару капель, и помещение наполнится приятным цветочным ароматом с легким фруктовым оттенком. Аромат действует освежающе и возбуждает творческую энергию. По крайней мере, так мне сказал торговец». «Спасибо, Лемель!» — Камила вынула пробку и понюхала содержимое флакона. «Чай ей понравится. Она любит, когда в наших комнатах приятно пахнет!» — чудесно, — добавила Калиста. «Не стоит благодарности, леди!» — отвесил легкий поклон Лемель. «Небольшой пустячок в знак извинения за мое опоздание!» «А я думала, ты опоздал из-за того, что покупал это масло!» — заметила Камила. «По правде говоря, меня задержал Махавасту!» — с притворной легкостью признался Лемель. «Вы же знаете, как старик любит рассказывать про странные истории!» Камила неодобрительно нахмурилась, а Калиста просто кивнула. И Лемель уже собрался повернуться и попросить меню, как появилась официантка с полным подносом. Перед Калистой она поставила блюдо с фруктами, для Камилы принесла пирожные с кремом, а для Лемеля — пирожные с глазурью и фрукты. Официантка тут же ушла, и Камила, откусив пирожное, вздохнула от удовольствия. «Превосходно!» — сказала она. «Но мне кажется, я никогда не привыкну к тому, что они угадывают мои желания еще до того, как я что-то скажу». «Понимаю», — кивнул Лемель. «И я бы забеспокоился, но они каждый раз приносят именно то, что я хочу. «Верно», — согласилась Камилла. «В таком случае тревожиться не о чем. Ну и как он?» «Кто?» «Махавасту. Ты же сказал, что видел его сегодня». «Ах, да! Он в порядке, но, мне кажется, немного скучает по родине. Он говорил, что подумывает о возвращении на Терру». «Зачем?» — удивилась Калиста. «Неужели кому-то хочется покинуть Проспера? Это же настоящий рай. Я думаю, он просто стареет и хочет вернуться домой, пока не стало слишком поздно». «Я буду скучать по старику», — поведала друзьям Камила. «Он так интересно рассказывает». «Да, конечно», — согласился Лемиэль. Разговор о Калимаке тревожил его, словно задевал старую рану. «Ну а как вы поживаете, прекрасные леди?» «Хорошо», — ответила Камила, откусывая еще кусочек пирожного. «Я составила каталоги большей части руин вокруг Тиски. И Калофес вскоре обещал взять меня с собой дальше, в пустоши. Он собирается отвезти меня в один из покинутых городов. По его словам, это один из первых городов, оставленных жителями Проспера». «Это, наверное, будет очень интересная поездка, моя дорогая», — заметил Лемиэль. «Но прошу, будь осторожна». «Хорошо, папочка», — хихикнула Камила. «Я говорю серьезно, кто знает, что там может быть. Хорошо, хорошо, буду осторожной». «Ладно, а ты, моя дорогая Калисто, как твои успехи? Ангху Анин все еще заваливает тебя работой в Атениуме». Калисто с энтузиазмом кивнула. После приезда в Тиску она заметно похорошела, и даже среди красивых горожан Калисто Эрида выделялась своей эффектной внешностью. Ходили слухи, что за ней ухаживает чеголеватый капитан гвардии шпилей Проспера. Сам Лемиэль, хотя и не был обойден вниманием, по известным лишь ему причинам предпочитал вести одинокую жизнь. После Никеи ночные припадки Калисто становились все реже, и, наконец, появилась надежда, что она навсегда от них избавилась. Она все еще носила с собой пузырек с кавой, но не пользовалась надобьем уже несколько месяцев. Да, Лемиэль, все по-прежнему. В Атениуме хранится множество текстов, датированных периодом, предшествующим древней ночи, но они написаны на старинном наречии Проспера, на котором давно никто не говорит. И я помогаю с расшифровкой, устанавливая связь с мыслями их авторов. Работа продвигается медленно, но она проливает свет на цивилизацию Проспера до ее падения. Ты должен как-нибудь к нам зайти, уверена, тебе будет интересно узнать, как развивалась жизнь на планете. Я непременно так и сделаю, моя дорогая, пообещал Лемиэль. Ариман не оставляет мне ни минуты свободной, но я думаю, он не будет возражать против такого визита. Я с удовольствием все тебе расскажу, сказала Калисто, и, отпив немного воды, снова занялась фруктами. Оставшееся время они подружески болтали о всяких пустяках и наслаждались теплыми солнечными лучами. Потом им принесли вино, и Лемиэль не смог удержаться от смеха, узнав, что виноград собран на плантации Аримана. Когда была разлита вторая бутылка, Камила завела разговор об их хозяевах. «Как вы думаете, сколько еще времени тысяча сынов будет оставаться на Проспера?» спросила она. Вопрос прозвучал довольно беспечно, но в ее голосе Лемиэль заметил скрытое беспокойство. Он уважал право друзей на личную жизнь и старался не вчитываться в их ауры. Однако в этом случае отчетливо проявилось ее желание подольше задержаться в домашнем мире тысячи сынов. «Я не знаю», — искренне признался Лемиэль. «Ариман ничего не говорит, но другие легионы добывают славу в сражениях, и я знаю, что тысячи сынов с нетерпением ожидают новых приказов. Дети императора сейчас воюют на Лаиране, лунные волки — на 1.40.20, ультрамарины — на Мискалоре. После приюта Ковчега прошло уже больше двух лет, а тысячи сынов все еще бездействуют, пока их братья продолжают воевать. «Ты не думаешь, что это как-то связано с событиями на Никее?» — поинтересовалась Калисто. «Наверное, из-за того, что я слышал, получается, что Алый Король пока не может покинуть Проспера. По словам Аримана, примарх сразу после возвращения разослал всех своих воинов по библиотекам братств. Я тоже об этом слышала», — с таинственной улыбкой добавила Калисто, и даже подслушала, как Ангхуанин говорил об этом с ОМОНом. «А ты не слышала, что именно они ищут? Думаю, да, хотя не слишком хорошо поняла суть разговора. Речь шла о том, чтобы найти способ переместить световое тело на большее расстояние, чем обычно. Но я не понимаю, что это означает. «А ты не догадываешься?» — спросила Камила. «Понятия не имею», — ответил Лемеэль. Ужас, шок, неверие, ярость. Слова примарха заставили Аримана испытать сразу все эти эмоции. Вместе с восемью другими капитанами Песиджета он стоял на линии спирали в пирамиде Фотепа, где находились личные покои Магнуса. Косые лучи солнца рассеивали полумрак. Но вокруг Аримана сомкнулась враждебная тьма. Он не мог заставить себя поверить этим словам. Если бы это злосчастное известие принес не Магнус, а кто-то другой, Ариман немедленно убил бы дерзкого наглеца. Со своего места на спирали он мог хорошо видеть каждого из своих собратьев-капитанов. Фозист Кар гневно нахмурил брови и сжал кулаки. Рядом с ним Фаэль Тарон заскрипел зубами. И под воздействием его гнева черные плитки пола вырвались из цементирующего раствора. Хадхор Маат сохранил видимость спокойствия. Но его мучения проявлялись в расходящихся лучах эфирного света. Калофис и Аура Магма раскалились от ярости. Из кончиков пальцев у них посыпались искры. Утизаар выглядел еще ужаснее. Его лицо стало пепельным от тяжести предполагаемого предательства. Поскольку он ощущал боль Магнуса как свою собственную. Ариман знал, что должно произойти нечто невообразимое. Он почувствовал это еще несколько месяцев назад и понял, что Магнус, лихорадочно работавший в своей личной библиотеке и в подземельях Киски, скрывает от своих капитанов какую-то страшную тайну. Амон и Ангхуанин разделяли его опасения. Но даже их объединенных усилий было мало, чтобы прорвать пелену будущего, которая так беспокоила их примарха. «Этого не может быть», – произнес Хадхор Маат, на этот раз абсолютно точно выразив мысли своих товарищей. «Здесь какая-то ошибка». В обычных условиях никому из них и в голову не пришло бы высказывать сомнения по поводу сообщения примарха. Но известие оказалось настолько невероятным, что те же самые слова готовы были сорваться из губ Аримана. «Ошибки нет», – сказал Утизар, не стыдясь бегущих по щекам слез. «Это должно произойти». «Но Хорус», – прошептал Фозис Ткар, – «он не мог, он не должен, как он решился». Произнести эти слова стоило Фозису Ткару большого труда. Сказать их вслух означало признать их реальность. «Как можно быть в этом уверенным?» – спросил Калофис. «Я это видел», – сказал Магнус. «В комнате под амфитеатром в Никее. Я видел лицо монстра, и хотя и против своей воли сознавал, что он говорит правду. После нашего возвращения из Никеи я странствовал по Великому океану, исследуя тропы прошлого и будущего. Миллиарды волосков фортуны из далекого прошлого сплелись в одну нить, на которой висит судьба галактики. «Или мы спасем Хоруса, или будем вовлечены в войну настолько ужасную, что никто не способен ее даже представить. Я странствовал в далеких землях прошлого и напрягал все свои силы, чтобы открыть истину, и понял, что все это началось очень давно». Магнус открыл свой большой гримуар и провел пальцами по последним страницам, заполненным его почерком. «В древнем пророчестве Египта говорится о далеком будущем, когда повсюду будет война, и бог небес Херу-Ур сойдет на землю, чтобы уберечь свой народ от хаоса», – прочел он. «Большая часть пророчества утеряна, но в сохранившемся отрывке говорится, что бог Херу-Ур в борьбе за власть ополчится на другого бога, ослепительного сутеха. В тот период Херу-Ур был больше известен под именем Кемвер, что в переводе с Древнего Наречия означает «большой и черный». «Но какое отношение эти легенды имеют к Хорусу Луперкалю?» – удивился Фозисткар. «Херу-Ур – это одно из множества имен одного из старших богов, чье имя на разных языках звучит как Хорус или Гор», – сказал Магнус. «Признаки, указывающие на эти события, проявились уже давно, но вот только у нас не хватало способностей, чтобы их заметить. Увы, очень многое утрачено безвозвратно. Мы стараемся постоянно расширять горизонты своих знаний, однако все же многое забываем». «А что еще говорится в пророчестве?» – уточнил Утизаар. Магнус кивнул. «Там говорится, что ни одна из сторон не сможет одержать верх, но еще указывается, что Херу-Ура в его борьбе будут поддерживать многие из его братьев-богов», – поведал он. «Если победит бог Гор, он впоследствии станет известен как Херу-Ур, что означает «Великий Гор». А если победу одержит Сутех, то земля навеки станет голой и бесплодной». Еще более древние легенды об этом боге рассказывают, что он был ослеплен во время Новолуния, и тогда назывался Мекхенки-Эр-Ирки, что означает «Тот, у кого нет глаз». И в период до появления новой Луны он был очень опасен, поскольку часто набрасывался на своих друзей, ошибочно принимая их за врагов. «Но зачем все это Хорусу-Луперкалю?» – спросил Амон. «Что побудило его к подобным действиям?» «Оскорбленная гордость», – высказал предположение Аурамагма. «Чистолюбие, ревность?» «Нет», – сказал Ариман, догадавшийся, что именно эти чувства могут заставить Аурамагму поднять руку на брата. «Подобные чувства могут привести к войне между смертными, но не между примарками. В основе его поступков лежит что-то еще». «Что же это?» – воскликнул Хадхор Маат. «Какое безумие могло заставить Хоруса-Луперкаля стать мятежником?» Вот оно, слово прозвучало, и только сейчас Ариман осмелился взглянуть на Магнуса. Примарх был одет как жрец на погребении, и даже плечи его бессильно опустились, словно у человека, ожидающего, когда опустится топор палача. В простой красной тунике с белым плащом, не спадающим с плеч, он ждал, пока его сыновья справятся с эмоциями и будут способны мыслить рационально. Ариман даже пожалел о том, что Магнус рассказал им о своих видениях. Впервые в жизни он предпочел бы ничего не знать, поскольку в неведении было хоть какое-то утешение. Хорус-Луперкаль намерен предать их всех. Даже сама эта мысль, казалось, оскорбляет благородство и честь воителя. «Ну?» – настаивал Хадхор Маат. «И что это может быть?» «Что-то, укоренившееся в его душе», – заговорил Ариман. Слова срывались, как будто сами собой, словно он и раньше знал ответы, но не мог их выразить. «Что-то первобытное и вместе с тем уже зараженное». «Что это может означать?» – возмутился Фозисткар. «Ты думаешь, что на плоть примарха может посягнуть какой-то хищник из варпа? Это смешно». «Не посягнуть, но я не знаю, как сказать». Он в упор посмотрел на Магнуса. «В какой-то степени это так. Я прав?» «Да, сын мой», – печально подтвердил Магнус. «Многое из того, что происходит, мне и самому непонятно. Но времени, чтобы остановить процесс, остается все меньше. Лунным волкам скоро предстоит вести боевые действия на небольшом спутнике под названием Давин. И парки сговорились именно там поразить Хоруса оружием, обладающим чудовищным интеллектом. Воспользовавшись его слабостью и временной слепотой, враги всего живого попытаются проникнуть в его воинственное сердце. Без нашего вмешательства они воплотят свои намерения, и тогда галактика расколется на части. «Необходимо предупредить императора», – заявил Хадхор Маат. «Он должен об этом узнать». «И что ты ему скажешь?» – взревел Магнус. «Что его великолепный сын намерен его предать?» «Без доказательств этому никто не поверит. А император пришлет своих боевых псов, чтобы наказать нас за использование запрещенных методов, при помощи которых мы узнали о предполагаемом предательстве. «Нет, перед нами остается только один путь. Мы должны сами спасти Хоруса. И только в случае неудачи мы известим императора». «И что мы можем сделать, чтобы его остановить?» – спросил Улькизаар. «Приказывай, мы повинуемся». «В работе, которая загрузил вас всех после возвращения с Никеи, содержится ключ к спасению Хоруса Луперкаля», – сообщил Магнус. «С вашей помощью я перенесусь через варп и защищу своего брата от врагов». «Мой лорд», – вступил в разговор Омон. «Такое перемещение потребует невообразимого напряжения сил. Я даже не уверен, что это вообще возможно. В тех материалах, что мы отыскали, нет никаких доказательств, что можно осуществить подобный ритуал. Это должно быть сделано, Омон. Начинай собирать тралсов», – приказал Магнус. «Направь их энергию ко мне, и они снабдят меня силами для путешествия». «Не все перенесут этот ритуал», – заметил Ариман, в ужасе от такого пренебрежения чужими жизнями со стороны Магнуса. «Многие тралсы просто сгорят, и это нам дорого обойдется». «Если ничего не предпринять, мы потеряем больше, Азик», – сказал Магнус. «Я принял решение. Назначайте сбор через три дня в отражающих пещерах». Счет просить не пришлось. Он появился как раз вовремя, и Лемель подписал чек. После выпитого вина у него слегка шумело в голове, и Калисто с Камилой, как он заметил, были примерно в том же состоянии. Еда была восхитительной, а обслуживание на высшем уровне. Вайсан в очередной раз оправдал свою репутацию, и день прошел восхитительно. «Спасибо, Лемель», – сказала Калисто. «Это очень любезно с твоей стороны». «Пустяки! Такие великолепные леди никогда не должны оплачивать счета. Мне это нравится», – одобрительно кивнула Камила. Они отодвинули стулья и поднялись, предоставляя официантам убирать со стола пустые тарелки, стаканы и бутылки. «Итак, куда ты направляешься теперь?», – поинтересовалась Камила. «Наверное, еще немного пображу по базару, а потом вернусь к себе», – ответил Лемель. «Перед завтрашней встречей с Аниманом мне надо прочитать несколько отрывков из манифеста Розенкрейцеров «Слава братства», а после двух бутылок вина подобный материал плохо усваивается. «А что это за книга?», – спросила Калисто. «Она о монахе, который рассказывал о сверхъестественных существах, что незаметно бродят среди нас с самых первых дней цивилизации, что они излечивают больных и изучают законы природы ради блага человечества». «Звучит заманчиво», – заметила Камила, собирая со стола свои вещи. «Это точно. Лемеля обрадовала возможность поговорить на любимую тему. Эта книга взывает ко всему лучшему, что только есть в человеческой натуре. В конце концов, что может быть благороднее, чем оказать помощь, не рассчитывая на награду? «Ты со мной согласна, Калисто?» «Калисто!» Калисто Эрида стояла у стола и сжимала спинку стула побелевшими от напряжения пальцами. Ее лицо пылало, а на шее проявились вздувшиеся вены. Внезапно у нее закатились глаза, и в угол керта показалась капля, смешанной с кровью слюны. «Нет!» – прошипела она. «О, трон! Кали!» – вскричала Камила, протягивая к ней руки. «Люмель! Лови ее!» Люмель слишком медленно реагировал. Ноги Калисто подогнулись. Она испустила мучительный стон и, разворачиваясь, толкнула стол, смахнув оставшиеся стаканы. Стол опрокинулся, и Калисто упало поверх осколков. Вместе с посудой разбился и хрустальный флакон, наполнив воздух сильным ароматом ягод и дыни. В то же мгновение Камила бросилась к подруге. «Люмель! Достань каву! Она должна быть в сумочке!» – крикнула она. Люмель рухнул на колени. Волна адреналина смыла без остатка все следы опьянения. Он быстро отыскал под перевернутым столом сумочку Калисто и стал торопливо выбрасывать на пол все содержимое. Записная книжка, ручки, портативный диктофон, какие-то мелочи, не предназначенные для глаз джентльменов. Все полетело в сторону. «Скорее!» «Где настойка?» – закричал он. «Я ее не вижу!» «Она в зеленом стеклянном пузырьке, белая непрозрачная жидкость. Ее нет! Должна быть! Ищи внимательнее!» Вокруг собралась толпа встревоженных зевак, но они, к счастью, держались поодаль. Калисто завыло, и полный мучения вопль казался невообразимо пронзительным для человеческого горла. Наконец, среди выброшенных из сумочки мелочей и осколков разбитых бокалов, Лемель увидел флакон, который описывала Камила. Поспешно схватив его, он кинулся к Камиле, изо всех сил старавшейся удержать подругу. Хорошенькая женщина оказалась сильнее, чем можно было подумать с первого взгляда. И даже несмотря на помощь человека, в одеянии лекаря сумела вырваться. «Вот, я его нашел!» — воскликнул Лемель, вытягивая руку с флаконом. Калисто села и резко выпрямилась, глядя в упор на Лемеля. Мелкие сосуды лопнули и наполнили ее глаза кровью. Красные потеки протянулись из носа и рта. На него смотрела уже не Калисто. Это было настоящее чудовище со скаленными клыками и глазами хищника. Оно было старше, чем само время, и с невероятным терпением и хитростью выслеживало добычу между мирами. «Слишком поздно!» — крикнула она и выбила флакон из руки Лемеля. Пузырек ударил сам мостовую, разбился, и вязкая жидкость смешалась с пролитым вином. «Волки предадут вас, и его боевые псы будут обгладывать плоть с ваших костей!» — закричала Калисто. Внезапно она бросилась на Лемеля, целясь ногтями в глаза, и он едва успел отшатнуться. Калисто прыгнула на него, опрокинула на спину, обвила ногами его талию и схватила за горло. Он уже не мог дышать, но тут Калисто, не успев порвать ему трахею, издала пронзительный крик. У нее со страшным треском выгнулась спина. Жажда убийства мгновенно исчезла. Калисто упала, рука, протянувшись к записной книжке, бессильно царапала землю. Лемель заметил в ее глазах безмолвную мольбу. «Дайте ей бумагу!» — потребовала Камила. Глава 22. Тысяча сынов. В пустошах. Спустя три дня после поразившего Калисту припадка, Ариман заговорил о ранних днях тысячи сынов. Лемель никак не мог сосредоточиться на воспоминаниях после двух бессонных ночей, проведенных вместе с Камилой у постели Калисты. Она лежала в медицинском комплексе в пирамиде апотекариев, окруженная множеством устройств, назначение которых осталось для Лемеля загадкой. Некоторые машины явно принадлежали карвидам, но Анг Хуанян отказался объяснить Лемелю, ради чего они установлены. Приступ высосал из калисты все жизненные силы, и она будто усохла. Но каждый раз, когда Лемель пытался отдохнуть, он вспоминал ее налитые кровью глаза, и сон тотчас пропадал. Ее облик во время приступа так сильно напугал Лемеля, что он и сам себе не решался в этом признаться. Малека страдала от похожих припадков за несколько месяцев до... Нет, не надо об этом думать. Как только Лемель вложил в руки Калисты, блокнот и карандаш, она стала лихорадочно заполнять страницы какой-то бессмысленной чепухой. Анг Хуанян до сих пор изучал эти записи, пытаясь извлечь из них какую-нибудь истину. И Лемель надеялся, что ему это удастся. По крайней мере, тогда мучения Калисты не будут напрасными. «Ты хочешь об этом услышать?» – спросил его Ариман, отвлекая от воспоминаний. Они сидели на высоком открытом балконе храма Корвидов под остроугольной стеклянной крышей. Открывающийся вид на город и тщательно регулируемая температура создавали впечатление пребывания на свежем воздухе. А поскольку эта терраса находилась на южной стене, Лемель мог видеть и пирамиду перидов, и боевого титана, охранявшего ее вход. Он слышал, что прежде машина принадлежала Легио Асторум, но была взята в качестве военной добычи Калофисом в сражении на Кореовалуме. Лемель находил неловким считать имперскую машину военным трофеем. Но насколько он знал Калофиса, его это не тревожило. «Прости, я думал о Калисте», – сказал он. «Я понимаю, но она находится в хороших руках», – постарался успокоить его Ариман. «Если кто-то и способен расшифровать записи госпожи Эриды, то это, несомненно, Анг Хуанин. Кроме того, наши медицинские учреждения не знают себе равных, потому что мы пользуемся не только новейшими достижениями технологии, но и рекомендациями лекарей древности. «Я знаю, но никак не могу избавиться от беспокойства, понимаешь?» «Понимаю, и даже лучше, чем ты думаешь». «Конечно», – кивнул Лемель, – «вероятно, тяжело терять в сражениях своих товарищей». «Да, но я не это имел в виду. Я говорил о тех, кто погиб не в бою». «Вот как». А я был склонен верить в относительное бессмертие Астартес. «Если не считать смерти в бою, возможно, это и так, но еще слишком рано об этом говорить». «Почему же ты говоришь, что понимаешь мою тревогу?» «Потому что и мне пришлось пережить смерть любимого существа», – сказал Ариман. Потрясение, вызванное таким признанием Астартес, окончательно отвлекло Лемеля от грустных размышлений, и он внимательно прищурился, глядя на Аримана. Главный библиарий опять неосознанно тронул рукой серебряный дубовый листок, украшавший его наплечник. «Что это?» – спросил Лемель. «Это талисман», – с грустной улыбкой ответил Ариман. «Оберег, если хочешь. Когда нас выбрали для участия в подготовке для Легиона Тысячи Сынов, моя мать дала по талисману мне и моему брату-близнецу. «У тебя есть близнец?» «У меня был близнец», – поправил его Ариман. «И что же с ним случилось?» «Он давно умер. Мне очень жаль», – сказал Лемель. Он вдруг понял, что ни разу не задумывался над тем фактом, что до трансформации высокотехнологичных супервоинов Астартес жили своей жизнью. Их отличия от обычных людей были настолько огромными, что казалось, будто они создавались уже в своем теперешнем виде, где-то в секретной лаборатории. Слишком трудно оказалось представить, что у Аримана имелся брат, хотя для смертных это было обычным делом. «Как его звали?» «Его звали Армузд, что на языке Овесты означает «жертва». А почему ты мне об этом рассказываешь?» «Потому что это будет тебе полезно», – сказал Ариман. «Вернее, нам обоим. Судьба Армузда тесно связана с судьбой Легиона Тысячи Сынов. Хочешь послушать?» «Хочу», – ответил Лемель. «Наш Легион с самого начала доставлял немало тревог», – начал Ариман. Наш примарк говорит, что Геносемя было собрано в неблагоприятное время колоссальных космических возмущений. Варп-шторма, почти полностью изолировавшие Теру, в эпоху беспросветных страданий вернулись, и их воздействие во всем мире отозвалось волной безумия, самоубийств и беспричинной жестокости. В тот период были низвергнуты последние панконтинентальные деспоты, и мир только начал возрождаться после опустошительных конфликтов. «Казалось, что это последние пароксизмы затухающей войны. И в некоторой степени так оно и было. Но это еще не все. Ты был там?» – спросил Лемель. «И все это видел?» «Нет, но я был способным учеником. Мне посчастливилось родиться в одном из племен процветающей империи Ахименидов. Наши цари уже сто лет были союзниками нового повелителя Земли, и потому мы избежали ужасов атомной войны и вторжения воинов грома и молнии, предшественников Астартес». Ариман кивнул. «То были грубые и не слишком искусные существа, однако они прекрасно исполняли свою роль в завоеваниях земель. Это обычные люди, преданные императору воины, в тела которых он имплантировал полный набор биологических и механических устройств, что увеличило их мощность, выносливость и скорость. Чрезмерное усиление физических свойств этих чудовищных существ со временем привело их почти к полному поголовному безумию». Лемель не мог не отметить особую модуляцию голоса Аримана, выдававшую его критическое отношение к первым творениям императора. После окончания войн император взял в свои руки управление Террой и обратил взгляд в небеса. Он сознавал, что сделал только первый шаг по пути к объединению. Понимал он и то, что воины грома и молнии не способны сопровождать его в поисках разрозненных ветвей человечества. Ему требовалась другая армия. Армия настолько же превосходящая воинов грома и молнии, насколько они превосходили обычных людей. Но сначала следовало создать генералов, которые оказались бы способны повести эту армию в бой. «Ты ведь говоришь о примархах, верно?» «Да, конечно. При сотворении примархов император использовал утраченные технологии и знания, которые он обнаружил за время долгих войн. При помощи ученых-генетиков, перебежчиков из марсианской гегемонии, он создал таких блистательных существ, что ничего подобного невозможно себе представить. Это был апофеоз генетической эволюции. Но примархи были потеряны еще до того, как успели возмужать. Ты ведь наверняка слышал эти легенды?» «Да, но я полагал, что это всего лишь легенды». «Нет», — покачал головой Ариман. «Это правда, лишь слегка приукрашенная мифами, позволяющими людям увековечить их деяния. Согласись, идти в огонь войны гораздо легче, если тебя ведет легендарный генерал, а не обычный смертный. Полагаю, ты прав. Я как-то не думал об этом. И не только ты», — усмехнул Ариман. «Но пока я рассказываю о себе. Прости, продолжай, пожалуйста. Биологическая наследственность моего народа не была осквернена врожденными болезнями и вирусными инфекциями, так часто встречающимися у других земных племен. И вот однажды император появился в наших краях с целой армией ученых, которые провели тестирование каждой семейной пары на наличие необходимых доминирующих генов. Искомые гены были найдены у меня и у моего брата. Из благословения родителей нас отвезли в секретную лабораторию, расположенную глубоко под короной мира. Перед расставанием мать дала каждому из нас по талисману и сказала, что они содержат силу Зулькарнайна, величайшего правителя Ахименидов. Она просила нас беречь талисманы. Говорила, что сила древнего вождя поможет нам. Ариман потянул за кожаный шнурок, висевший на шее, и вытащил серебряную подвеску размером с монету, точную копию дубового листа, украшавшего его броню. Это, конечно, глупое суеверие. Как может помочь живым царь, обратившийся в прах много тысяч лет назад? Но весь период обучения и тренировок мы хранили талисманы, вопреки новому имперскому кредо, прославлявшему логику. А что это были за тренировки? Испытания силы, скорости и мыслительных способностей. В нашем народе с давних пор истина ценилась превыше всего. Кроме того, армуст и я происходили из королевского рода, и потому с детских лет нас приучили к соревнованиям, охоте и дискуссиям. Мы преуспевали по всем направлениям учебы, а наше биологическое совершенствование радовало наблюдавших за нами ученых. В этом горном лагере было немало таких же, как и мы, но постепенно происходило деление на различные группы, и мы с армуздом не могли не радоваться, что остались вместе, тогда как многих других близнецов в процессе тренировок разлучили. Мы быстро росли и тренировались так, как никто не тренировался ни до, ни после нас. Вместе с мастерством росла и наша отвага, и впервые испытать свои силы нам довелось в сражениях против последних мятежников Терры. К тому времени мы уже носили броню последней модели и обладали самым разрушительным оружием. Мы получили имя Тысячи Сынов, и уже никто не мог нам противостоять. День расставания с Террой мы запомнили навсегда, и с этим событием не может сравниться даже триумф на Уланоре. Весь мир со слезами на глазах провожал в путь воинов, которым предстояло добиться единства. Между Террой и Марсом уже был заключен союз, и адепты механикам превзошли себя, построив огромный флот, позволивший императору начать свой великий крестовый поход среди звезд. В небе над Террой стало тесно от сотен тысяч космических кораблей, собранных в семь тысяч флотилий, резервных групп, вспомогательных и сопровождающих эскадрильей. Эта армада была создана для покорения галактики, и именно это мы и намеревались сделать. Ариман замолчал и окинул взглядом по растирающейся внизу тиску, затем обратился к черному зеркалу океана. Лемель, заметив отсутствующее выражение его лица, понял, что рассказ был важен не столько для летописца, сколько для самого Аримана. Первые годы Великого Крестового Похода приносили нам радость. Мы странствовали по солнечной системе и вновь отвоевывали покоренные когда-то миры. Вокруг Терры угнездилось множество ксеносов, и мы истребляли их без всякого милосердия, сжигали их города и оставляли после себя лишь в пепельной пустыне. Не очень-то похоже на Великий Крестовый Поход, заметил Лемель. Я всегда считал, что главное – это просвещение и разум, а выходит обычное завоевание. Ты должен понимать, что в те времена мы сражались ради выживания своей расы. Теру со всех сторон окружали злобные хищники, и мы вынуждены были отвечать жестокостью на жестокость. Это было славное время, а Стартес только еще начинали осознавать, на какую непреодолимую ярость они способны. Война закаляет характер человека, и то же самое можно сказать о целом Легионе. Не знаю, возможно, это было влияние геносемени наших прародителей, но уже тогда каждый Легион стал приобретать свои характерные черты, и мы отличались друг от друга не только названиями. Ультрамарины быстро прославились своей дисциплинированностью и целеустремленностью. Они учились в каждом сражении, и в каждом следующем бою уже применяли полученные знания. Пожиратели миров, ну ты и сам можешь представить, чему они научились. А тысяча сынов? Ах, в то время нас постигли первые неприятности, сказал Риман. Неприятности? В течение первых пяти лет Великого Крестового Похода уже начал формироваться характер нашего Легиона. У воинов стали проявляться совершенно неожиданные способности. Я видел события до того, как они происходили, а Армуст мог создавать молнии, и подобными силами обладали многие наши товарищи. Поначалу мы только радовались, считая, что необычные способности заложены в нас императором. Но вскоре ликование сменилось ужасом. Сначала один воин, а за ним и другие стали стремительно меняться. Как гастар на сорокопути? Спросил Лемиэль. Да, это было перерождение плоти. А Риман поднялся и прошел в другой конец террасы. Положив руки на ограждение, он уставился вдаль, и Лемиэль, стараясь побороть легкое головокружение, последовал его примеру. Первый воин умер на Бизанте. Его плоть вывернулась наизнанку, а силы вышли из-под контроля. Что-то чуждое овладело его плотью, разорвало в клочья и превратило в сосуд для сущностей из Великого океана. Мы решили, что это случайное явление, но оказалось, что это эпидемия. Неужели действительно все было так ужасно? Хуже, чем ты можешь себе представить, сказал Лемиэль, ему поверил. Вскоре об этом несчастье узнали все остальные. К тому времени уже многие легионы воссоединились со своими прародителями, и некоторые из них нашли наши способности отвратительными. Больше всех возмущался Мортарион, но Коракс и Дорн были ничуть не лучше. Они боялись наших способностей и рассказывали разные небылицы о нас всем, кто только соглашался слушать, утверждая, что мы занимаемся нечистой магией. Мало кто из них сознавал, что проклятия относятся как раз к тем силам, благодаря которым мы можем странствовать в космосе, и благодаря которым они могут распространять свои росказни. На лице Аримана появилось выражение гнева и горечи, и растущие рядом растения завяли и почернели. Лемиэль едва не задохнулся от приступа тошноты и сглотнул подступившую горлу желчь. С каждым годом, продолжал Ариман, все больше и больше воинов погибали от перерождения плоти, несмотря на то, что мы научились различать признаки приближения этого недуга, и уже начали предпринимать некоторые шаги, чтобы его сдерживать. Как ни странно, с увеличением количества пострадавших росли и наши способности. Мы старались найти способ уберечься от страшного несчастья, но все больше и больше наших товарищей становились его жертвами, а голоса недоброжелателей звучали все более настойчиво. Возникали разговоры даже о том, чтобы расформировать наш легион и вычеркнуть его имя из истории Империума. Лемель покачал головой. «История отличается одной особенностью», — сказал он. «Все, о чем мы хотели бы забыть, в ней непременно сохраняется. Никто не в состоянии стереть какие-то факты без следа. Всегда отыщется какое-нибудь свидетельство». «Не будь так уверен, — Лемель», — предостерег его Ариман. «Гнев Императора — страшная сила». Лемель услышал отзвук печали в голосе Аримана и собрался задать следующий вопрос, но история еще не закончилась. «Армузд и я всегда были в первых рядах тысячи сынов, как в сражениях, так и в наших необычных занятиях. Мы думали, что неуязвимы для перерождения плоти, что слишком сильны для этого недуга. Какая самонадеянность! Армузд первым пал жертвой этого несчастья. И пока он боролся со своей сгунтовавшейся плотью, я был вынужден заботиться о его безопасности». Ариман повернулся к Лемиэлю, и тот вздрогнул под его напряженным взглядом. «Вообрази, что тело становится твоим злейшим врагом, и каждая молекула пытается вырваться из отведенного ей генетическим кодом места. Плоть удерживается только силой воли, и все это время ты знаешь, что скоро ослабеешь, и она возьмет вверх. «Я не могу себе такого представить», — признался Лемиэль. «Это выше моего понимания. Я изо всех сил старался помочь Армузду, но вскоре и сам заметил признаки поражения. Я не отправился в статис-камеру, где уже находились наши братья, ожидавшие завершения Великого Крестового Похода, когда можно было бы заняться поисками средств извлечения, но только потому, что мог противиться перерождению. Но я понимал, что рано или поздно проиграю эту битву. Ариман улыбнулся, и у Лемиэля немного отлегло от сердца. «Потом свершилось чудо», — продолжил Ариман. «Мы достигли Проспера, и император отыскал Магнуса». «Как это было?» — полюбопытствовал Лемиэль. «Что ты чувствовал при первой встрече с прародителем?» «Магнус стал нашим избавителем», — «не без некоторой гордости», — сказал Ариман. «Мы спустились на поверхность планеты вместе с императором, но встречу отца и сына я плохо помню, поскольку все тело кричало от боли, и все мои силы были направлены на то, чтобы сохранить его целостность. Это был мрачный период для нашего легиона, и в то же время радостный. Нам стало ясно, что дальше так продолжаться не может, поскольку слишком много воинов уже стали жертвами перерождения плоти, а мы ничего не могли сделать, чтобы это остановить. Но, несмотря на подступающее отчаяние, мы испытывали восторг от встречи с генетическим отцом легиона». Светлые воспоминания Аримана вызвали улыбку на лице Лемиэля. Затем капитан Первого Братства перевел взгляд на пирамиду Фотепа, и в его глазах появилось виноватое выражение, словно он опасался потревожить глубоко похороненные откровения. «Через день император должен был покинуть Проспера, а перерождение плоти все больше и больше охватывало легион. И хотя я сопротивлялся недугу дольше, чем кто-либо другой, я тоже начал поддаваться, а плоть бунтовала все сильнее. Я уже не мог контролировать свои силы. И все, что я помню о том дне, так это ужас, охватывающий при мысли, что скоро и я стану ничем не лучше тех чудовищ, которых мы были вынуждены умертвить после отлета Стеры. Я знал, что сам стану таким же монстром. А потом я помню, как в мозгу послышался успокаивающий голос. Именно так я представлял себе голос отца, разговаривающего с заболевшим сыном. Я провалился в темноту, а когда проснулся, увидел, что мое тело ничуть не изменилось. Перерождение плоти едва не уничтожило наш легион. Но в тот день мы вновь обрели контроль над своими телами. Легион был спасен. Однако особой радости я не испытывал, потому что часть меня в тот день умерла. «Твой брат-близнец», – тихо произнес Лемиэль. «Да, я был здоров, а Армуст умер. Его тело слишком сильно пострадало от перерождения плоти, и спасти его не было никакой возможности», – сказал Ариман. «Я взял его талисман и вставил свои доспехи. Я не мог не увековечить память о брате». «Еще раз прими мои соболезнования», – произнес Лемиэль. «Никто из нас не помнит, как свершилось это чудо, но мы остались живы, хотя в легионе было не больше тысячи воинов». «Как и в названии», – отметил Лемиэль. «Точно», – согласился Ариман. «После того мы и в самом деле стали тысячей сынов». Лемиэль нахмурился. «Постой-ка, что-то не сходится. Легион назывался тысячей сынов еще до вашего прибытия на Проспера, верно?» «Да». «А почему?» «Что почему?» «Почему вас так назвали?» «Имя легиона обрело смысл только после того, как Магнус спас вас на Проспера», – сказал Лемиэль. «Но вы носили это название уже давно. Или вас осталось живых только тысяча, благодаря поразительному совпадению?» «Тебе пора мыслить как практику», – с улыбкой заметил Ариман. «Я ведь столько раз говорил, что совпадений не бывает». «А что ты скажешь на это?» «Что Император видел, что происходит с вами, и знал, что Магнус успеет спасти только тысячу?» «Возможно. Император видит такое, что недоступно нам», – уклончиво сказал Ариман. «Да, Магнус спас всех нас, но он никогда не говорил, как ему это удалось». «Разве это важно?» – спросил Лемиэль. «Он вас спас. Неужели этого мало?» Ариман поднял взгляд к небу. «Не могу сказать наверняка, но мне кажется, это будет иметь значение. Огромное значение». Камила продолжала беспокоиться о состоянии здоровья Калисты, но радостное волнение, вызванное предстоящей поездкой, оказалось сильнее. Скатившись с постели, она поцеловала на прощание чаю и помчалась к месту встречи с Калофисом. Вспомнив о Калисте и Риде, она испытала укол вины, но не настолько сильный, чтобы отказаться от шанса исследовать пустоши Проспера. Диск-спидер Калофиса доставил их в разрушенный город менее чем за час, и Камила почувствовала себя разочарованный, пока Калофис не сказал, с какой скоростью и как далеко они улетели. Киска осталась далеко позади, и Камила удивилась, насколько общепринятое название пустоши не соответствовало действительности. Со всех сторон их окружали прекрасные пейзажи, безбрежные леса и широкие поляны тянулись до самого горизонта, а кристально чистые реки срывались с горных уступов пенищимися водопадами. Калофис управлял диск-спидером с искусной осторожностью, чем очень удивил Камилу, ожидавшую от него резкого и рискованного стиля вождения. Ощущение скорости полета над цветущей землей и предвкушение исследования одного из заброшенных городов Проспера вызывало в душе пьянящую бодрость. Камила посмотрела на возвышавшиеся над ней почерневшие остатки сооружения из металла и камня. Обвивавшие их зеленые ляны тихонько покачивались под прохладным ветерком, дувшим вдоль долины. В дальнем конце виднелись сотни еще сохранившихся каркасов, стоявших в строгом порядке, а под ногами похрустывал бетон, сильно потрескавшийся под натиском упорных растений. У основания зданий громоздились кучи камней, словно неутомимые силы природы постепенно разбирали строения, лишая их облицовки и перекрытий. В течение утра и первой половины дня они обнаружили несколько зданий, где еще сохранились внутренние конструкции, но их было совсем немного. Калофис небрежно забросил Болтер за спину, шел вслед за Камилой, останавливаясь, когда она делала снимки руин. Имевшиеся в библиотеке материалы она уже изучила, а вещи, к которым прикасалась до сих пор, не представляли никакого интереса. «Ну как, ты что-нибудь нашла?» – спросил Калофис. «Эти развалины мне уже надоели». «Пока ничего», – ответила Камила. «Пора бы уходить. В этой долине не так давно было замечено присутствие психноинов». Лемель как-то раз рассказывал им о психноинах. Эти существа, по-видимому, не представляли собой ничего хорошего. Но под защитой такого воина, как Калофис, Камила не слишком тревожилась о своей безопасности. «Еще рано уходить», – возразила она, и, пригнувшись, шагнула в тень сохранившегося здания, где пахло гнилью. «Все предметы, к которым я притрагивалась, были отштампованы машинами и не обладают памятью. От них нет никакой пользы. Это здание в хорошем состоянии. Посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь более ценного». Внутри оказалось пустое сыро, а в темных углах мелькали животные, для которых пустоши Проспера стали родным домом. Сквозь дыры в стенах и потолке пробивались лучи солнечного света, и в них плясали миллиарды пылинок. Камила вдохнула пахнущей пылью воздух, словно пытаясь определить его возраст на вкус. Да, здесь определенно присутствует история, и она могла бы раскрыть ее секреты, если бы только удалось отыскать вещи, принадлежащие когда-то разумному существу. «Сюда», – указала она, – и направилась, погнувшись с остальной лестницей, ведущей на следующий уровень. «Это выглядит небезопасно», – заметил Каллофис, окинув взглядом проржавевшие поручни. «Я тронута твоей заботой, но лестница построена тысячу лет назад, и я надеюсь, что ее хватит еще на день. Как ты думаешь?» «Не знаю, я ведь не инженер». Камила заподозрила, что он шутит, но, глядя на его бесстрастное лицо, отказалась от этой идеи. «Ладно», – воскликнула она, поворачиваясь к лестнице, – «мне не раз приходилось карабкаться по качающимся ступенькам. Это выглядит ничуть не хуже других». Она стала подниматься по хрипким ступеням, надеясь, что закон подлости не сработает, и она не станет посмешищем, рухнув вместе с лестницей. К счастью, все обошлось, хотя на тяжесть колофиса ненадежное сооружение отозвалось жалобным скрипом и стоном. Верхний этаж оказался таким же пустынным, как и нижний. Серый пол покрывал слой пыли и мусора, насыпавшегося с верхнего уровня. Большая часть здания выше второго этажа была разрушена. Осталась только высокая труба до нескольких фрагментов перекрытий. Наверху порхали птицы, и где-то над головой Камила услышала тихий шорох крыльев. «Что ты надеешься здесь найти?» – недовольно спросил колофис. «Все давно сгнило. Если бы здесь и сохранилась какая-то информация, неужели ты думаешь, что мы бы ее не обнаружили?» Камила самоуверенно усмехнулась. «Вы не можете смотреть так, как смотрю я», – заявила она. Колофис сердито поморщился. «От вас, летописцев, нет никакой пользы», – проворчал он. «Все это пустая трата времени, нет тут ничего интересного». Она не стала реагировать на его ворчание и пошла вперед, время от времени останавливаясь в поисках предметов, которые могли бы оказаться ей полезными. Кое-где среди мусора ей попадались вещи, которые можно было бы назвать личными, но и они были такими же безжизненными, как само здание. Наверху послышалось какое-то движение, сопровождаемое шорохом мелких камней и негромким рыком. Подняв голову, Камила увидела ускользающую тень и поняла, что потревожила сидевшую в гнезде птицу. В углу здания она заметила груду деревянных брусьев и металлических листов, расположенных чересчур аккуратно для обычных развалин. «Нет ли у тебя на броне какого-нибудь фонаря?» – спросила она Калофиса. «Или факела?» – «У меня имеется кое-что получше», – самодовольно ответил Калофис. Он вытянул вперед руку, и в воздухе появился огненный шар. Его свет превосходил яркость сварочной горелки и проникал в самые дальние уголки здания. «Очень впечатляет», – прищурившись, сказала Камила. «Мелочь, но использовать мою силу в таких тривиальных целях даже оскорбительно». «Это справедливо», – согласилась Камила, – «но свет слишком яркий. Ты не мог бы его немного приглушить». Калофис кивнул, и шар потускнел до такого состояния, что не резал глаза. Шаровая молния отбрасывала резкие черные тени и беспощадно выявляла все подробности ветхого состояния здания. Даже при отсутствии пропитанных историей предметов Камила на мгновение ощутила укол жалости к цивилизации, исчезнувшей за тысячи лет до ее рождения. Здесь люди жили и умирали, проводили все отведенное им время, мечтали о лучших временах и работали, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Теперь они обратились в прах, и постигшее их забвение вызвало в душе Камилы болезненный отклик. Она обошла вокруг баррикады, по-другому это нагромождение предметов было назвать невозможно, и увидела группу покрытых паутиной скелетов, чьи кости удерживались вместе только благодаря отвердевшей смоле. «Они себе и представить не могли, как легко все это исчезает», – сказала Камила. «Что? Люди, которые здесь жили», – пояснила она, кивая в сторону ближайшего скелета. Хоть она и не считала себя экспертом, по размеру костей можно было предположить, что это взрослый мужчина. «Могу поспорить, никто из них, даже сознавая, что их миру пришел конец, не постарался как следует». Она оглянулась на Калофиса. «Нет ничего вечного, и чем дольше я здесь нахожусь, тем сильнее убеждаюсь в этом. Кое-что не исчезнет никогда», – с решимостью фанатика произнес Калофис. «Империум». «Я думаю, ты прав», – кивнула Камила, не желая затевать с ним спор о будущем Империума. Она стянула с руки одну перчатку и притронулась к скелету, почти ожидая, что кости тотчас обратятся в пыль. Просто чудо, что скелеты до сих пор не развалились, а твердевшая смола отлично их сохранила. Сверху до Камилы донесся шум испуганных птиц, но она мысленно отсекла все посторонние звуки и осторожно провела пальцами по ключицей и перешла к черепу, отметив про себя, что верхняя часть черепа смещена. Она висела сбоку, словно выбитая изнутри дверца. Камила прикрыла глаза, позволяя теплу руки проникнуть в хранилище памяти. Внутри ее пробудилась сила, и вдруг мужчина, к черепу которого она прикоснулась, резко потянул ее за собой в свою жизнь, окутав мощным потоком эмоций. Слишком поздно она поняла, что это была сплошная мука и безумие. Камила попыталась отдернуть руку, но багряный поток страдания уже захлестнул ее, и ослепительная боль вонзилась в мозг раскаленным копьем. Кровь из прокушенного языка окрасила губы. Последний мучительный всплеск боли и сторг из нее оглушительный крик, и в сознании вспыхнули видения ужасных белых личинок, пожирающих мозг и образы умирающих родных. В следующее мгновение она затряслась всем телом, как от высокого напряжения, скрипнула зубами и раскрыла рот в безмолвном вопле. А потом все закончилось. Она ощутила, как сильные руки оттащили ее от скелета, и контакт с умершим человеком прервался. Перед глазами ее мелькали расплывчатые видения ужасающих сцен, и Камила испуганно ахнула. Она и раньше прикасалась к мертвым, но всегда могла изолировать свое сознание от момента их кончины. Но в этом случае поток эмоций оказался слишком мощным и неожиданным. Ощутив во рту металлический привкус, она сплюнула смешанную с кровью слюну. «Я же говорил, что нечего здесь так долго болтаться», — резко бросил Калофис. «Что?» — растерянно спросила она, увидев над собой его массивную фигуру. Одна закрытая броней рука держала ее за плечо, а вторая, окутанная мерцающим оранжевым пламенем, была поднята вверх. «Психноины!» — прошептал Калофис и потащил ее за собой к лестнице. После этого их услышала и Камила. Протяжное жужжание, как будто рядом проснулся осиный рой и громкое хлопанье крыльев, напоминающее шум целой стаи хищных птиц. Глава двадцать третья. Бой Перида. Если умрешь. Отражающие пещеры. «Гиги!» — закричал Калофис, перекрывая приближающийся гул. Камила взглянула вверх. В небе плавно извивался рой огромных крылатых насекомых, к которому постоянно присоединялись многочисленные чудовища, скрывавшиеся до сих пор в полуразрушенных зданиях. Ужас затопил ее тело и лишил возможности двигаться. Звонкий цокот, покрытый хитином конечностей, подсказал, что увлекаемые ненасытным голодом монстры уже опустились на крышу здания. Камила видела, что их собрались целые сотни. Она уже различала цепкие, крючковатые лапы и длинные хоботки. Непрерывное гудение и щелкание острых мандибул становилось все громче. Позади нее что-то зашуршало, и Камила, резко обернувшись, увидела одно из ужасных созданий, отдаленно напоминающее пчелу. По обе стороны от блестящего, сегментированного тела торчали шесть конечностей, с которых сочилась клейкая смола. Крылья двигались так быстро, что их не было видно. Лишь блестящий ореол, как от пролитого в воду масла, а в воздухе резко запахло протухшим мясом. Из чрезмерно раздутой головы, словно в насмешку, имеющей сходство с человеческим мозгом, торчали зазубренные мандибулы, а в фасетчатых глазах дрожали ее испуганные отражения. Чудовище ринулось навстречу Камиле, но в то же мгновение взорвалось пламенем. Почерневший корпус ударил ее в грудь и рассыпался горячими углями. Камила с визгом стала отряхивать себя дымящиеся останки, а Колофис вдруг подхватил ее и сунул под мышку, как взрослый мужчина мог бы поднять маленького ребенка. «Я же велел тебе бежать!» — прошипел он. «Вечно вы, смертные, не слушаетесь!» Колофис ринулся к лестнице, но снизу вылетел еще один рой психноенов. «Проклятые твари!» — выругался Астартес и свободной рукой махнул в их сторону. Снизу поднялась стена красного огня и в несколько секунд поглотила чудовище. Но едва он успел уничтожить ближайших психноенов, как другие появились на их месте, и расселись на оголенных балках и грудах мусора. Камила насчитала не меньше дюжины отвратительных тварей. Через мгновение они сорвались со своих мест и устремились в атаку одновременно, как будто движениями управлял один разум. Громкое гудение крыльев заменило боевой клич. «Рассчитывали на легкую добычу!» — взревел Колофис, наполняя воздух шарами фосфорного пламени. Он бросал их в разные стороны и управлял полетом, словно это были мячики на шнурках. Психноены, шипя и плюясь, держались поодаль от образовавшейся огненной сетки, но их количество возрастало с каждой секундой. Колофис опустил женщину на пол. «Держись за моей спиной! Делай то, что я скажу, и тогда останешься в живых! Поняла?» Камила, анимев от страха, молча кивнула. Астартес обеими руками метнул шквал огня в самую большую группу психноенов, и чудовища с пронзительными криками обратились в пепел. Резкий удар левой руки послал огненное копье в монстра, осмелившегося атаковать Колофиса сверху. Затем правая рука резко ударила вперед, и на противников обрушилась невидимая волна раскаленного воздуха. Сверхвысокая температура раскалила молекулы в телах чудовищ, и десяток психноенов немедленно взорвался. Воздух стал невыносимо горячим, и у Камилы под огненным щитом от ожогов покраснела кожа. Взрывы и возгорания сопровождались густым дымом, так что глаза стали слезиться, а дышать было невыносимо трудно. «Мне нечем дышать!» — прохрипела она. Колофис бросил в ее сторону сердитый взгляд. «Придется потерпеть!» На них набросилась очередная стая психноенов, но ни одному не удалось прорваться сквозь огненный барьер. Камила сжалась в клубок на полу, прикрыла рот рукой и попыталась делать неглубокие вдохи. Но от испуга все равно хватало ртом дым, и вскоре стала терять сознание. «Пожалуйста!» — взмолилась она из последних сил. Колофис, нагнувшись, поднял ее на ноги. «Стой здесь!» — приказал он. «Оставайся в центре щита, и тогда сможешь дышать!» Камила едва могла стоять, но вдруг ощутила, как жар спадает, словно перед ней открылась дверь морозильной камеры. Она жадно втягивала холодный воздух и видела, как вокруг нее дрожат струи раскаленного жара. За пределами ограниченного Марьевым пространства яростно бушевал вызванный действиями Колофиса пожар. Огонь пожирал все, что могло гореть, но ни одна искра не попадала на нее, словно Камила оказалась в герметичном пузыре. Колофис с яростью гладиатора отражал атаки нападающих со всех сторон психноинов. Но чудовищам, казалось, не было конца, и все новые и новые враги с яростными криками бросались на воинах. «Чтоб вы все сгорели!» — орал Колофис. Он истреблял тварей кинжалами пламени, огненными зарядами и волнами раскаленного воздуха. Камила, несмотря на сильный испуг, отметила крайнее напряжение в его голосе. Сила перида была феноменальной, но столь же огромной была и цена. При каждом проявлении его сверхъестественных способностей ярость психноинов удваивалась. Камила попыталась вспомнить все, что Элимиэль рассказывал о психноинах. Но кроме того, что они размножались, откладывая яйца в живых людях, ничего не приходило в голову. Внезапно в памяти всплыла еще одна особенность чудовищ. И, несмотря на жару, Камила ощутила внезапный холод. «Это твои силы!» — заорала она. «Их привлекают твои силы! Они сводят их с ума! Ты должен отказаться от них!» Калофис, огненным мечом, появившимся из правого кулака, смел на лету десяток чудовищ и, воспользовавшись мгновенной передышкой, оглянулся на Камилу. Его лицо блестело от пота, а в воспалившихся глазах читалась усталость. «Только благодаря этим силам мы еще живы!» — крикнул он и взмахнул мечом, истребив еще троих психноинов. «Если ты не прекратишь ими пользоваться, мы наверняка погибнем!» На остатке разбитой стены опустился психноин с раздувшейся грудью, из которой сочилась жидкость. Выпустив из брюшка жала, он бросился на Калофиса, и Камила закричала «Сзади!» Калофис, припав на одно колено, испепелил насекомое взглядом. На его месте тотчас появилось несколько сородичей с высунутыми, зазубренными жалами. Даже если брать в расчет кладку, такое оружие способно убить человека еще до того, как он превратится в живой инкубатор. Астартес недовольно фыркнул, но меч в его руке исчез. Сдернул с плеча болтер, Калофис передернул затвор и послал три заряда в группу психноинов. «Быстро к лестнице!» Крикнул он, стреляя на бегу. «Если доберемся до дискспидера, будем в безопасности!» Защитный кокон исчез, и Камила, кивнув, постаралась не отставать. Весь пол был в огне, и по пути попадались лужицы расплавленного металла и останки обгоревших тварей. Дым сразу же проник в легкие, и Камила отчаянно закашлялась, слабея от недостатка кислорода. Объятый пламенем психноин врезался в Калофиса, а Стартес отбросил его одним ударом, но при этом покачнулся, приостановив стрельбу. Три психноина сразу же бросились на него и попытались вонзить свои жала. Два жала сломались о броню, но третья угодила в обмотку кабеля на поясе и проникла внутрь. Калофис взревел и сокрушительным ударом кулака отбросил чудовище. Затем загрохотал болтер, и психноин разлетелся в клочья. Калофис ловким движением сменил обойму болтера и новой очередью истребил очередную группу налетевших врагов. Пожар охватил уже все здание. Металлические балки начали плавиться от невероятного жара, и Камила ощутила, как закачался под ногами пол. Треск огня и лопающихся опор почти заглушил гудение крыльев. «Лестница!» — закричала она. Спуск тоже был весь в огне. Металлическая конструкция раскалилась до красна и начала плавиться. Выхода не осталось. Все это Калофис увидел одновременно с Камилой и только покачал головой, словно досадуя на ее хрупкость. «Держись!» — крикнул он. Закинул за спину болтер и перебросил женщину через плечо. Психноины тотчас ринулись в атаку, но Калофис уже сорвался с места. Головой вперед, словно живой таран, он пробежал сквозь пламя. Психноины не отставали. Некоторые пытались расколоть его броню, другие проткнуть ее жалом. Колючка, застрявшая в его наплечнике, вонзилась ей в бок, и Камила вскрикнула от боли. Она подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть сплошную стену огня перед Калофисом и снова закричала, когда Астарте спрыгнул в пламя. Огонь закрыл все вокруг, но в следующее мгновение Калофис снова воспользовался своими силами, и стена раздвинулась, словно театральный занавес. А потом они стали падать. Увидев несущуюся навстречу землю, Камила закрыла глаза. Калофис, приземлившись на полусогнутые ноги, едва коснувшись земли, снова ринулся вперед, как будто и не заметил прыжка через огненную завесу. Камила почувствовала, как от удара о броню треснуло ее ребро, но и стиснуло зубы, превозмогая боль. Калофис продолжал бежать и даже не задержался у закрытой двери. Он просто вышиб ее, превратив в тучу обломков и пыли. В свободной руке он держал болта, стреляя через плечо подогоняющим психноином. Пронзительные крики преследователей свидетельствовали о том, что его выстрелы не пропадали даром. Как бы Камила не относилась к Калофису, она не могла не признать, что он был отменным воином. Оказавшись снаружи, она с восторгом вздохнула свежий воздух, и почти сразу ее зрение прояснилось, а легкие заработали в полную силу. Из охваченного пламенем здания все еще вылетали тучи психноинов. Из всех окон и дверных проемов тянулись струи дыма и вырывались языки пламени. Несущие конструкции начали плавиться, и дом покачивался и вздрагивал всем корпусом. С верхних этажей срывались пласты штукатурки и целые секции кирпичной кладки. Калофис бесцеремонно сбросил ее с плеча, и Камила с трудом удержалась от крика, когда от толчка сошлись концы сломанного ребра. «Забирайся внутрь!» – приказал Калофис. Оглянувшись, она увидела прямо перед собой диск-спидер. Калофис, забросив внутрь болтер, прыгнул на место водителя. Камила встала на выхлопную трубу и с трудом дотянулась до ручки пассажирского отсека в тот момент, когда двигатели машины уже взвыли, пробуждаясь к жизни. Клубящийся рой психноинов быстро приближался, и жужжание многочисленных крыльев стало непереносимо громким, а от летящих монстров их отделяло не больше двадцати ярдов. «Скорее! Ради трона! Скорее!» – закричала Камила, забираясь в машину. «Села!» – спросил Калофис. «Села!» – ответила она, плюхнувшись в глубокое кресло и застегивая на поясе ремень безопасности. Тональность гудения двигателей сразу же изменилась, и диск-спидер рванулся вперед с такой скоростью, что Камила ударилась головой о переборку. Она крепко зажмурилась и едва осмеливалась дышать. Но прошло несколько долгих секунд. Гул двигателей стал ровнее, и в интеркоме раздался голос Калофиса. «Мы оторвались! Как ты там? В порядке?» Она хотела огрызнуться, но поняла, что злится от боли. Вместо этого она открыла глаза и сплюнула сгусток крови. «Наверное, в порядке. Кажется, сломано ребро. Легкие так жжет, словно я выпила бочку горящей смолы. А из-за резкого старта у меня голова раскалывается от боли, но я осталась в живых. «Уже неплохо!» – откликнулся Калофис. «Я только хотел убедиться, что ты жива. Я тронута твоей заботой!» – не удержалась Камила, а затем добавила. «Но все равно спасибо за то, что спас мне жизнь!» Калофис ничего не ответил, и всю обратную дорогу до тиски они провели в молчании. В медицинских покоях не умолкало легкое гудение приборов. Калисто, откинувшись на спину, лежала в постели с закрытыми глазами, и ее грудь ритмично поднималась и опускалась. Кожа на ее лице стала сероватой, тусклой и безжизненной. Волосы пришлось сбрить наголо. Лемель сидел рядом с кроватью и сокрушался, что ничем не может ей помочь, кроме как оставаться рядом и держать за руку. Он с Камилой сменяли друг друга в палате подруги, но Лемель провел уже здесь 48 часов и чувствовал, как веки наливаются свинцовой тяжестью. С другой стороны у кровати тихонько посвистывали приборы в корпусах из орехового дерева с многочисленными шкалами в золоченых рамках и выводом информации на пикт-экраны. Медные провода из гнезд в боковых панелях тянулись к разным точкам на черепе калисты, и гудящим шарам, что висели над приборами. Наконец веки калисты дрогнули. Она открыла глаза и, увидев Люмиэля, слабо улыбнулась. «Привет, Люмиэль!» Ее голос прошелестел, словно ветерок по опавшим листьям. «Привет, моя милая!» — ответил он. «Ты прекрасно выглядишь!» Калиста попыталась рассмеяться, но поморщилась от боли. «Извини!» — огорчился Люмиэль. «Я не должен заставлять тебя смеяться. Твои мускулы и так слишком деформированы». «Где я?» — в нейрохирургии, в пирамиды апотекариев. «После того, что произошло, это самое подходящее для тебя место. А что со мной было? Очередной приступ?» «Боюсь, что так. Мы пытались дать тебе кау, но ты была уже слишком далеко», — сказал Люмиэль, не решаясь повторить то, что она наговорила им во время приступа. Калиста подняла руку к колбу, а за ней потянулись прозрачные трубки и кабели, подключенные к пильной стороне кисти. Она дотронулась до головы и нахмурилась, ощупывая ежик волос и бронзовые контакты на черепе. «Да, жаль твоих волос», — сказал Люмиэль, но их пришлось сбрить, иначе было невозможно установить контакты. «А что это? И для чего?» Эти приборы Анг Хуанин принес из храма Корвидов. Поначалу он отказался рассказывать, что это такое, но постепенно я выяснил, что приборы контролируют эфирную деятельность мозга и подавляют возможные вмешательства. До сих пор, похоже, они работали исправно. Калиста кивнула и оглянулась по сторонам. «А как долго я здесь нахожусь?» Люмиэль потер ладонью подбородок. «Моя щетина говорит, что прошло три дня». Она улыбнулась и немного приподнялась в постели. Люмиэль налил стакан воды, и Калиста с удовольствием все выпила. «Спасибо, Люмиэль. Ты хороший друг. Я стараюсь, моя дорогая, а ты помнишь что-нибудь из своих видений? Я бы не стал тебя спрашивать», — добавил Люмиэль. Но Анг Хуанин считает, что это может быть очень важно. Калиста прикусила нижнюю губу, и летописец заметил в ее глазах отблески того ужасного взгляда, который он видел после ланча в кафе. «Кое-что помню», — сказала она. «Я видел оттиску, но совсем не такой, какой мы ее знаем. Солнца в небе не было, и единственным освещением служило только зарево пожаров». «Пожаров?» «Да, весь город был в огне», — подтвердила Калиста. «Он был сильно разрушен». «Кем?» «Я не знаю точно, но среди грозовых туч я заметила подкрадывающихся зверей, а откуда-то издалека доносился вой. В глазах Калисты появились слезы, и по щекам протянулись мокрые дорожки. Да, все вокруг горело, и сверху дождем осыпались осколки стекла. Они все блестели, как будто зеркальные, и в каждом я видела отражение одного открытого глаза, который смотрел прямо на меня». «Но это просто видение», — сказал Лемиэль. Взял ее за руку и ласково погладил по пальцам. «Оно очень страшное и является мне уже не первый раз. Сначала я не могла узнать Тиску, но теперь, когда познакомилась с городом, я уверена, что каждый раз видела именно эти улицы». Внезапно она что-то вспомнила. «Лемиэль, а я что-нибудь написала?» «Да, но что-то абсолютно бессмысленное. Анг Хуанин до сих пор пытается расшифровать твои записи». Калисты прикрыли глаза, стерла со щек слезы, судорожно вздохнула и вдруг улыбнулась, услышав, как кто-то открыл дверь. Обернувшись, Лемиэль увидел высокого и широкоплечивого мужчину в форме капитана гвардии Шпили Проспера. Этот смуглый парень с резкими чертами лица и решительным подбородком, точь-в-точь, как на скульптурах Гектора или Ахилла, был невероятно красив. Лемиэль сразу же не взлюбил незнакомца, просто по привычке. Алую форменную куртку капитана, аккуратно отглаженную и вычищенную, украшали бронзовые пуговицы, золотое шитье и множество сверкающих медалей. Серебряный шлем он нес на руке, а на боку висели длинная изогнутая сабля и блестящий лаз-пистолет. «Сахем!» — радостно воскликнула Камила. Офицер приветственно кивнул Лемиэлю и протянул руку. «Капитан Сахем Витара, сэр, 15-й пехотный полк Проспорианской гвардии». Лемиэль принял предложенную руку и невольно поморщился, ощутив крепкую хватку Витары. «Лемиэль Гамон, летописец 28-й экспедиции. Рад знакомству!» — сказал Витара. «Калли много рассказывала о вашей дружбе, и я благодарен за оказанную ей поддержку, сэр. Приветливые манеры и природное обаяние Витары немного рассеяли недоброжелательность Лемиэля. Сознавая, что теперь он лишний, летописец заставил себя улыбнуться. «Рад встрече, капитан Витара!» — сказал он, поднимаясь со стула и подхватывая свой плащ. «Теперь я оставлю вас наедине». Он бережно приподнял руку Каллистой и запечатлел на ней поцелуй. «Мы увидимся позже, дорогая». Каллиста схватила его за плечо и заставила наклониться. Она зашептала ему прямо в ухо. «Я хочу уехать с Проспера. Я не могу больше здесь оставаться. И никто из нас не должен здесь жить». «Что?» «Нет, милая, ты не в том состоянии, чтобы куда-нибудь лететь. «Лемиэль, ты не понимаешь. Этот мир обречен. Я видела его в агонии». «Ты не можешь быть в этом твердо уверена», — возразил Лемиэль и выпрямился. «Могу», — настаивала она. «Я слишком хорошо знаю, что я видела». «Я не могу уехать», — сказал Лемиэль. «Я хочу еще многому научиться у тысячи сынов. Ты не сможешь ничему научиться, если умрешь», — предупредила Каллиста. Лемиэль оставил Каллисту в компании капитана Витары и покинул отделение госпиталя. Хотя у него и не было иных отношений с этой женщиной, кроме дружеских. Появление красивого воздыхателя вызвало у него укол ревности. Он улыбнулся, признавая всю смехотворность своего недовольства. «Ты неисправимый романтик, Лемиэль Гамон», — произнес он вслух, — «и останешься таким до самой смерти». Он уже подходил к выходу, когда дверь впереди распахнулась, и его романтическое настроение исчезло без следа. В пирамиду апотекариев ворвался Астартес, как будто только что покинувший поле боя. Его броня местами почернела, и из-под пластин торчали ужасные шипы. Лемиэль узнал в нем Калофиса, но не его необычный вид заставил летописца замереть на месте. На руках Астартес лежала Камила, и выглядела она ужасно. На волосах и одежде у нее виднелись следы крови. Кожа сильно покраснела, а одной рукой Камила держалась за грудь. И каждый шаг Калофиса отзывался на ее лице мучительной болью. «Камила!» — воскликнул Лемиэль и подбежал к ней. «Во имя мира! Что произошло?» «Лем!» — простонала она. «На нас напали!» «Что?» — вскрикнул Лемиэль и поднял взгляд на гигантского воина. «Кто напал?» «Уйди с дороги, смертный!» — бросил Калофис, проходя мимо Лемиэля. Литописец развернулся и догнал Астартес. «Скажи, что случилось!» — попросил он. «Она исследовала древние руины, даже после того, как я предупредил об опасности, и потревожила гнездо психноинов. При упоминании о психичниках Проспера у Лемиэля кровь застыла в жилах. «О, Трон, нет!» — простонал он и встал прямо перед Калофисом. Астартес посмотрел на него с таким видом, что могло показаться, будто он собирается шагнуть через него. «Камила, послушай меня!» — заговорил Лемиэль, приподнимая пальцем ее века. Зрачки у Камилы были расширены, так что глаза казались почти черными. Но Лемиэль не знал, хорошо это или плохо. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто меня переехал Лэм Дрейдер», — отрезала она. «Еще глупые вопросы есть?» «Как твоя голова?» — продолжал он, стараясь говорить медленно и отчетливо. «Она болит?» «Конечно болит. Благодаря Калофису я целую вечность дышала дымом». «Нет, не то. Ты ощущаешь какие-то изменения?» — спросил Лемиэль, стараясь подобрать нужные слова. «Нет ли чего-то странного в этой головной боли?» «Не знаю», — ответила Камила, невольно заражаясь его тревогой. «А что? Что со мной могло случиться?» Лемиэль проигнорировал ее вопрос и обратился непосредственно к Калофису. «Немедленно неси Камилу в лазарет и пошли за лордом Ариманом. Скорее, у нас очень мало времени». Миллиарды отблесков от граней безупречных кристаллов в руках тысячи тралсов, стоящих в точках пересечения энергетических линий, залили светом отражающие пещеры. Огромная пещера из хрусталя, расположенная на милю в глубину под тиской, была не менее трех километров в поперечнике, в самом широком месте, и свисающие с далекого потолка сталактиты наполняли ее негромким перезвоном. Блики света отражались от стен и освещали людей и приборы, находившиеся в центре колоссальной пещеры. С середины потолка свисало продолговатое бронзовое устройство, похожее на гигантский телескоп. Его поверхность была усеяна неизвестными символами и серебряными лепестками, а на самом конце был закреплен зеленый полированный кристалл длиной около трех метров. Точно под этим устройством стоял магнус красный, и через кристалл наблюдал за ночным небом, нависшим над площадью окулюм. Кроме набедренной повязки, на нем не было никакой одежды, и блестевшее от масла тело было открыто всем стихиям. Ариман наблюдал, как Омон массировал примарха смесью из сандалового масла, жасминового масла и росного ладана. Утизаар снимал излишки масел костяным ножом, и Ауромагма держал дымящуюся курильницу, наполнявшую воздух ароматом лапчатки. Фаэль Тарон, напряженный до предела, стоял рядом с Ариманом. Капитан Седьмого Братства Фаэль Тарон большую часть Великого Крестового Похода провел на Проспера, и потому пропустил многое из того, что узнали его собратья, с тех пор, как Магнус увел их из их домашнего мира. Воины Седьмого Братства быстро ознакомились с новыми учениями, но для того, чтобы полностью к ним приспособиться, требовалось некоторое время. «Это действительно необходимо?» – спросил Тарон, показывая иностранные атрибуты, разложенные под бронзовым механизмом. Белая прямоугольная плита, похожая на алтарь, была обвита тяжелой цепью из намагниченного железа. Напротив каждого из углов плиты четыре вогнутых зеркала фиксировали свет от кристаллов в руках тралсов. Вокруг алтаря замыкалось пять концентрических окружностей, а между ними были начертаны непонятные слова, от попытки прочесть которые у Аримана во рту остался неприятный привкус. «Так приказал примарх», – заверил его Ариман. «После того, как мы покинули Проспера, мы многому научились, Тарон, и тебе еще многое предстоит понять. Если мы хотим спасти Хоруса, все это абсолютно необходимо. Но почему здесь, вдали от всех, в пещере?» «Обратись к своей истории», – посоветовал Ариман. «Первые мистические ритуалы всегда проводились в пещерах. Мы – произведение Магнуса, и когда наши дни закончатся, мы, обновленные и переродившиеся, превратимся в свет звезд, чтобы снова служить нашей цели. Тебе это понятно?» Тарон, ошеломленный яркой вспышкой ауры Аримана, отвесил короткий поклон. «Конечно, лорд Ариман, просто все это так ново для меня». «Да-да». «Прости мою несдержанность», – ответил Ариман. «Пойдем, уже пора». Они шагнули вперед, и их помощники из числа тралсов накрыли броню белыми облачениями, перевязав по талии тонкими золотыми цепочками. Ариман взял в руки корону из листьев вербены, скрепленных серебряными нитями, а Тарон поднял сверкающий Атеим с серебряным лезвием и обсидиановой рукояткой. Они вместе подошли к Магнусу, и Утизаар, забрав у своего тралса железный фонарь, отступил в сторону. Амон, очистив руки от масел шелковой тканью, облачил Магнуса в белое одеяние, а потом поднял вверх жаровню, от которой пахло ольхой и лавром. «Твоя плоть освящена, мой лорд», – произнес Амон. «Ты чист». Магнус кивнул и повернулся к Ариману. «Алый король требует свою корону», – сказал он. Ариман подошел ближе, ощущая жар, исходящий от кожи Магнуса, и медитативную энергию, зарождающуюся в нем. Магнус склонил голову, и Ариман возложил на его чело корону из листьев вербены, убрав серебряные нити за уши. «Благодарю, сын мой», – сказал Магнус. Его единственный глаз сверкнул фиолетовым огнем. «Мой лорд», – отозвался Ариман. Он с поклоном отошел от Магнуса и обернулся, чтобы принять тяжелую книгу в потертом кожаном переплете с золотым обрезом. В углублении переплета лежал железный талисман в виде оскаленной волчьей морды на фоне полумесяца. Это была книга Магнуса, содержащая квинтэссенцию мудрости, выделенную из всех записей Махавасту Калимака, сделанных им за долгие годы бездумной службы тысячи сынов. Даже взглянуть на нее считалось большой честью, а держать в руках и готовиться прочесть ее страницы составляло мечту всей жизни Аримана. И все же, после того, как он одернул фаэль от Орона, Ариман никак не мог отделаться от мысли, что сомнения его собрата могут быть справедливыми. Ритуал, подготовленный Магнусом, был поразительно похож на те, против которых предпринимался Великий Крестовый Поход. «Все ли мы придерживаемся одного мнения?» – спросил Магнус. «Без единогласия мы не сможем продвинуться ни на шаг. Гармония нашего собрания превыше всего, поскольку она затрагивает самое драгоценное – наши души. Мы единогласны», – в один голос ответили все капитаны. «Наша работа начинается в темноте, но ведет к свету», – продолжал Магнус. «Мой облик обратится в хаос отдельных составляющих, но в целом станет больше, чем сумма его компонентов. Это величайшее из всех наших начинаний докажет, что мы сами хозяева своей судьбы. Мы заявим, что не смиримся с ролью безгласных пешек в Великом океане, а сами выбираем свой путь. Дилетант станет мастером, самостоятельно принимающим решения. Мало у кого хватит смелости восстать против безучастной галактики. Но мы – тысяча сынов, и для нас нет ничего невозможного». Магнус кивнул Ауромагми, и тот по его знаку пошел к белой каменной плите, а тысяча тралсов монотонными голосами затянули не имеющие смысла напевы. Свет в их кристаллах начал пульсировать, словно в такт к биению сердца самой пещеры. Ауромагма, дойдя до плиты, повернул вправо и обошел вокруг, оставив своей курильницей непрерывный след ароматного дыма. Ариман последовал за ним, декламируя слова ангельского гимна из книги Магнуса, и их сила формировалась под звуки, слетающие из губ. За Ариманом шагал Фаэль Тарон, несущий на вытянутых руках Атеем, а за ним с незажженным фонарем шел Утизаар. Замыкал процессию Амон, державший в латных перчатках раскаленную жаровню. Пять сыновей Магнуса девять раз обошли вокруг каменной плиты и остановились, когда он занял место в центре. Примарх Тысяча Сынов лег навзничь на белую плиту, и его одежды свободно свесились по краям. Ариман продолжал читать его книгу. А Утизаар при помощи фитиля перенес огонь из жаровни Амона в фонарь. Затем Ауромагма поднял курильницу, и Фаэль Тарон подошел к распростертому на камне Магнусу. Ариман заметил, что свет стал неравномерным. Из кристаллов в руках тралсов со всех сторон к центру протянулись зыбкие струи эфира. Через несколько мгновений весь пол в пещере был залит дымчатым сиянием. Поскольку энергия, накапливаемая тралсами, искала выход. Свет накапливался в зеркалах и мощными потоками изливался на Магнуса, создавая вокруг его неподвижного тела призрачную ауру. «Пора», — произнес Магнус. «Азик, дай мне лунного волка». Ариман кивнул и снял с переплета книги металлическую фигурку. Полумесяц в освещении пещеры отливал серебром, а клыки волка блеснули, словно ледяные. Он опустил талисман в открытую ладонь Магнуса и обмотал цепочкой его пальцы. «Мне подарил его на Бакхенге Хорус-Луперкаль», — сказал Магнус. «Это изображение украшало его доспехи, но случайная пуля отколола его отоплечья. Брат подарил его мне в качестве сувенира той войны и пошутил, что талисман послужит мне путеводной звездой в темные времена. Даже тогда он обладал громадным самомнением. «Теперь мы проверим, правду ли он говорил», — сказал Ариман. «Да, проверим», — согласился Магнус. Закрыв глаза, он сжал руку с талисманом в кулак. Дыхание Магнуса заметно замедлилось и стало поверхностным. Его осознание было сосредоточено на любви к брату. Через несколько мгновений на его плече появилось кровавое пятно, а из горла вырвался стон. «Великий океан, что это?» — вскричал Фаэль Тарон. «Индуцированная рана», — пояснил Амон. «Отголосок, стигмат, называй как хочешь. А означает она одно. У нас очень мало времени. Воитель уже ранен». «Тарон», — прошептал Ариман, — «твоя роль тебе известна. Выполни свой долг перед примархом». Атейм вздрогнул на ладони Тарона. Поднялся, перевернулся в воздухе и повис точно над сердцем примарха. Серебряный шнурок сам собой выскользнул из короны, свесился через край алтаря и обвился вокруг намагниченной цепи. «Я буду странствовать в Великом океане девять дней», — произнес Магнус сквозь стиснутые зубы, ошеломив Аримана столь долгим сроком. «Что бы ни произошло, не нарушайте моего контакта с эфиром». Пять воинов, окружавших алтарь, тревожно переглянулись. «Не допускайте сомнений», — велел Магнус. «Не останавливайтесь, иначе все это будет напрасно». Ариман опустил голову и продолжал читать, хотя не понимал значения слов. Не представлял, как их произносить, но все же громко их выговаривал. Его голос постепенно окреп и составил резкий контраст с монотонными напевами тралса. «Давай, Тарон!» — крикнул Магнус. Атейм рухнул вниз и вонзился в грудь примарха. Над раной расцвел фонтан сверкающий и переливающийся краской крови. В то же мгновение клубящийся свет нашел выход, и ослепительно белые лучи вырвались из зеркал и сошлись на рукояти Атейма. Магнус с ужасным воплем выгнул спину. Его глаз открылся, но в нем не было ни зрачка, ни радужной оболочки, а лишь водоворот самых невероятных оттенков. «Хорус, брат мой!» — вскричал Магнус. И в его голосе откликнулось эхо тысячи душ, придававшие словам странный акцент. «Я иду к тебе!» Над телом Магнуса в пылающей колонии света появился призрачный силуэт. Глава двадцать четвертая Она была моим миром. Любой ценой. Цена. Лемель весь извелся от беспокойства. Он никак не мог отыскать Аримана, и у Камила оставалось все меньше времени. Неделя, так хорошо начавшаяся, всего через пару дней превратилась в настоящий кошмар. Два самых дорогих его друга были опасно больны, а третий страдал на службе у своего повелителя, который ничуть не заботился о его здоровье. События совершенно вышли из-под контроля, и все его грандиозные мечты пройти обучение у тысячи сунов рассеялись, как утренний туман. Он успел узнать много полезного, но какой толк от сил, если те, кого ты любишь, могут внезапно уйти навсегда. Он уже пролил много слез, когда потерял близкого человека, и больше не хотел переживать подобную утрату. Палата Камилы почти не отличалась от той, где лежала Калиста. Хотя здесь не было того разнообразия приборов и устройств, подключенных к голове больной. Порезы и кровоподтеки были уже обработаны. Легкие очистили от двокиси углерода, остаточных элементов горящих металлов и пепла. Рана на боку скрылась под повязкой, и лекари прописали Камиле сильные болеутоляющие средства и три дня постельного режима. Но вспоминая рассказ Аримана, Лемель опасался, что этих трех дней у Камилы уже нет. Он упросил Калофиса отыскать Аримана, но в ответ получил следующее. Ариман занят с примархом, и его нельзя беспокоить. Несмотря на то, что Лемель уже потерял счет времени, он подозревал, что сейчас было раннее утро. Взглянув на хронометр медицинской службы, он понял, что после того, как Калофис принес Камилу к апотекариям, пролетело уже десять часов. А Ариман все еще не приходил и даже никак не отвечал на призывы о помощи. Он вернулся в палату Камилы и застал у ее постели миловидную женщину с абонитовой черной кожей. Одной рукой она держала ладонь Камилы, а другой промокала ей под солба. Судя по изящному телосложению, это была уроженка Проспера. «Чай я?» – спросил Лемель. Женщина кивнула и растерянно улыбнулась. «А ты, наверное, Лемель?» «Верно. Он обошел вокруг кровати и взял чаю за руку. Мы можем выйти на минуту и поговорить». Чая оглянулась на Камилу. «Если это касается здоровья Камилы, наверное, она сама должна услышать все в первую очередь, не так ли?» «По обычных обстоятельствах я бы с тобой согласился», – сказал Лемель. «Но двое моих лучших друзей попали в этот комплекс, и запас хороших манер у меня истощился. Так что прошу меня извинить». «Все в порядке, Лемель», – заговорила Камила. «Ты же меня хорошо знаешь. Если есть какие-то новости, я хочу услышать их сразу. Так что рассказывай, что ты хотел сообщить». Лемель нервно сглотнул. Поделиться своими опасениями с возлюбленной Камилой было уже достаточно сложно, а выложить все это ей самой в лицо казалось невыносимо трудным делом. Психноины, о которых я тебе рассказывал, откладывают свои яйца довольно необычным способом. Камила улыбнулась, и ее лицо заметно расслабилось. «С этим все в порядке», – сказала она. «Ни одно из этих чудовищ меня не ужалило». Калофис об этом позаботился. «Если уж на то пошло, это его надо проверить, не готовится ли он стать мамой». Лемель присел на край кровати и покачал головой. «Размножение происходит не так, Камила. Как я уже говорил, это очень необычный процесс». Он пересказал все, что говорил ему Ариман о размножении психноинов, стараясь при этом подчеркивать, что такая опасность вряд ли и грозит. Но по лицу Чаи он понял, что второй цели он не достиг. «Ты думаешь, что голова у меня болит по этой причине?» – спросила Камила. «Возможно», – вздохнул Лемель. «Я не знаю. Надеюсь, что нет». «Надеешься? Это все, что ты можешь сказать?» – рассердилась Камила. «Пусть мне сделают сканирование мозга или что-то подобное. Если у меня в голове эти проклятые яйца, я должна об этом знать». Лемель закивал. «Конечно. Я пойду и выясню, что можно предпринять». «Нет», – вмешалась Чаи, – «я сама этим займусь. У меня есть друзья среди тысячи сунов. Будет лучше, если я их попрошу». «Да-да», – согласился Лемель. «Это звучит разумно». «Хорошо, а я…» «Подожду здесь». Чаи наклонилась и поцеловала Камилу. «Я вернусь, как только смогу», – пообещала она и скрылась за дверью. Оставшись наедине с Камилой, Лемель робко улыбнулся. Сел на стул и сложил руки на коленях. «Плохой из меня лекарь, верно?» «С твоим подходом к больному?» «Согласна, не самый лучший». «Ладно, как твоя голова?» «Все еще болит». «Ох!» Но полет на диск спидере с колофисом был не самым плавным, и я действительно сильно ударилась головой о переборку. «Тогда я уверен, в этом вся причина». «Обманщик». «Ладно, хватит», – рассердился он. «Что ты хочешь от меня услышать? Что яйца этих чудовищ уже в твоей голове и скоро личинки начнут пожирать твой мозг? Прости, но этого я сказать не могу. Она окинула его долгим взглядом. «Да, твои манеры в общении с больными никуда не годятся», сказала Камила после паузы. Ее вымоченная шутка пробила барьер его сдержанности. Лемиэль уронил голову на руки и расплакался. Слезы ручьями хлынули из глаз, и плечи затряслись от рыданий. Камила села в постели. «Эй, Лемиэль, прости, но это я здесь больная, а не ты», – негромко напомнила она. «Прости», – с трудом выдавил он. «Калисто, а теперь еще и ты, это слишком. Я не могу потерять вас обоих, не могу». «И не потеряешь», – заверила его Камила. «Мы справимся. Если и есть какой-то способ починить мою голову, то мы оказались в самом подходящем для этого месте, верно?» Лемиэль вытер лицо рукавом и улыбнулся. «Ты права, а ты очень смелая, тебе об этом известно?» «Я знаю, что оказалась в хороших руках, так что это не моя заслуга». «Ты смелее, чем думаешь, а это очень важно», – сказал Лемиэль. «Я это точно знаю, можешь не сомневаться». «Да, со мной искали, все будет в порядке. А тебе только надо ждать и наблюдать». Лемиэль горько вздохнул. «Это все, на что я способен». Камила протянула руку и сжала его пальцы, прикрыв глаза. «Нет, это все не так, верно?» «Ты сделал все, что мог, чтобы ее спасти». Лемиэль резко отдернул руку. «Не надо, прошу тебя». «Все хорошо», – прошептала Камила. «Расскажи мне о Малике». Он нерешительно подбирал слова, поскольку вот уже много лет ни с кем не говорил о Малике. Слишком тяжело было пережитое горе, чтобы слова могли легко слетать с языка. Но постепенно он все же смог рассказать Камиле о самой яркой и самой прекрасной женщине в мире. Ее звали Маликой, и встретились они на благотворительном вечере, когда правитель района Сангхи решил собрать деньги для покупки на Анатолийском полуострове Мрамора, достойного каменоломен Праконисоса, чтобы пожертвовать его гильдии вольных каменщиков. Мастер гильдии пообещал подобрать достойное место для статуй, созданных из этих блоков, возможно, даже в инвестиарии императора. Кроме того, прошел слух, что заказ был передан самому Остину Делафуру. Подобные предприятия требуют немалых средств, и самые зажиточные граждане были приглашены финансово поддержать эту затею. Лемейль был богат благодаря деловой хватке и своему дару, позволявшему читать ауры и отличать ложь от правды, и недавно построил роскошное поместье. Он владел немалой собственностью по всей стране и пользовался популярностью, поскольку не скупился на благотворительность. Малека была дочерью правителя Сангхи, и в тот вечер под звездами, за бутылкой пальмового вина, они влюбились друг в друга. На следующий год состоялась свадьба, и средств на нее ушло больше, чем иные семьи во владениях Лемиэля тратили за целый год. Он никогда не был счастливее, чем в те семь незабываемых лет, и даже сейчас его лицо сияло от прекрасных воспоминаний. Первыми признаками ухудшения здоровья Малеке стали жестокие мигрени, неожиданные обмороки и коротковременные провалы в памяти. Лекари предлагали болеутоляющие средства и отдых, но симптомы не исчезали. Наконец был получен диагноз лучших врачей, практикующих в Норд-Африке, и тогда выяснилось, что у Малеке развивается прогрессирующая астроцитома, злокачественная опухоль мозга, которая очень трудно поддается лечению. Хирургическая операция тоже не могла помочь, поскольку клетки опухоли распространились по всему мозгу. В попытке ограничить развитие недуга были назначены сеансы лучевой терапии и предприняты хирургическое вмешательство и интенсивная химиотерапия. Но Лемеелю сказали, что неоднородный состав опухоли затрудняет лечение. Пока подавляется один тип клеток, другие продолжают разрушать мозг Малеке. Лемеель видел, как его жена тает на глазах, и ничего не мог сделать. Беспомощность стала его проклятием, и тогда он обратился к эзотерическим методам, пытаясь ее спасти, хотя и безуспешно. Но Лемеель не отступал и ради любимой жены был готов на все. Любой шанс лучше, чем бездействие. Лемеель привлек знатоков гомеопатии и натуропатии для проведения поддерживающих курсов лечения плоти. Тогда как знатоки аюрведы изо всех сил старались поддержать ее дух. Были использованы гимнастика цигун, акупунктура, контролируемое дыхание, гипноз и ортомолекулярная терапия, но ничего не помогало. Лемеель не сдавался, его исследования перевели к самым тайным отраслям знаний, и ему пришлось читать тексты и общаться с силами, неподвластными человеческому пониманию. В это время он узнал о своих способностях, а также о тех, кто был способен излечить любые болезни, поднять мертвых и призвать неземные и противоестественные силы. Его ничто не испугало. Ради спасения жены Лемеель не остановился бы ни перед чем. Она умоляла его прекратить попытки спасти ее, но он не слушал. Малека примирилась с близостью смерти, но Лемеель не мог. Он плакал, рассказывая Камиле, как Малека с крыши веранды провожала его в экспедицию в Гималазию, где он надеялся разыскать тайных мудрецов, овладевших всеми секретами тела и духа. Если кто-то и мог помочь, то только они. Он собрал все свои богатства и в сопровождении нескольких спутников поднялся высоко в горы, где всех их чуть не убил гуляющий между вершинами ледяной ветер. Но путешествие оказалось напрасно. Строители имперского дворца давно прогнали мудрецов, даже если они когда-то и жили в этих горах. К тому времени, когда он вернулся, Малека уже умерла. «Она для меня была целым миром», — сказал в заключении Лемеель. «Как жаль!» — вздохнула Камила. «Я ничего этого не знала. То есть я видела ее, когда дотронулась до тебя еще на Акхору, но ничего не поняла. Почему ты никогда не рассказывал нам о Малеке?» Лемеель пожал плечами. «Я не люблю говорить о том, что она умерла. Чем чаще я это повторяю, тем более реальным и бесповоротным становится этот факт. Ты считаешь, что сумеешь это изменить?» «Какое-то время я думал, что смогу», — признался Лемеель. «В некоторых книгах я читал о возвращении мертвых к жизни, но эти указания слишком расплывчатые. Мне ничто не помогало, но потом представилась возможность вступить в Орден Летописцев, и я ухватился за этот шанс и подал прошение назначить меня в Легион Тысячи Сынов. «Почему в Тысячу Сынов?» «Я знал, какие о них ходили слухи», — ответил Лемеель. «А ты?» «Я не прислушиваюсь к слухам», — улыбнулась Камила. «Я их создаю». Лемеель засмеялся. «Туше, моя дорогая, в поисках лекарства для Малеки я наслышался довольной историей о колдовстве Тысячи Сынов. Я слышал передаваемые шепотом истории о том, как много их воинов пострадало от ужасных мутаций, и о том, что Магнус спас свой Легион. И я решил, что, поучившись у них, я смогу вернуть Малеку. «Ох, Лемеель!» Камила взяла его руку и поцеловала. «Поверь, нет никакого возвращения мертвых, я знаю. Я дотрагивалась до трупов и прислушивалась к их жизням, ощущала их любовь и боль. Но во всем этом я ощущала радость от жизни, когда они были живыми и были живы их близкие. В конце концов, это лучшее, на что мы можем надеяться, верно? «Вероятно, ты права», — согласился Лемеель. «Но я так сильно старался». Она знала это. Она видела, что ты любишь ее и стараешься спасти. «Можно я принесу тебе ее вещицу?» — спросил Лемеель. «Возможно, ты сумеешь ее прочитать». «Конечно, все, что в моих силах, чая». «Ты и сама это знаешь», — каким-то сонным голосом произнесла Камила. Лемеель нахмурился. «Ты только что назвала меня Чайей». «Конечно, а что?» «Это же твое имя», — ответила Камила. «Правда, любовь моя?» Рука Камилы бессильно упала на постель, и ее глаза широко раскрылись. У Лемееля перехватило дыхание. Она стала хватать ртом воздух, а левая половина лица вдруг сморщилась, словно его кто-то стиснул изнутри. «Камила!» «Нет!» Ее кулаки сжались, комкая простыню, а тело напряглось, как в эпилептическом припадке. В глазах вспыхнула безумная ярость, а в уголке рта показалась кровь. Потом все тело Камилы изогнулось от боли, а на лице возникло выражение безмолвной мольбы. Лемеель бросился к дверям. «Помогите! Ради трона Терры!» «Помогите!» — кричал он. «Ты их видишь?» — спросил Фозе Сткар. «Да!» — ответил Хадхор Маат. «Увидеть их не проблема. Гораздо сложнее что-нибудь с ними сделать». «Пожалуйста!» — молил Лемеель. «Сделайте хоть что-нибудь!» После того, как он позвал на помощь, в палате Камилы закипела бурная деятельность. Чая вернулась не с медиками и не с техниками для установки каких-нибудь приборов, а с двумя капитанами Легиона Тысячи Сынов. Она представила Лемелю Фозеса Ткара, капитана Второго Братства, и Хадхора Маата, капитана Третьего Братства. Да, у нее точно были хорошие связи с Легионом. Пока Фозес Ткар силой своей мысли удерживал Камилу в неподвижности, невероятно красивый Хадхор Маат обхватил ладонями ее череп. Он прикрыл глаза, но по движению зрачков под веками было ясно, что Астартес пользуется другим зрением. «Их там шесть штук. Они глубоко спрятаны и быстро растут», — сообщил он. «Мерзкие белые твари. Личинки еще не вылупились, но осталось совсем немного. Вы сможете ее спасти?» — спросил Ачая голосом резким, как звук бьющегося хрусталя. «А чем мы, по-твоему, занимаемся?» — сердито бросил Фозес Ткар. «Это хитрые маленькие бестии», — прошипел Хадхор Маат. Он покрутил головой и провел ладонями по черепу Камилы. Органические усики, как якоря, проникли в тело мозга и прицепились к нервным волокнам. «Придется их понемногу выжигать». «Выжигать?» — в ужасе повторил Лемиэль. «Конечно», — сказал Хадхор Маат. «А как иначе я могу от них избавиться? А теперь помолчите». Лемиэль сжал руку Чаи, и она ответила ему тем же. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня они ни разу не встречались, их объединяла любовь к Камиле. По напряженным мышцам на груди и руках было видно, что Камила пытается биться в агонии. Но Фозес Ткар без всяких видимых усилий не давал ей шевельнуться. «Я тебя вижу», — произнес Хадхор Маат и согнул указательный палец, словно ловил рыбу. Лемиэль услышал тошнотворный запах Гарри. «Ты делаешь ей больно!» — закричал он. «Я велел тебе молчать», — гаркнул Хадхор Маат. «Стоит только ошибиться на волосок, и я могу сжечь нервный узел, управляющий работой легких или перекачиванием крови. Я добрался до этой твари и теперь медленно кипячу ее заживо». Он удовлетворенно хмыкнул. «Ага, тебе это не нравится? Пытаешься закопаться глубже. Ладно, посмотрим». Хадхор Маат растопырил пальцы и охватил череп Камилы. Запах горелого мяса усилился, но Астартес продолжал улыбаться. Его манипуляции продолжались не меньше часа, и, наконец, Хадхор Маат кивнул, довольный результатом. «Один, два, три и четыре. Эти готовы». «Ты всех уничтожил?» — спросил Лемиэль. «Не говори глупостей. Это всего лишь усики первого яйца. Эти существа очень упрямы и не сдаются без борьбы. Сейчас яйцо не закреплено, и надо поскорее удалить его, пока не выросли новые щупальца». «Фозисткар! Я его зацепил!» — откликнулся капитан второго братства. Фозисткар поднес руку к уху Камилы и изогнул пальцы, как будто открывал самый сложный из замков. Пальцы у него оказались неправдоподобно гибкими, и Лемиэль с замиранием сердца увидел, как он стал постепенно сжимать кулак. «Сохрани нас, великая инкосазана!» — вскричал Лемиэль, когда из уха Камилы показалось что-то влажное и извивающееся. Существо было похоже на обычную личинку, и ее покрытое слизью тело отчаянно извивалось, безуспешно сопротивляясь невероятной силе Фозисткара. Личинка шлепнулась в подставленную овальную чашку, забрызгав блестящий металл кровью и слизью. От одного взгляда на это существо Лемиэля сразу начало тошнить. «Не окажешь любезность?» — с усмешкой произнес Фозисткар, протянув ему плошку. «О, конечно!» — пробормотал Лемиэль. Он взял плошку кончиками пальцев за самый край и вытряхнул зародыш психноина на выложенный плитками пол больничной палаты. А потом наступил на него ногой и растер до состояния однородной пасты. «Одна есть, осталось еще пять!» — сказал Хадхор Маат, блестя испаренной. «Тем лучше, мне нравятся трудности». За пределами пирамиды апотекариев над Тиской пролился небольшой дождь. Для горожан подобное явление было редкостью, и многие вышли на улицу, чтобы ощутить капли на своей коже. Дети шлепали по лужам и стояли под водосточными трубами, оглашая город веселыми криками. Но дождь затянулся на несколько дней, и каждое утро грозил затопить Тиску. Никто не знал, откуда он взялся. До сих пор построенные на склонах гор технопсихические комплексы вполне справлялись с предсказанием и контролированием климата планеты. Некоторое количество осадков, безусловно, было необходимо для поддержания баланса экосистемы. Но с такими продолжительными ливнями жителям Тиски еще не приходилось сталкиваться. Здания заблестели в потоках воды, а улицы превратились в бурные реки. Горожане обратились с вопросами к тысяче сынов, но никаких разъяснений по поводу внеплановых дождей не последовало. Больше половины капитанов легиона отсутствовали, а остальные ничего не могли сказать. На шестой день на площади Окулюм состоялся импровизированный парад. Толпы людей сбрасывали с себя одежду и ногами скакали под дождем. В Тиске не имелось никаких регулярных подразделений для поддержания порядка. И потому ноги в танцоров пришлось разводить по домам просперианским гвардейцам. На седьмой день несколько участников парада пали жертвами вирусной пневмонии. А к утру следующего дня перед пирамидой апотекариев собрались толпы возмущенных горожан, требующих вакцины. К тому времени, когда гвардии Шпиле удалось восстановить порядок, погибло 63 человека. Остальные разошлись по домам, и над городом повисла мрачная тишина. На девятый день дожди наконец прекратились. Из-за тяжелых туч показалось солнце. Яркий луч осветил Тиску. Окутал ее золотистым сиянием и уперся в горящую урну на вершине колонны, стоявшей в центре площади Окулю. Махавасту Калимак записал, что в город вернулся небесный свет. Глубоко под землей, в отражающих пещерах, этот луч вернулся к своему источнику. Магнус открыл глаз, а Тейм выскочил из его тела, и лезвие, едва соприкоснувшись с воздухом, рассыпалось в пыль. Ареман со вздохом облегчение увидел, как примарх приподнялся. Спустил ноги с белой плиты и энергично заморгал, вглядываясь в сумрак. Пещеру освещало только слабое сияние стен. Из тысячи тралсов в живых осталось только 18, и те были на грани истощения, свет их кристаллов почти погас. «Мой лорд», — заговорил Омон, подавая примарху кубок с водой, — «мы очень рады снова тебя видеть». Магнус кивнул, и Ареман заметил, как побледнела его кожа. Длинные красные волосы слиплись от пота. И Ареману даже показалось, что под полупрозрачной кожей он видит вздувшиеся вены и пульсирующие органы. Но это впечатление было обманчиво. Ареман уже заглядывал в сущность Магнуса. И ничего столь примитивного, как внутренние органы, легкие или печень, в бессмертном теле примарха не было и быть не могло. Фаэль Торон, Утизаар и Аура Магма, безмерно радуясь возвращению своего повелителя, подошли ближе. Только Ареман не сдвинулся с места. Проведенный ритуал вызвал у него противоречивые эмоции. Девять долгих дней они стояли на страже над телом возлюбленного примарха, не спали, не ели и не пили. За все это время они не произнесли ни единого слова, не общались и с оставшимися на поверхности братьями. «Твое странствие не было напрасным?» — спросил Ареман. «Ты добился успеха?» Магнус перевел на него взгляд единственного глаза, тусклого, водянисто-голубого и покачал головой. «Нет, Азик, я думаю, что ничего не добился», — ответил Магнус. «Когда я появился, чтобы спасти брата от бездны, другие уже стояли на готове, чтобы его подтолкнуть». «Другие», — воскликнул Ауромагма, — «кто это?» «Негодяй по имени Эрик, который служит у моего бывшего брата Ларгара. Похоже, что те силы, которые жаждут завладеть Хорусом Луперкалем, уже запустили в него свои когти. Несущие слова уже оказались в рабстве Хаоса». «Легион Ларгара тоже нас предал», — спросил Фаэль Тарон. «Значит, измена глубже, чем мы предполагали». «Хаос», — переспросил Ариман. «Ты говоришь так, как будто это чье-то имя». «Так и есть, сын», — сказал Магнус. «Это изначальный разрушитель, который с самого начала времен скрывается в потаенных глубинах Великого океана. Но сейчас он с бесконечным терпением начинает подниматься на поверхность. Это враг, против которого все должны объединиться, иначе человеческой расе грозит уничтожение. Грядущая война может стать концом всему. Изначальный разрушитель я никогда не слышал о таком», — заметил Ариман. «И я тоже, пока не повстречался с Хорусом и Эребом», — сказал Магнус. Едва заметная вспышка в ауре Примарха повергла Аримана в шок. Магнус обманывал их. Изначальный разрушитель был ему известен. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Утизаар. «Я уверен, что мы должны предупредить императора». Магнус немного помолчал, затем медленно кивнул. «Да, должны», — сказал он. «Если мой отец будет извещен, он сумеет принять меры против Хоруса, пока не станет слишком поздно». «Но разве он нам поверит?» — усомнился Ариман. «У нас нет доказательств». «Теперь у меня есть доказательства», — устало произнес Магнус. «Вы все теперь расходитесь по своим братствам, а я вызову вас. Омон, помоги мне, остальные могут идти». «Ариман», — добавил Магнус, — «направь все силы Корвидов на распутывание нитей будущего. Мы должны узнать как можно больше, ты меня понял?» «Да, мой лорд», — ответил Ариман. «Сделай все, что сможешь», — продолжал Магнус. «Знания надо получить любой ценой». Лемиэль, внезапно проснувшись, увидел стоящего над ним Аримана. Наставник смотрел на него очень серьезно, и Лемиэль немедленно ощутил возникшее в комнате напряжение. Он подавил зевок и вспомнил, что снова заснул у постели Калисты. Ее глаза были закрыты, но спала она или была без сознания, он определить не смог. Камила сидела напротив, и ее дыхание все еще было равномерным, как у спящей. После тяжелого случая с яйцами психноина Камила быстро оправилась и теперь уже обрела прежнюю форму. «Мой лорд», — заговорил Лемиэль, — «что случилось?» Позади Аримана стояли Амон и Ангхуанин, отчего палата вдруг показалась очень тесной. «Вы оба должны сейчас же уйти отсюда», — сказал Ариман. «Уйти почему? Потому что то, что здесь произойдет, вам не понравится». «Я не понимаю». Лемиэль поднялся со стула и решительно подошел к постели Калисты. Камила тоже проснулась и с изумлением глядела на троих Астартес. «Лем!» — воскликнула она, мгновенно почуяв напряженность. «Что происходит?» «Я еще не знаю», — ответил он. «Я не надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием». Ариман не скрывал искреннего сожаления. «Но происходящее событие требует от нас знания будущего. Наши обычные методы получения такой информации в данный момент нам недоступны. Поэтому приходится искать другие пути». «Что вы собираетесь сделать?» «Я не позволю вам причинить ей вред». «Прости, Лемиэль», — продолжал Ариман. «У нас нет выбора. Это должно произойти». «Поверь, я бы хотел, чтобы можно было обойтись без этого». ОМОН подошел к ряду приборов в ореховых корпусах и повернул все регуляторы в среднее положение. Жужжащие над ним шары немного потускнели, и из них высунулись иглы регистраторов информации. «Что вы делаете?» — настойчиво спросила Камила. «Лорд Ариман, объясните, пожалуйста». Ариман ничего не сказал, но его лицо выдавало крайнее смущение. «Вы хотели узнать, что это за приборы?» Ангху Анин взял Лемиэля за руку и легко отодвинул от кровати Калисты, направив к Ариману. «Это блокадеры эфира. Они изолируют мозг субъекта от Великого океана. Мы использовали эти устройства для помощи своим братьям при угрозе перерождения плоти. Это был единственный способ остановить процесс. Разум вашей подруги открыт бурным потоком Великого океана. И если бы не эти машины, его переполнила бы эфирная энергия». «А вы можете перекрыть этот доступ?» Спросила Камила, встав у кровати, словно на страже подруги. Астартес ничего не сказали, но Лемиэль прочел ответ в их аурах. «Могут», — сказал он, «но не сделают этого». «Она и так уже должна была умереть», — прошипел Ангху Анин и оттолкнул Камилу с дороги. «Она обладала уникальной связью с течениями будущего. А нам приходится использовать все имеющиеся инструменты». «Инструменты?» «Так вот, чем вы нас считаете», — возмутился Лемиэль, безуспешно пытаясь вырваться из рук Аримана. «Все это время вы только использовали нас». «Ничего подобного не было», — возразил Ариман, бросив сердитый взгляд на Ангху Анина. «Было-было», — сказал Лемиэль. «Теперь мне все понятно. Вы считаете, что вам все известно, но ваша вера в свои познания ослепила вас. Вы даже не в состоянии допустить, что кто-то другой может знать больше, чем вы». «Потому что это невозможно», — сердито бросил Ариман. «Мы в самом деле знаем больше, чем кто-либо другой. Может так, а может и нет. А вдруг вы что-то упустили? Вдруг не поставили на место какой-то маленький фрагмент мозаики?» «Помолчи», — приказал Ангху Анин. «Мы, архитекторы судеб, а не вы». «А что произойдет, когда вы отключите эти машины?» — спросила Камила. Она поняла, что физически противостоять Астартес бесполезно, и успокаивающим жестом взяла Лемиэля за руку. «Мы послушаем, что она скажет, и таким образом узнаем будущее». «Нет, я вам не позволю», — заявил Лемиэль. «Не позволишь?» — усмехнулся Ангху Анин. «Да кто-то такой, чтобы здесь командовать? Ничтожество!» «Если Ариман научил тебя нескольким трюкам, ты уже воображаешь себя одним из нас?» «Ты смертный, и твои силы, твои способности нельзя даже сравнивать с нашими». «Ариман, прошу тебя», — взмолился Лемиэль, «не делай этого». «Порости, Лемиэль, но он прав. Калиста все равно умирает. А так ее смерть, по крайней мере, принесет пользу». «Вы лжете», — закричал Лемиэль. «Если вы это сделаете, это будет настоящим убийством. С таким же успехом можно просто пристрелить ее. Так было бы честнее». ОМОН снял несколько контактов с головы Калисты и просмотрел показания эфирных блокираторов. Затем кивнул Ариману. «Я все сделал. Несколько блокираторов оставлены, но ее разум открыт для Великого океана. Пока немного, но этого достаточно, чтобы пробудить активность предсказаний». Калиста резко открыла глаза и, мгновенно осознав напряженность, испуганно втянула ртом в воздух. Потом ее губы задвигались, и откуда-то из глубины груди вырвался прерывистый хрип. В палате заметно похолодало. Миллионы стеклянных осколков, миллионы миллионов, все разбито, повсюду осколки. Глаз в стекле, он все видит и все знает, но ничего не делает. Ее глаза закрылись, и дыхание стало глубже. Больше никаких слов не прозвучало. И Ангхуанин, подойдя к кровати, приподнял ее века. «Надо увеличить приток энергии», сказал он. «Мы еще можем чего-то от нее добиться». «Прошу вас», молила Камила, «не надо». «Ариман, она ни в чем не виновата, она не заслуживает такой пытки», крикнул Люмеэль. Астартес не обращали на них никакого внимания. Амон несколько раз щелкнул тумблерами, бронзовые иглы опустились еще ниже. Тело Калисты сильно дернулось, она забила ногами, путаясь в простыне. Люмеэль не хотел смотреть на ее мучения, но не мог отвести взгляд от ужасного зрелища. Калиста вскрикнула, и слова непрерывным потоком хлынули с ее губ. А температура воздуха продолжала падать. «Слишком поздно, волк уже у дверей, он жаждет крови. О, трон! Нет, не крови. Вороны, я их тоже вижу. Потерянные сыновья и вороны в крови. Они молятся о спасении и знаниях, но напрасно. Брат предан. Брат убит. Ужасная ошибка из благородных побуждений. Это не может быть, но должно произойти». Лицо Калисты заблестело от пота. Глаза едва не вылезли из орбит, и каждый мускул ее тела напрягся до предела. Предсказания отняли слишком много сил, и она упала на спину, всем телом содрогаясь в конвульсиях. Лемиэль почувствовал, что хватка Аримана ослабла. Подняв голову, он прочел на его лице сожаление. Тогда Лемиэль попытался расширить свою ауру, чтобы передать Ариману свое сочувствие и боль, вызванную отношением тысячи сынов к Алисте. Эффект получился незначительным, но Ариман обратил на него взгляд, в котором восхищение смешалось со страданием. — На меня это не подействует, — заговорил Ариман. — Ты многому научился, но у тебя не хватит сил, чтобы повлиять на меня. И ты позволишь этому продолжаться? У меня нет выбора. Этого потребовал примарх. — Лем, они убьют ее, — простонала Камила. Ариман повернулся в ее сторону. — Она уже мертва, госпожа Шивани. Затем он кивнул Амону. — Пусть эфир вольется в нее с полной силой. Мы должны узнать все. Советник Магнуса отвернулся к машине и все переключатели поставил в положение ноль. Иглы повисли в воздухе, светящиеся шары мигнули и погасли. Стеклянные шкалы на приборах мгновенно затянуло инием. Лемель ощутил неземной холод. Реакция Калисты последовала мгновенно. Ее спина выгнулась дугой, глаза распахнулись. Из них вырвались лучи ослепительного света, как будто внутри зажглась яркая горелка. Зеленовато-голубой свет залил всю палату, отбрасывая на стены тени от несуществующих предметов. Из горла Калисты вырвались завывания миллионов монстров, и Лемель почувствовал отвратительный запах горящей человеческой плоти. Тело Калисты окуталось густым дымом, и даже Астартес испуганно отшатнулись. Ее плоть вздувалась и пузырилась, падала с костей почерневшими хлопьями, как будто под струей невидимого огнемета. Шипящие брызги летели во все стороны. Кипящий жир стекал ручейками, и тело быстро истончалось. Но она все еще кричала. Она кричала еще долго, после того, как легкие и мозг превратились в обугленные сгустки. Звук, похожий на скрип множества когтей по грифельной доске, вонзался в Лемеля раскаленным ножом. Пронизывал все его внутренности, взвенел в голове с такой силой, что он упал на колени. Камилла тоже кричала, а ее пальцы клещами сжимали руку Лемеля. Затем раздался последний ужасный вопль, и все стихло. Лемель поморгал, прогоняя цветные пятна перед глазами. От запаха горелого мяса, оставшегося в воздухе, у него к горлу подступила тошнота. Лемель боялся смотреть, но он должен был увидеть, что стало скалистой эридой. И он медленно поднялся с колен. От красивой женщины-летописца не осталось ничего, кроме черного силуэта на постели и дымящихся фрагментов отвалившейся плоти, свисающих с кровати длинными тягучими веревками. «Что вы наделали?» прошептал он, и по лицу покатились слезы. «Ах, Калисто, бедная моя девочка! Мы сделали то, что должны были сделать», прошипел Анг Хуанин. «И я не намерен извиняться». «Нет», Лемель повернулся к Камиле и помог ей подняться. «Вам и не надо этого делать. Это было убийство, простое и откровенное». Камилла рыдала, уткнувшись лицом в его плечо и вцепившись пальцами в спину. К ним подошел Ариман. «Я сожалею, друг мой», произнес он. Лемель уклонился от его руки и направился к выходу, заботливо поддерживая Камиллу. «Не прикасайся ко мне», сказал Лемель. «Мы больше не друзья, и я сомневаюсь, что были друзьями раньше». Глава двадцать пятая. «Предупреждение». «Ты был прав». «Слишком близко к солнцу». Магнус сидел в центре отражающей пещеры, позволяя резонансным гармоникам молчащих кристаллов наполнять его душу спокойствием. Его медитации продолжались уже две ночи, и теперь он достиг необходимого спокойствия для совершения следующего путешествия. Он был не один. Девятьсот тралсов заняли определенные места в пещере, держа мерцающие кристаллы, в которые направляли свою жизненную силу. Больше тралсов не удалось собрать, поскольку все те, кто принимал участие в прошлом ритуале, погибли от истощения. Магнус хотел бы, чтобы их было больше, но ему придется обойтись девятью сотнями. Другого выхода не было. Составленное им заклинание требовало жертв. Такого сильного заговора он не употреблял еще никогда. Ни в уединении своего санктума, ни в те дни, когда старался спасти легион от ужасных мутаций. Платой за него должны были стать жизни тралсов. Но эту жертву они приносили добровольно. Их собратья погибли напрасно, поскольку Магнус пытался спасти Хоруса. Эти тралсы умрут ради того, чтобы Магнус смог предупредить об измене императора. И ни один не жалел света собственной жизни ради своего повелителя. Магнус открыл глаз, и Ариман подошел ближе. «Все готово?» спросил примарх. Ариман, одетый во все белое, нес перед собой на вытянутых руках книгу Магнуса, словно драгоценное приношение. Беспокойство Аримана не укрылось от Магнуса. Но из всех воинов лишь ему одному можно было доверить чтение заклинания, поскольку только Ариман обладал достаточной ясностью мышления и прочной связью с исчислениями, позволяющей с абсолютной точностью воспроизвести заговор. «Да, мой лорд», ответил Ариман, «но я хочу спросить еще раз, нет ли другого пути? Почему ты сомневаешься во мне, сын?» «Нет, я вовсе не сомневаюсь в тебе», поспешно заверил Ариман примарха. «Но я внимательно изучил магическую формулу. К таким мощным силам мы еще не прибегали, последствия падут только на меня», прервал его Магнус. «А теперь делай так, как я прошу». «Мой лорд, я всегда готов повиноваться, но заклинания для входа в чуждую сеть путей требуют заключения сделки с самыми ужасными существами Великого океана, существами, чье имя переводится как демоны». «Ариман, от тебя мало что может укрыться, но все же есть вещи, о которых ты еще не знаешь. Тебе, как никому другому, надо понять, что демон – это бессмысленное слово, придуманное глупцами, которые не знают, с чем имеют дело. Давным-давно я познакомился с силами Великого океана, которые считал затонувшими концептуальными материками, но со временем понял, что это огромные средоточия разума, существа настолько могущественные, что они затеняют самые яркие звезды нашего мира. Вот с такими существами можно договариваться. «Но что может понадобиться столь могучему созданию?» спросил Ариман. «И можно ли быть уверенным, что подобная сделка будет прибыльной?» «Я уверен в этом», решительно ответил Магнус. «Мне уже приходилось заключать с ними соглашение, и это ничем не отличается от предыдущих. Если бы мы смогли сохранить врата на Акхору, в данном заклинании не было бы необходимостей. Я мог бы просто войти в сеть и выйти из нее на Терри». «При условии, что на Терри тоже есть врата», заметил Ариман. «Безусловно, они там есть, иначе зачем бы отцу возвращаться на Терру и продолжать исследование?» Ариман кивнул, но Магнус видел, что его продолжают терзать сомнения. «Сын мой, другого пути у нас нет, и мы уже говорили об этом раньше». «Я помню, но меня пугает то обстоятельство, что приходится прибегать к запретным силам, чтобы предупредить императора. Поверит ли он информации, доставленной таким способом?» «А ты хочешь, чтобы я доверился превратностям остротелепатии?» «Ты же знаешь, какими ненадежными могут быть интерпретации. Я не могу доверить сообщению такой важности простым смертным. Только я обладаю достаточной силой, чтобы переместить свою сущность в лабиринт чужаков и добраться до Теры с известием о предательстве Хоруса. А чтобы отец мне поверил, я должен говорить с ним напрямую. Он должен убедиться в четкости моих видений и должен узнать все, что знаю я. Передача сообщения через третий, четвертый или пятый руки посредников только ослабит впечатление от известий, и тогда будет поздно что-то предпринимать. Вот поэтому остается только один путь. Значит, мы должны это сделать», заключил Ариман. «Да, должны», подтвердил Магнус. Он поднялся с пола и вместе с Ариманом прошел к центру, где точно под площадью Окулиум висело бронзовое устройство. Магнус посмотрел сквозь зеленый кристалл, словно надеясь увидеть Теру. «Это опасное путешествие», признал он. «Но если кто-то и способен его осуществить, то это ты», закончил за него Ариман. Магнус улыбнулся. «Ты присмотришь за мной, сын?» «Обязательно», пообещал Ариман. Магнус почувствовал, как мир вокруг него стал исчезать и тогда стряхнул свою телесную оболочку, подобно змее, стряхнувшей старую кожу. Древние, наблюдавшие за поведением этих существ, верили, что они владеют секретами бессмертия и называли их именами заведения для исцеления. И по сей день символом апотекариев является кадуций с двумя змеями, которые обвиваются вокруг его рукоятки. Узы плоти остались позади, и Магнус сформировал свою сущность в сверкающую стрелу, направленную с Проспера на Теру. Остановившись на этой мысли, он через площадь Окулюм взмыл в небеса. Его световое тело было прекрасным творением, несравнимым с плотской тяжестью, какой довольствовались смертные. Но энергия заклинания уносила его все дальше, и Магнус выбросил из головы посторонние мысли. Он ощущал слова Аримана, слова древних колдунов Терры, обволакивающие его светящееся тело и энергию тралсов, подпитывающих его своими жизненными силами. Это опасное заклинание, и никто другой не осмелится им воспользоваться. Темнота космоса раступилась, и перед ним открылись бурлящие потоки Великого океана. Магнус радостно засмеялся, приветствуя знакомые энергетические волны и течения, принявшие его, словно давно отсутствующего друга. Среди сверхновых он стал яркой звездой, а остальные по сравнению с его божественным сиянием мерцали кусочками янтаря. В Великом океане он мог быть чем угодно. Здесь не существовало никаких запретов, и было возможно все. Он мчался сквозь вздымающиеся валы света, света и безымянных измерений, а мимо него проплывали миры. Бурлящий хаос эфира был сферой действия титанических сил, способных одним движением мысли создавать или разрушать целые вселенные. Сколько же триллионов потенциальных жизней родилось или подверглось уничтожению, пока он об этом думал? Он спешил к своей цели, словно самая невероятная комета, когда-либо летавшая среди звезд, и даже хищники старались убраться с его дороги. Они узнавали его, и в царстве, где свет творения горел в каждом дыхании, его ослепительное сияние внушало им страх. Стагнация для Магнуса была равносильно проклятию. Для процветания любой жизни требовалось движение по ступеням эволюции, и перемены являются составной частью жизни любого существа, от мельчайшего одноклеточного организма до лучезарного ангела, заключенного в грубую оболочку человечности. Его благородный замысел разбрасывал искры силы, создававшие вдоль пути примарха призрачные миры и видения. А в головах тех, кому посчастливилось находиться вблизи его маршрута, рождались новые философии и направления мышления. Курс полета изменился, блуждающая мысль повернула его в обход чудовищно темной тени, колоссальной массы огромного существа, что шевелилось в глубине великого океана. В неясных воспоминаниях Магнус ощутил проблеск узнавания, но подавил его небольшой вибрацией, наславшей кошмарные видения на воинственное племя дикого мира, куда вскоре должна была прибыть 392-я экспедиционная флотилия. В Великом океане не существовало никаких ориентиров. Его топография постоянно менялась, но сама изменчивость цвета и света этого ландшафта была знакома Магнусу. Ему уже приходилось проплывать над этой отмелью, и примарх резко свернул, чтобы взять нужный курс. По его сверкающему телу прошла незначительная рябь, и Магнус понял, что погибла первая группа тралсов. Огоньки их душ погасли, а он потерял часть своей невероятной скорости. «Держитесь, сыны мои», прошептал он, «осталось немного». Цель его была близка. Он это чувствовал. Та же самая легкая вибрация потоков Великого океана, которая привела его на Акхору. Она была совсем слабой, как далекий стук сердца, почти заглушенный рокотом множества боевых барабанов. Создатели сети, исполненные эгоизма, постарались сберечь свое творение только для себя, не принимая во внимание то обстоятельство, что время их господства во вселенной подходило к концу. Даже на закате созданной ими империи они ревностно хранили свои секреты. Магнус почувствовал, что один из тайных путей совсем рядом и открыл внутренний глаз, взглянув на сверкающую материю Великого океана во всем ее великолепии. Тайные капилляры сети ксеносов проявились расходящимися лучами расплавленного золота, и Магнус поспешно свернул к ближайшему пути. Расстояние здесь не имело особого значения, так что едва намерение Магнуса оформилось, он уже закружился вокруг золотого луча. Магнус сконцентрировал свою энергию и метнул в сеть серебряную молнию. Десятки тралсов погибли в то же мгновение, но мерцающая пелена, окутывающая луч, осталась невредимой. Магнус обрушил кулаки на эту непроницаемую стену, уничтожая дюжины тралсов при каждом ударе. Но все было бесполезно, все напрасно, он не может попасть внутрь. Магнус понял, что его великолепный замысел под угрозой, и вопль разочарования разнесся по самым далеким уголкам Великого океана. А потом он ощутил его, уловил присутствие поблизости каких-то титанических сил, словно по океану двигался целый континент древнейшего разума. Перед глазами появились сполохи бесконечного спектра, более величественные и яркие, чем самое яркое полярное сияние механику. Такое извержение света и энергии даже Магнусу показалось невероятным. Его звучание было шипящим, словно течение песка через воронку часов. Он обладал шириной и глубиной, но не имел ни начала, ни конца. Как будто звук вечно существовал вокруг него и никогда не умолкнет. Существо говорило не словами, а энергией. Оно окружило его и свободно, без скрытых мотивов предложило помощь. Поистине Великий Океан был полон противоречий, и в его бурных, изменчивых потоках уживались и добро, и зло. Насколько одни его обитатели были существами злобными и опасными, настолько другие излучали великодушие и альтруизм. Вопреки убеждениям большинства людей, там существовали силы, незараженные и скверные, и те, у кого хватало силы знаний, могли ими воспользоваться. Таких одаренных личностей пока было немного, но при содействии адептов, подобных Магнусу, человечество получало шанс шагнуть в золотой век исследований и овладения знаниями. Магнус пополнил свои запасы предложенной энергией и ринулся внутрь золотистой сети. Стена раступилась, издав пронзительный стон, похожий на крик боли. Немедленно мгновение примарх определил маршрут до Терры и устремился вперед. В глубине планеты, откуда вышла раса, в настоящее время считавшая себя господствующей в галактике, пульсировала и сотрясалась от активной работы огромная пещера. Зал, высотой в несколько сотен метров, а шириной в сотни раз больше, был наполнен гулом работающих механизмов и бесконечно воспроизводимым озоном. Когда-то это помещение служило имперской тюрьмой, но его назначение уже давно сменилось. По всему залу стояли машины невероятной мощи и сложности, уникальные устройства, которые могли поставить в тупик даже самых одаренных адептов механику. Помещение производило впечатление лаборатории, принадлежащей самому блестящему из всех ученых мира. Все здесь свидетельствовало о великих делах, а еще невыявленных потенциалах и оказавшихся несбыточными мечтах, воплощенных в реальность. В одном конце зала имелось несколько массивных золотых дверей, как будто ведущих к самым секретным укреплениям. Над автоматическими створками располагались огромные резные символы, сросшиеся близнецы, грозный стрелец, ревущий лев, весы правосудия и некоторые другие. По проходам между машинами, словно кровяные клетки по венам живого организма, двигались тысячи техноадептов, сервиторов и техножрецов, а в десяти метрах над полом размещался центр всей деятельности, золотой трон. От этого огромного, похожего на машину сооружения, целая сеть кабелей уходила в широкий, герметично закрытый портал в противоположной стене зала. О том, что находилось за этой дверью, было известно только одному существу, обладавшему высочайшим интеллектом и невероятными силами, равных которым не было во всем мире. Это существо, облаченное в золотые доспехи, восседало на золотом троне, и своим могучим разумом направляло очередную стадию великого проекта. Это был император. И хотя многие в этом зале видели его уже на протяжении многих жизней, никто о нем больше ничего не знал. Столь блестящей личности невозможно было подобрать ни другого титула, ни другого имени. Окруженный высокопоставленными притарианцами и самыми доверенными помощниками император сидел и ждал. Но неприятности всегда наступают неожиданно. Золотой портал вспыхнул своим собственным внутренним светом, как будто с другой стороны металл раскалился от невидимой горелки. Огромные автоматические орудия, установленные по периметру зала, подняли стволы и переключились в боевой режим. Произошла перегрузка некоторых цепей и между машинами стали проскакивать миниатюрные молнии. Адепты бросились прочь от двери, они не знали, что за ней находятся, но были достаточно сообразительны, чтобы предпочесть бегство. Из оплавленного металла вырвались потрескивающие энергетические разряды и испепелили тех, кто не успел убежать. Высеченные в камне символы взорвались с резкими хлопками, и наконец все источники света в зале, рассыпая тучи искр, погасли, а результаты нескольких столетий работы были безвозвратно уничтожены. При первых же признаках тревоги кустодии императора схватились за оружие, но к тому, что произошло дальше, их не могла подготовить никакая тренировка. В проеме показалась массивная красная фигура, объятая пламенем. Она ворвалась в зал, разбрасывая языки огня. Существо, состоящее из подвижных потоков света и звездного вещества, распространяло сияние, слепившее всех окружающих, и при виде его многочисленных глаз никто не мог избавиться от сознания собственной смертности. Столь ужасного видения еще никому не приходилось видеть, а настоящее сердце этого существа было таким могучим, что билось только в специально созданной плоти. Один лишь император узнал великолепного ангела, а узнав, сильно опечалился. «Магнус», произнес он, «Отец», откликнулся Магнус, их мысли встретились, и в этот момент тесного контакта галактика изменилась навеки. На площади Окулюм, как обычно, кипела бурная деятельность, хотя в аурах продавцов и покупателей Элюмиэль отмечал оттенки необъяснимого страха. Они торговались более ожесточенно, чем прежде, но в глазах читалась усталость, а обычные препирательства звучали весьма мрачно. Возможно, причиной тому стали беспорядки, произошедшие две недели назад. Никто так и не смог объяснить внезапное неистовство жителей города, не знавшего волнений уже несколько столетий. Элюмиэль и Камилла сидели на кованой железной скамье между Гордиевым бульваром и улицей Дедала, наблюдали за спешившими по своим делам прохожими и притворялись, что все идет как обычно, как будто они не знали, что живут в мире воинов, считавших людей своими игрушками. После смерти Калисты прошло две недели, и большую часть этого времени они провели вдвоем, оплакивая погибшую подругу и стараясь примириться с создавшейся ситуацией. Было рассказано множество историй, поролито много слез, и проведена переоценка ценностей. И в конце концов они пришли к общему заключению. «Она считала этот мир раем», сказала Камила, прислушиваясь к неестественному смеху парочки людей, рука об руку прогуливающихся в тени окулюма. «Мы все так считали», откликнулся Люмиэль. «Я даже не хотел, чтобы тысяча сынов получили новый приказ. Я хотел остаться здесь и учиться у Аримана. И посмотри, к чему это привело». «Ты не виноват смерти Калли», воскликнула Камила и взяла его за руку. «Даже не смей так думать». «Я и не думаю. Я виню Аримана. Пусть он и не нажимал на кнопки и не отключал приборы, но он знал, чем все это кончится и ничего не сделал, чтобы предотвратить ее смерть». Еще некоторое время они сидели молча и наблюдали за толпой. «Ты уверен, что он придет?» спросила Камила. Лемель кивнул. «Придет. Он хочет этого не меньше, чем мы». Камила отвела взгляд, и Лемель заметил в ее ауре тень сомнений. «Мы ведь оба этого хотим, верно?» «Да», поспешно ответила Камила. «Говори», попросил он, «Сейчас мы как никогда должны быть честны друг с другом». «Я знаю, что ты прав, и пора, но ты не хочешь улетать без чая», закончил вместо нее Лемель. «Не хочу», призналась она. «Ты считаешь, что это глупо?» «Нет, это не глупо, я тебя понимаю, но стоит ли ради этого умирать? Я и сама еще не знаю». Камила вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Я думала, может позвать ее с нами, но это ее мир, и она не захочет его покидать». «Я не стану тебя уговаривать, ты ведь видела все, что видел я». «Да», кивнула Камила, блеснув влажными глазами. «Это разобьет мне сердце, но я принял решение». «Хорошая девочка», похвалил ее Лемель, а себя упрекнул в том, что так долго не замечал очевидной истины. Камила махнула рукой в сторону улицы Дедала. «Посмотри, похоже, это твой приятель». Из-за угла появился Паланкин, покачивающийся на плечах сервиторов, и двинулся в их сторону. Широкоплечие мускулистые сервиторы были одеты в багряные балахоны и серебряные шлемы. Толпа мгновенно расступалась перед таким роскошным экипажем, и вскоре Паланкин остановился перед Люмиэлем и Камилой. Из-за бархатных портьер показалась голова маховасту Калимака. Затем снизу выдвинулись бронзовые ступени, и песец спустился на землю. «Великолепный экипаж!» — воскликнул Люмиэль, испытывая невольное восхищение. «Пустая трата времени, к тому же только подчеркивает, насколько я стар. Недовольно буркнул маховасту, присаживаясь на скамью рядом с Камилой. Но Собик настаивает, чтобы я передвигался только так и щадил по ладони Камилы своей рукой, похожей на высохшую ветку дуба. «Я сожалею о гибели госпожи Ириды», сказал он. «Она была чудесной девушкой. Это настоящая трагедия». «Вовсе нет», резко бросил Люмиэль. «Если бы она умерла от болезней или вследствие несчастного случая, это было бы трагедией, но ее убили, просто убили». «Понятно», вздохнул маховасту. «Есть что-то, чего я не знаю». «Астартес тысячи сынов выжгли ее дотла», сказала Камила. «Они использовали ее дар, и она умерла ради того, чтобы они смогли уловить отблеск будущего. Но все было напрасно», она говорила загадками. «А я слышал, с ней случился припадок в кафе, это верно?» «Да, с этого все и началось», сказал Люмиэль. Он скачил и стал ходить взад и вперед перед скамьей. Маховасту, они ее «Ну что ты хочешь от меня услышать?» «Да, ты был прав. Легион тысячи сынов проклят. Если хотя бы половина того, что наговорила Калиста правда, этот мир обречен, и нам пора отсюда улетать». «Ты хочешь покинуть Проспера?» спросил Маховасту. «Очень хочу». Маховасту кивнул. «И ты с ним согласна, госпожа Шивани?» «Да», ответила она. «Когда Ангхуанин отталкивал меня от постели Калисты, я уловила часть его воспоминаний, отрывистые фрагменты из того, что произошло между ним и остальными капитанами. Это была кратковременная вспышка, не более того. Но они узнали нечто такое, что их пугает. Происходит что-то очень страшное, и чем дальше мы будем от тысячи сынов, тем лучше для нас». «А у вас есть какие-нибудь идеи, как это сделать?» спросил Маховасту у Лемиэля. «Есть», ответил он. «Как раз сейчас на орбите находится грузовой транспорт Каприа-Селена. Экипаж заканчивает заправку топливом и припасами и готовится к полету на Транкс. Отправление назначено через неделю, и к тому времени мы должны попасть на корабль». «И как ты собираешься это сделать?» поинтересовался Маховасту. «Экипаж будут проверять, а законных оснований взойти на корабль Лемиэль позволил себе улыбнуться. «Не беспокойся», сказал он. «Я научился парочке трюков, которые нам помогут». Книги со смятыми и порванными страницами усеяли пол осенним листопадом. Модель звездной системы сломана, и астрологические карты сорваны со стен. Глобус Проспера разбит, и осколки охристо-желтых континентов лежат на полу в перемешку с голубыми фрагментами его океанов. В покоях Магнуса пронесся разрушительный ураган, но виной бездумного разгрома был непосторонний вандал и неприродная катастрофа. Автор хаоса, опустив голову на руки, так и остался сидеть на корточках посреди руин. Белые одеяния Магнуса покрылись пятнами и измялись. Кожа увяла от нескольких недель пренебрежительного забвения, а тело согнулось от непереносимого горя. За его спиной валялись обломки книжных полок и деревянные мебели. В комнате не осталось почти ничего целого. Зеркала потрескались и превратились в мозаику. Запыхавшись от своего буйства, Магнус поднял голову. Но физическая усталость была здесь ни при чем. Дыхание перехватывало от сознания масштаба учененных им разрушений, и разум цепенел от ужаса невосполнимых потерь. Только одна вещь избежала разгрома. Тяжелая кафедра из чистого железа, которой была прикована книга Магнуса. Гримуар всех его достижений, составленный из подробнейших записей Маховасту Калимака. Достижений. Это слово комом стало у него в горле. Все его достижения оказались прахом и ложью. Все было напрасно, и все разваливалось быстрее, чем он успевал строить. Магнус поднялся во весь рост, но его тело утратило прежнее величие, словно основная его часть осталась на Терри после стычки с отцом. Момент мысленного контакта получился возвышенно ужасным. Он увидел себя со стороны чудовищный огненный ангел смерти, несущий гибель всем смертным, которым не посчастливилось оказаться в досягаемости его взгляда. Только отец узнал его, поскольку сам вдохнул в него жизнь и не мог не узнать собственное творение. Магнус в одно мгновение познал себя, и это обожгло его душу и сокрушило сердце. Он намеревался предупредить отца, донести до него все, что видел и все, что узнал, но все это не имело значения. Никакие его слова не могли перевесить или исправить колоссальную ошибку посещения Терры. По сравнению с тем разгромом, который он по незнанию учинил в лаборатории, предательство Хоруса отошло на второй план. Обереги, хранившие дворец сотни лет, были уничтожены в один миг, а волна психической энергии убила тысячи людей, и еще сотни впали в безумие и покончили с собой. Но это было еще не самое худшее. Хуже всего было сознание собственной ошибки. Все, в чем он был уверен, оказалось обманом. Он считал, что превзошел отца в подчинении сил Великого океана. Он поверил в то, что научился управлять его могуществом. Но на развалинах величайшего труда своего отца он постиг истину. Ключом всему был Золотой Трон. Извлеченный из погребенных руин, из недр самой бесплодной пустыни, он был тем естественным магнитом, который мог открыть тайну течения варпа и набросить на них сеть. Теперь от него остались лишь обломки, и невероятно сложные стабилизаторы и варп-амортизаторы расплавились в однородную массу. Между Императором и Магнусом произошел безмолвный разговор. Было выявлено все, что сделал Магнус и открыто все, что планировал Император. Примарх увидел себя сидящим на Золотом Троне, использующим его невероятную мощь, чтобы направлять человечество к господству над Галактикой. Он должен был стать избранным инструментом Отца для достижения окончательной победы, и ему было непереносимо больно, что его бездумная высокомерие разрушила эту мечту. Лишен на его воле заклинание, которое влекло Магнуса к Терри, утратило свою силу, и он ощутил зов плоти. Он не противился ему и позволил своей сущности улететь по Золотой Сети к тому разрыву, который он так легкомысленно сделал в ее ткани. Там уже собрались огромные стаи хищников варпа, клубящаяся армия бесформенных монстров и кровожадных созданий, которые жили только за счет разрушения. Магнуса сжигал стыд за пролитую им кровь, и ему было все равно. Он пронесся по неподчинившимся времени глубинам Великого океана и очнулся в отражающих пещерах в самом центре обители мертвых. Не осталось живых ни одного тралса, и даже их тела его заклинание иссушило до ветхой оболочки. Его встретил только Ариман, но и тот выглядел изможденным до предела. Со слезами на глазах Магнус бросился прочь от места своего преступления и почти бегом устремился к пирамиде Фатепа, игнорируя все вопросы Аримана. В одиночестве среди обманчивых результатов многовековых исследований его зрение затянулось кровавой пеленой. Он нередко высмеивал Ангрона за его припадки неистовой ярости, но после учененного разгрома не мог не признать, что такое буйство доставляет некоторое удовлетворение. Магнус поднялся и вышел из разгромленного кабинета. Он стыдился потери контроля над собой и хотел прояснить мысли. Стеклянная дверь на балкон тоже была разбита и под ногами захрустели выпавшие осколки. Магнус оперся локтями на балконное ограждение, позволяя прохладному ветерку шевелить его волосы и ласкать кожу. Далеко внизу как будто ничего не произошло. Тиска жила своей жизнью и ее обитатели еще не ведали какую он уготовил им судьбу. Они ничего не знали, но над их миром уже нависло возмездие. Он не догадывался в какой форме последует кара, но вспоминая речь императора на Никее опасался самого худшего. Люди ходили по площади Окулем и улице Тысячи Львов, собирались в парках и у фонтанов во множестве имеющихся в восточном самом густонаселенном районе города. На севере виднелся порт, обнесенная стенами территория на нижних склонах горы, полого спускающаяся к заливу. Дальше тянулось побережье с золотистыми пляжами, уходящими в пустоши. Над восточными отрогами возвышался Акрополь Магнум, скальный выступ с расположенной на нем крепостью, давно обратившейся в руины. На самой высокой точке скалы была установлена статуя Магнуса, отмечавшая место, где он сделал свои первые шаги в этом мире. Как бы он хотел вернуться в тот момент? У подножия Акрополя обосновались десятки театров с высеченными в скалах ярусами, и на каждом мраморном просцениуме с важным видом расхаживали актеры. На равнине поднималось пять идеально круглых куполов, построенных по правилам золотого сечения. В древние времена они служили храмами, но теперь использовались в качестве спортивных арен и тренировочных площадок. Пейзаж дополняли многочисленные казармы гвардии шпилей Проспера, и, глядя на них, Магнус ощутил особо сильный укол сожаления. Эти мужчины и женщины должны умереть только потому, что им довелось родиться на этой планете. Горизонт прерывался пирамидами братств. Их вершины поднимались над золотистым городом граненными хрустальными стрелами. Солнечные лучи весело плясали в гранях хрусталя. Когда-то давно он все это видел, но тогда принял видение за аллегорию. Теперь он знал истину. И все это обратится в пепел, печально произнес Магнус. Вовсе не обязательно раздался позади него чей-то голос. Сердитый выговор замер на губах Магнуса. Когда он обернувшись понял, что в его покои никто не входил, он сам произнес эти слова. Вернее, его модификация. Зеркало, висевшее у двери, было разбито, но в медной раме еще осталось множество осколков, и в каждом из них мерцало отражение его глаза. В одном фрагменте он был насмешливым, в другом сердитым, в третьем и любопытным, в четвертом надменным. В каждом из них таилось скрытое удовольствие. Все глаза были разного цвета, и все уставились на него. Зеркало, ты и теперь пытаешься воспользоваться моим тщеславием, произнес Магнус, испытывая ужас от зловещего признаменования. Я же говорил, что это лучшая приманка для ловушки, сказали отражение целым хором дребезжащих голосов. Теперь ты должен признать, что это правда. Ты только этого и добивался, спросил Магнус, увидеть мое унижение. Унижение? Ни в коем случае воскликнули отражения, словно оскорбленные этим предположением. Ты всегда был нашим фаворитом, Магнус. Разве ты этого не знал? Фаворитом для чего? Для осуществления вечного хаоса, уничтожения и перерождения, бесконечного созидания и разрушения, которое длилось всегда и будет продолжаться неизбежно. Да, ты всегда был для нас первым, а Хорус всего лишь заметили в тебе огромный потенциал, но даже после того, как мы зацепили твою душу, ты был слишком сильным, и пришлось использовать запасной вариант. В отраженных глазах появилась отеческая улыбка, но я всегда знал, что когда-нибудь ты станешь нашим. Пока ваш легион притягивал к себе все подозрительные взгляды, мы повсюду сеяли свои семена, и за это я тебе благодарен. К тому же слепец зажег первый огонь пожара войны, хотя пока этого еще никто не видит. Кто ты, спросил Магнус, возвращаясь в свой разгромленный кабинет. На разбитых стеклах уже появился иней, и дыхание превращалось в белые облачка пара. Ты знаешь, кто я такой, ответили отражения, или, по крайней мере, должен это знать. Один из отраженных глаз стал вращаться в осколки зеркала, а затем превратился в огненную змею с радужными глазами и яркими крыльями. То самое чудовище, которое Магнус убил под горой Накхору. Чудовище стало снова меняться, принимало различные мерцающие формы, пока Магнус не увидел перед собой огромную изменчивую тень из великого океана. Когда-то я назвался тебе Харонзоном, обитателем бездны и демоном рассеяния, но полезные ярлыки, которые навешивают на меня смертные. Они утрачивают смысл, как только кто-то их произносит. Я существовал с самого начала времен и останусь до конца вселенной. Имена не имеют для меня значения. Мне подходит любое имя и ни одно не отражает моей сущности. На несовершенном наречии твоей неоперевшейся расы ты можешь называть меня Богом. Ты был одним из тех, кто помог мне спасти легион. С замиранием сердца сказал Магнус. Спасти нет. Я только отсрочил их судьбу, ответила тень. Но сегодня отсрочка заканчивается. Нет, скричал Магнус, пожалуйста, только не это. Надо платить за то время, что я подарил твоим сыновьям. Ты знал об этом, когда принимал в подарок мою силу. Пора выполнять условия сделки. Я не заключал сделку, возразил Магнус. По крайней мере, не с таким, как ты. Нет, ты это сделал, рассмеялись глаза. Когда ты в отчаянии призывал на помощь в глубинах варпа, когда молил спасти твоих сыновей, ты слишком близко подобрался к солнцу, Магнус. Ты предложил свою душу, чтобы спасти их. И это обещание пора выполнять. Тогда заберите меня, заявил Магнус. Оставьте мой легион, и пусть они и дальше служат императору. Они ни в чем не виноваты. Они испили из того же источника, что и ты, сказали глаза. И почему ты хочешь, чтобы они служили человеку, который тебя предал? Человеку, который показал тебе источник неограниченной силы, а потом запретил им пользоваться? Что это за отец, если он открывает дверь в мир полный чудес, а потом приказывает не переступать порог? Этому человеку, который планировал воспользоваться твоей плотью, чтобы спасти от разрушения свое тело. Отражения в стекле дрогнули, и Магнус увидел золотой трон, окутанный множеством молний, а на троне отчаянно вопил обгоревший и истерзанный труп некогда могущественного существа. Вот какая судьба была тебе уготована, сказала зеркало. Навеки быть прикованным к машине, в которой заключена душа императора, и испытывать невыносимые мучения ради его эгоистических целей. Смотри и познай истину. Магнус попытался отвести взгляд, но не сумел превозмочь ужас от увиденной картины. Почему я должен верить каждому твоему слову? Твоя судьба и так тебе известна, и зачем мне что-то приукрашивать? Загляни в варп и поищи своего врага. Он и его боевые псы уже в пути. Если не веришь мне, поверь себе. Магнус закрыл глаз и бросил свой разум в потоке Великого океана. Его волнение сегодня было особенно сильным, и ревущие волны вздымались с отчаянной яростью. Повсюду царил хаос, и лишь один узкий проход оставался спокойным. В нем Магнус уловил отзвуки множества душ. Он сосредоточился на этой жизненной силе и увидел, в каком обличии идет к нему судьба. В душе закипел неудержимый гнев. Глаз открылся, и под действием этой примитивной и прозаической ярости руки Магнуса окутались ослепительно-белым пламенем. Вся комната мгновенно заполнилась огнем, превращая любые предметы в залу. Ярость примарха испепеляла не только дерево и бумагу. Все, что осталось от посленедавнего приступа отчаяния, уничтожил его гнев. Над вершиной пирамиды взметнулся стол привущего огня, а на землю посыпались осколки лопнувших стекол. Огненная колонна, затмившая светильник на вершине пирамиды перидов, приковала к себе все взгляды в тиске. Только книга Магнуса осталась нетронутой и ее страницы не пострадали от смертоносного жара. От зеркала тоже ничего не осталось, кроме пузырящейся лужицы расплавившегося стекла. Ты можешь его уничтожить, сказало исчезающее отражение в жидком стекле. Скажи только слово и я разбросаю их корабли, так что они никогда не отпищут друг друга. Нет, крикнул Магнус и упал на колени, уронив голову на руки. Никогда! Магнус не помнил, сколько прошло времени, но вдруг услышал, как дверь в его покое распахнулась настежь. Подняв голову, он увидел в дверях Утизаара, ошеломленного видом разгромленной комнаты. За спиной Утизаара выстроился отряд тайных скоробеев. Визор каждого воина пересекала вертикальная полоса, закрывавшая правую линзу шлема. Магнус слышал об этой традиции, появившейся после Совета в Никее, но видеть перед собой свидетельство их преданности было непереносимо больно. Утизаар сквозь слезы заговорил Магнус, убирайся отсюда. Мой лорд воскликнул Утизаар, бросаясь к Магнусу. Магнус предостерегающим жестом поднял руку. После всего, что он увидел, после всего, что сказал ему чудовищный бог варпа, он боялся, что не сдержит своего горя. Его мрачные мысли с окрушительным ударом обрушились на Утизаара. Магнус старался скрыть их от молодого телепата, но было слишком поздно. Утизаар все узнал. «Нет!» крикнул Утизаар, содрогаясь от мучительной агонии предательства. «Этого не может быть! Ты! Это правда! Скажи, что это не так! Что ты сделал? Что теперь будет?» Магнус ощутил тяжесть на сердце и проклял себя за такую непростительную оплошность. «Это правда, сын мой! Все правда!» Он видел, как взглядом Утизаар умоляет его сказать, что это было шутка или какое-то жуткое испытание. Как бы не хотел Магнус уберечь своих сыновей от грехов их отца, он ничего не мог поделать. Он так долго обманывал себя и своих воинов, что не мог пренебречь этим последним шансом открыть истину. И не важно, какими будут последствия. «Надо предупредить легион», прошептал Утизаар. Развернувшись на месте, он принялся отдавать приказы тайным скоробеям. «Мобилизовать гвардию шпилей Проспера и перевести флотилию на военное положение, объявить призыв среди гражданского населения, не способных воевать, срочно эвакуировать в отражающие пещеры». Магнус тряхнул головой, и перед Утизааром и его воинами возникла непреодолимая стена, преграждающая выход из обгоревших покоев примарха. «Мне жаль, Утизаар, очень жаль», сказал Магнус, «но я не могу позволить тебе этого сделать». Утизаар начал поворачиваться к нему, но Магнус, не дожидаясь, пока сын посмотрит ему в глаза, лишил его жизни. Глава двадцать шестая «Хороший ученик, моя судьба в моих руках, рассредоточение». В воздухе ощущался сильный привкус соли. Устойчивый бриз приносил его с моря, и Лемиэль, вспомнив о просторных побережьях Норд-Африки, ощутил резкий укол ностальгии. Вода давным-давно ушла от его дома, но обнажившееся дно и запахи долго еще напоминали о море. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Сегодня ему потребуется концентрация всех сил. В порту тиски было полно народу, потные грузчики, водители, сервиторы и механики подъемников. До старта каприо-силена с орбиты оставалось четыре часа. И последние приготовления к отправке корабля шли полным ходом. Грузовики, танкеры с водой и горючим, тележки с багажом осторожно передвигались по многолюдной площадке, и звуковые сигналы едва не заглушали гул двигателей. Пассажирские и грузовые шаттлы, доставлявшие последние партии грузов, пассажиров и членов экипажа, с пронзительным воем взмывали вверх и наполняли воздух запахом раскаленного металла. На поверхности Проспера осталось лишь несколько мелких судов, и предстартовое волнение достигло предела. Нервы Лемиэля натянулись, как тетива лука. По всей территории порта расхаживали патрули гвардии шпилей Проспера, а дежурные администраторы проверяли и перепроверяли пропуска и разрешения. Рядом с Лемиэлем, скромно сложив перед собой руки, шла Камила в длинном изумрудном платье с низким вырезом и черным кружевом по рукавам и корсажу. Она долго отказывалась надевать наряд аристократки, но Лемиэль сумел ее убедить, что спутница пожилого Патриция не может появиться в другой одежде. А пожилой Патриции в этот момент полулежал в своем паланкине, украшенном шелковой парчой и бархатными занавесями, украденными в доме, где они жили. Маховасту Калимак, одетый в изысканный костюм, печально опустив голову, постукивал эбонитовой тростью по витым стокам паланкина и совершенно не был похож на высокомерного аристократа Стерры. Только Лемиэль был избавлен от необходимости прибегать к маскировке. Он остался в одежде летописца и представлялся личным песцом Маховасту и Евнухом Камилы. При планировании проникновения на борт Каприа Селена эта последняя деталь вызвала у друзей немало насмешек. Правда, самому Лемиэлю было не до смеха. Позади маленькой группы шла целая команда носильщиков. Девять сервиторов, нагруженных кофрами, где были собраны все записи, наброски и гримуары, созданные Маховасту Калимаком за годы службы у Магнуса. Лемиэль убеждал его оставить все это, но старик наотрез отказался. Прошлое должно быть сохранено. История есть история, и не им судить, что запомнится, а что будет предано забвению. Я не способен сжигать книги, заявил Маховасту, и на этом дискуссия закончилась. На территорию порта они прошли без труда, поскольку столетия мирной жизни и распространяющиеся по лишили жителей Проспера чрезмерной подозрительности. А как же мы сумеем это сделать, спросила Камила. Это были ее первые слова за утро, поскольку накануне она пережила бурную сцену, когда сообщила Чае о своем решении уехать. Доверься мне, ответил Лемиэль, я знаю, что делаю. Ты все время это говоришь, но ни разу не сказал, что именно собираешься предпринять. Я и сам не узнаю, пока не наступит подходящий момент. Очень обнадеживающе. Лемиэль, понимая причину раздражения Камилы, предпочел не отвечать. Они продолжали путь, стараясь избегать широких проездов, поскольку по ним к погрузочным отсекам подъезжали отряды солдат и экипажа. А основную часть территории порта занимали высокие ангары, складские бункеры и заправочные башни. И друзьям приходилось петлять между ними, чтобы попасть к серебряным платформам, расположенным на самом берегу. На стоянках осталось еще десяток шаттлов, последних, которым предстояло отправиться на транспортный корабль. Это последняя возможность выбраться с Проспера. Лемель направился к посадочной площадке, когда еще два шаттла, взвы реактивными двигателями, стали подниматься в небо. Сервиторы с усиленными мускулами без жалоб продолжали нести свой груз, и Камила держалась рядом с паланкином маховасту, безуспешно стараясь сохранять равнодушный вид. Все продолжали необычный спектакль, но только Лемелю удавалось держать себя так, словно он имел все основания подняться на борт, готового к старту корабля. Это не сработает, предрекала Камила. Сработает, настаивал Лемель, должно сработать. Ничего не получится, нас остановят, и мы застрянем на Проспера. С таким отношением мы впрямь ничего не добьемся. Лемель начал терять терпение. Лемель, Камила, маховасту приоткрыл занавеску паланкина. Я понимаю, что мы все очень напряжены, но если вам не трудно, заткните свои чертовы глотки. Лемель и Камила одновременно остановились, пораженные грубостью пожилого летописца. Взглянув на маховасту, Лемель понял, что тот выглядит ничуть не меньше растерянным, чем они сами. Простите мое сквернословие, сказал маховасту, но мне показалось, что это единственный способ восстановить спокойствие. Ваши перепалки не приведут ни к чему хорошему. Лемель глубоко вздохнул. Ты прав, согласился он, прости меня, дорогая. Я тоже прошу меня извинить, Лемель, сказала Камила. Лемель кивнул, и они продолжили путь. Спустя некоторое время друзья добрались до входа на посадочную платформу перед стоянкой шаттлов. Здесь и был расположен пропускной пункт, поскольку даже жители Проспера сознавали необходимость проверок в столь опасном деле. Выход к шаттлам охранял патруль гвардии Шпилей Проспера, а служащий в голубой форме проверял удостоверение личности каждого, кто проходил на посадку. Теперь мы узнаем, чему ты научился, заметила Камила. Лемель кивнул. Будем надеяться, что я был хорошим учеником. Они подошли к пропускному пункту, и Лемель протянул скучающему контролеру пачку листов, вырванных листов. Написанные там слова не имели никакого смысла, но это и к лучшему, поскольку служащий не сможет на них сосредоточиться. Контролер нахмурился, и Лемель решил, что пора действовать. Лорд Асока Биндусара и леди Кумарадеви Чандра прибыли для посадки на борт Каприо-Селена, заговорил Лемель, стараясь внедрить в ауру клерка уверенность, которой сам не испытывал. Я их скромный слуга и писец. Будь добр, подскажи, который из оставшихся челноков роскошнее отделан. Лемель слегка наклонился и принял заговорщический вид. Мой хозяин привык к роскоши на Проспера, и нам всем не поздоровиться, если корабль не будет похож на дворец. Надеюсь, ты меня понимаешь? Контролер продолжал хмуро рассматривать бумаги. Еще немного, и он обнаружит обман, и поймет, что у него в руках ничего не стоящие листки. Лемель очищал, как бюрократическое мышление клерка пытается определить значение каждого слова, и усилил натиск на его ауру. Призвав на помощь все свое воображение, Лемель представил бумаги в виде посадочных пропусков для трех пассажиров и их багажа. Контролер отчаялся разобраться в бумагах Лемеля и сверился с собственным блокнотом. «Я не вижу в списках ваших имен», сказал он, удовлетворенно вздохнув. «Проверь, пожалуйста, еще раз», попросил Лемель, подойдя ближе, чтобы быть услышанным в вое двигателей еще трех стартовавших шаттлов. Он отчетливо ощущал у себя за спиной панику Камилы и Махавасту и старался усилить давление, но и сам начинал понимать, что ничего не выйдет. И вдруг позади раздался удивленный возглас, и Лемель почувствовал, как всех их накрыло успокаивающей пеленой одобрения. По остекленевшим глазам клерка он понял, что и на него это тоже подействовало. За спиной послышались чьи-то шаги, и раздался женский голос. В список пассажиров в последний момент были внесены изменения. Эти люди мои гости на борту корабля». Лемель улыбнулся, увидев, что Чая положила руку на локоть контролера, и ее влияние изменило его ауру. «Похоже, что психическими способностями в той или иной мере обладали все обитатели Проспера, и Лемель оставалось только удивляться, как это он не заметил эти способности раньше». «Верно», произнес клерк, явно испытывающий необъяснимые сомнения. «Теперь я вижу, уверенность Чая усилилась, и контролер кивнул солдатам, охранявшим ход. Он проштамповал багажные квитанции на все их кофры, а затем протянул Лемелю посадочные жетоны, на каждом из которых в центре был выгравирован открытый глаз. «Мой господин тебя благодарит», сказал Лемель, направляясь к воротам. Как только контролер и его солдаты скрылись из виду, Камила бросилась к Чае, обняла ее и расцеловала. Мы продолжали обниматься, пока Моховасту не начал деликатно покашливать. «Ты пришла», воскликнула Камила, не обращая внимания на слезы, изрядно попортившие ее макияж. «Конечно пришла», ответила Чае. «А ты думала, я позволю тебе улететь без меня? Но вчера вечером...» Чае тряхнула головой. «Вчера вечером ты ошеломила меня своими роковыми предсказаниями, а твое решение уехать меня испугало. Я не хочу покидать Проспера, но если ты считаешь, что здесь произойдет что-то плохое, я с этим смирюсь. До сих пор ты никогда не ошибалась. Кроме того, я люблю тебя и не хочу с тобой разлучаться». Камила вытерла слезу рукавом роскошного платья, ничуть не заботясь о том, что на нем остались пятна. «Я знаю, здесь произойдет что-то страшное», сказала она. «Я тебе верю», нервно хихикнула Чая. «Кроме того, если ты ошибешься, мы всегда сможем вернуться». Лемель кивком указал на челнок, которому их направил контролер. «Надо поторапливаться», сказал он, «Наш челнок последним уходит на корабль». Их разношерстная группа торопливо двинулась к стоянке, где еще оставался продолговатый серебристый лихтер. Друзья сначала попали в тень его широких крыльев. Затем под плоским грузовым отсеком прошли к трапу, по которому надо было подняться в кабину. Лемель позволил себе торжествующе улыбнуться. Камилла и Чая шли к лихтеру, болтая, хихикая и держась за руки. Даже маховасту немного повеселел. Но улыбки мгновенно покинули их лица, когда послышался требовательный окрик. Стойте, оставайтесь на месте. Лемель оглянулся посмотреть, в чем дело, и его сердце превратилось в глыбу льда. В их сторону шагал отряд гвардии шпилей Проспера во главе с капитаном. Плохо дело, пробормотал он. Тебе нечего меня бояться, Омон, сказал Магнус. С тех пор, как я ступил на поверхность Проспера, ты был мне самым верным слугой. Не хочу показаться неблагодарным, мой лорд, но мне кажется, юный Утизаар тоже так думал, ответил Омон, осторожно пробираясь по разгромленному кабинету. Седые волосы Астартес были подстрижены почти наголо, а его кожа напоминала старинный пергамент. Омон встал на колени рядом с телом Утизаара и прикоснулся ладонью к треснувшей и обгоревшей пластине нагрудной брони. Вокруг Утизаара лежали странно изогнувшиеся тела воинов тайных скоробеев, почерневшие и обуглившиеся, как будто их уничтожил тот же огонь, который сжег библиотеку Магнуса. «Расскажи мне, что произошло», попросил Омон. Магнус, не желая встречаться взглядом, со своим старым другом опустил голову. Капитан Девятого Братства ни в чем его не обвинял, да ему и не надо было этого делать. Магнус так остро ощущал свою вину, что увеличить ее тяжесть не могли ничьи упреки. Он убил Утизаара неделю назад и за эти дни почти поддался стремлению к самоуничтожению и обратил свои силы против себя. Многие воины, опасаясь самого худшего, пытались войти в его покои, но до сих пор Магнус не позволял им этого сделать. Он посмотрел на сильно съежившийся труп Балика Утизаара и тяжело вздохнул, сожалея о страшной потере. «Это была непростительная оплошность, которую нельзя было допускать», сказал он. «Но он узнал слишком много, а я не мог позволить ему уйти». Узнал о чем. «Пойдем со мной», предложил Магнус, «я тебе покажу». Омон поднялся и вслед за Магнусом вышел на балкон, нависавший над белым городом. Магнус чувствовал настороженность Омона, но не мог его за это винить. Он был бы глупцом, если бы не испытывал беспокойства. А за все долгие годы, прошедшие с момента их первого знакомства, у Магнуса ни разу не было Магнус взглянул в полуденное небо. «Поднимайся в великий океан и следуй за мной», велел он. Омон кивнул, закрыл глаза, и тогда Магнус позволил своему световому телу освободиться от плоти. Заботы реального мира сразу же стали легче, хотя совсем игнорировать их он не мог. Тиска из нагромождения белого мрамора превратилась в мерцающий драгоценный камень, состоящий из десятков тысяч огоньков душ, которые называли это место своим домом. «Какие же они хрупкие», прошептал Магнус, хотя пока еще некому было услышать его слова. Спустя некоторое время рядом с ним возник теплый свет Омона, и они стали подниматься в ярко-синее небо. Постепенно синева сменилась темнотой, и наверху словно фосфорисцирующие стрелы зажглись звезды. Они продолжали подъем, и вот темнота превратилась в многоцветные вихри Великого океана, и оба странника с радостью ощутили, как его течения омывают их эфирные тела. Магнус показал путь среди водоворотов, отыскивая цель, известную только ему одному. Омон, его преданный друг и любимый сын, следовал за ним. Вскоре они добрались до спокойной заводи, которую Магнус увидел неделю назад. При виде огромной флотилии из высоких боевых кораблей, вытянутых ударных крейсеров и чудовищных сооружений, называемых боевыми боржами, Омона охватил ужас, который не мог укрыться от Магнуса. Сотни кораблей уже приближались к Проспера. Они шли под разными флагами и несли на себе разные эмблемы, но их объединяла одна цель уничтожения. Впереди виднелся хищный силуэт, похожий на кинжал, вышедший из ножен, чтобы сразить злейшего врага. Серый, снабженный острыми клыками монстр, ощупывал звезды узкими прорезями бойниц и рассекал глубины Великого океана, похожим на лезвие носом. «Это то, о чем я думаю?» спросил Омон. «Да», подтвердил Магнус. Они подплыли вплотную к устрашающему судну. Защитные поля, удерживающие на расстоянии хищников варпа, не могли повлиять на таких опытных странников, какими были Магнус и Омон. Метр за метром они стали погружаться в слои адамантиевой брони. Проходили сквозь опоры и частые переборки, пока не оказались в самом сердце корабля. Старшие офицеры флотилии собрались, чтобы спланировать уничтожение всего, что было дорого Магнусу. И два жителя Проспера слушали их дискуссию. Магнус был заранее к этому готов, но для Омона это стало настоящим откровением, и вспышка его эфирного поля послала заряд раздражительности, которого хватило на весь экипаж. «Но почему?» спросил Омон. «Потому что я был неправ. В чем?» «Во всем», ответил Магнус. «Я высокомерно полагал, что знаю все, чему ты хотел меня научить. Ты предупреждал меня о богах Варпа, а я смеялся, называя тебя старым суеверным глупцом. Теперь я сам во всем убедился, поскольку повстречался с одним из них, и считал, что победил его, но я ошибался. Омон, я совершал ужасные вещи, но поверь, я делал все это с благими намерениями». Омон проплыл дальше, командующему этим кораблем. Убийцы с глазами цвета стали в золотых доспехах, стоявшему на приподнятом помосте. Внизу выстроился отряд воинов в той же броне. «Совет Никеи», воскликнул Омон, «они по праву назвали нас колдунами». Боюсь, у них были для этого все основания, хотя я только сейчас начинаю это понимать. «И из-за этого мы обречены на страдания». Магнус кивнул, и сквозь металлическую оболочку корабля снова выплыл в бурные потоки Великого океана. Омон не отставал от него, и оба странника вернулись на Проспера. Открыв глаза и увидев знакомые виды тиски, оба перевели дыхание. «И легион ничего не знает об этом?» спросил Омон. «Ничего», подтвердил Магнус. «Никто не может сквозь нее ничего увидеть, даже корвиды. Пришло время тысячи сунов узнать, что значит быть слепым». «И так, наше наказание приближается», сказал Омон. «Что произойдет, когда кара нас постигнет?» «Ты слишком добр, друг мой», ответил Магнус. «Это мое наказание». «Но оно пойдет, и на всех нас», заметил Омон. «Я еще раз спрашиваю, что будет, когда они доберутся до планеты?» «Ничего, мы ничего не можем сделать. Всегда можно что-то сделать. Мы можем их уничтожить раньше, чем они подойдут к планете», прошипел Омон, сжимая руку Магнуса. Магнус покачал головой. «Дело не в том, можем мы защитить себя или нет. Конечно можем. Дело в том, должны ли мы это делать». «А почему нет?» воскликнул Омон. «Мы тысяча сынов, и для нас нет ничего невозможного. Для нас нет потайных троп и скрытых судеб. Прикажи корвидам заглянуть за пелену будущего. Паваниды и рапторы могут увеличить силы наших воинов, а периды будут жечь наших врагов, и акинейцы прочтут мысли их командиров». Магнус, слыша в словах Омона лишь страстное желание нанести упреждающий удар, едва не впал в отчаяние. «Неужели ты не слышал, что я сказал?» вскричал он. «Я не стану драться, потому что именно этого ждут те, кто мной манипулировал с самого первого моего дня на Проспера. Они хотят, чтобы я с оружием в руках восстал против своей участи и тем самым подтвердил все, что говорят наши противники». Омон отсутствующим взглядом смотрел вдаль на тиску и по его щекам текли горькие слезы утраты. «До твоего появления на Проспера я часто видел один и тот же кошмар», сказал он. «Мне снилось, что все, что мне дорого, было разрушено и уничтожено. Это видение преследовало меня долгие годы, но когда ты упал в наш мир яркой кометой, кошмары прекратились. Я больше никогда не видел этого сна и убедил себя, что это был лишь всплеск атовистической памяти из древней ночи, но теперь я знаю, что это не так, все, что мне дорого, будет разрушено». Магнус повернулся к Амону. «Несмотря на все, что я сделал, моя судьба в моих руках», сказал он, «Я верный сын императора и никогда ему не изменю, я и так уже разбил его сердце и уничтожил величайшее творение, я приму свою судьбу и хотя история может заклеймить нас предателями, мы будем знать истину, мы будем знать, что остались верными до самого конца, потому что покорились своей судьбе». Гвардейский капитан подошел к друзьям, и Лемель попытался мысленно проникнуть в его ауру и успокоить офицера, его собственный испуг сильно осложнял задачу, но прежде чем Лемель успел что-то предпринять, он понял, что аура капитана не сулит им никаких осложнений, а потускнела от глубокой печали. Приглядевшись внимательнее, Лемель узнал широкоплечего гвардейца в тщательно отглаженном мундире с золотым шитьем. В этот момент капитан снял шлем, и надежда Лемеля на благополучный «Капитан Витара?» произнес он. «Да, мастер Гамон», ответил Сахем Витара, капитан 15-го пехотного полка Параспорианской гвардии. «Я надеялся, что успею поговорить с вами до отъезда». «До отъезда?» переспросил Лемель, удивленный, что их еще не заковали в наручники, чтобы вернуть в тиску. В лихтере уже закрывали грузовой люк, и через несколько мгновений судно должно было подняться в воздух. «Да, я чуть не упустил вас, поскольку ваших имен не было ни в одном из путевых листов». «Верно», виноват, улыбнулся Лемель, «их там и не должно было быть». «Но я рад, что все-таки вас нашел». «Но почему?» спросила Камила, «В чем дело?» Молодой человек смущенно пожал плечами, не в силах подобрать подходящего объяснения, а потом выпалил все одной торопливой тирадой. «Я не знаю точно, что произошло с Калистой, но совершенно уверен, что она не хотела здесь оставаться». Лемель с большим трудом удалось сохранить спокойствие перед лицом столь очевидного расстройства. «Она хочет, чтобы вы увезли ее отсюда», закончил капитан Витара. Лемель и Камила тревожно переглянулись. «С этим могут возникнуть трудности», осторожно заметил Лемель. «Я понимаю, что все это кажется бессмысленным», продолжил Витара. «Но она сказала, что хотела бы покинуть Проспера вместе со своими друзьями». «Она тебе так и сказала?» спросила Камила, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы исключить недопонимание. «После своей смерти весь облик Витары свидетельствовал о его крайнем смущении и нерешительности». «Я думаю, что это было именно так», ответил он. «Видите ли, вчера вечером я грезил о Калисте». «Она сидела рядом со мной в парке Фиорента, и мы любовались закатом над озером. Мы не разговаривали, а просто сидели обнявшись. Когда на следующее утро меня разбудил сигнал побудки, рядом с кроватью была записка, в которой говорилось, что я должен быть на посадочной площадке точно в это время. Я не помню, чтобы писал ее, хотя почерк определенно мой, но слова, вероятно, принадлежат Калисте. Она хотела, чтобы я пришел сюда и передал вам вот это». Витара взял из рук одного из своих солдат бледно-голубую вазу и протянул ее Лемиэлю. Это был простой керамический сосуд, наподобие урн, в которых хранится пепел дорогих людей. Лемиэль принял урну и грустно улыбнулся. «Знаешь, мне кажется, что ты абсолютно прав. Калиста действительно приходила к тебе прошлой ночью, и я, как ее друг, обязательно выполню ее волю». «Ты считаешь, все это так и было?» «Да», заверил его Лемиэль, чувствуя, как светлеет его печаль. «Я в этом уверен». Витара отдал честь. «Благодарю тебя, мастер Гамон. Я буду скучать по Кали, но если она этого хочет, я не имею права противиться ее воле». «Ты благородный человек», сказала Камила и шагнула вперед. «Запечатлела на щеке капитана легкий поцелуй. Я понимаю, почему Калли полюбила тебя». Витара улыбнулся и кивнул на трап Лихтера, где члены экипажа нетерпеливо ждали, когда можно будет закрыть люк. «Вам лучше поторопиться», сказал он. «Нельзя допустить, чтобы Каприа Селена ушла без вас. В конце концов, время и прилив не станут ждать людей». «Правда не станут», сказал Лемель, пожав руку Витары. Сервиторы уже загрузили в Лихтер все их чемоданы и Махавасту выбрался из Паланкина. Камила помогла почтенному песцу подняться по трапу, а капитан увел гвардейцев с посадочной площадки. Лемель последовал за своими друзьями. Когда экипаж закрывал люк, он успел, как ему казалось, бросить последний взгляд на Проспера, но в этом он ошибался. Каприасилена подняла якорь точно по расписанию и с плавной грацией отошла от стоянки. От центрального причала орбитального дока в пространство устремились многочисленные серебристые стрелы и на орбите стало тесно от многочисленных военных кораблей. Боевые боржи тысячи сынов покидали свои стоянки и отправлялись в дальние уголки галактики, а следом за ними от Проспера удалялись эскадрильи боевых крейсеров. Управление этим громадным балетом требовало немалого мастерства. Фатеп возглавил армаду, мощи которой хватило бы на то, чтобы уничтожить всю планету, направляясь к дальнему краю звездной системы. Аанг-Тауи, наследник Проспера и Кемерия, уводили такие же флотилии в противоположные концы владений тысячи сынов. Приказ рассредоточить космический флот пришел с пометкой о высшей степени тревоги, и боевые группы отправились к местам назначения на предельной скорости. Ни один из капитанов не знал причин тревоги, но им были даны строжайшие инструкции не открывать последующих приказов, пока они не доберутся до цели. Всем командирам кораблей было совершенно ясно, что подобная расстановка сил ослабляет защиту Проспера, но никто не осмеливался поставить под сомнение прямой приказ Примарха. Какой бы ни была цель подобного маневра, им не подобало задавать вопросы. Их единственным долгом было выполнение приказов. При движении на орбите военные корабли имели преимущество перед гражданскими судами, так что Каприа-Селена транзитный коридор был предоставлен только через 6 часов после старта. После чего старший штурман наконец-то вывел корабль в открытый космос и отдал приказ запустить плазменные двигатели, чтобы добраться до пункта варп-перехода. Оттуда, если на то будет воля варпа, до системы Транкс оставалось 3 недели пути. Направление старта оказалось удачным, и вместо 4 дней Каприа-Селена достигла безопасной дистанции от звезды Проспера за трое суток. Корабельный навигатор подтвердил, что течения в варпе спокойны, насколько это возможно, и старший картограф проводил последние проверки координат для варп-прыжка, чтобы передать их в модуль навигатора. Лемель и Махавасту болтали о своих будущих планах под огромным куполом смотровой площадки, а Камилла и Чая, взявшись за руки, прислушивались к обратному отчету, доносившемуся из громкоговорителей, висевших на отделанных деревом стенах. Из прозрачного купола, расположенного над кормовой частью корабля, прекрасно просматривался весь его корпус, уходящий вперед на 60 километров и заканчивающийся тупым носом. Для судна, предназначенного для перевозок огромных запасов боеприпасов, солдат и громоздкого военного оборудования, Каприо-Селена отличалась почти роскошными условиями. Все четверо легко приспособились к жизни на борту, тем более, что каюты, предоставленные им сбитым с толку клерком, явно предназначались для высокородных пассажиров. «Примерно через два месяца ты уже будешь на Терри», сказал Лемиэль Махавасту, «вернешься в Утаарпату и займешься составлением каталогов, найденных в развалинах записей. Как я слышал, комплектование фондов новой Александрии закончилось, но должны быть и свежие поступления. Они сильно сглупили бы, отказавшись от твоей помощи». «Возможно», согласился Махавасту, тяжело опираясь на эбонитовую трость с золотой ручкой, украшенной нефритовым глазом. «Хотя боюсь, я слишком старт для таких переживаний». «Чепуха», возразил Лемиэль, «ты еще полон жизни». «Ты очень добр, Лемиэль», сказал Махавасту, «но я думаю, что, скорее всего, сосредоточусь на своих воспоминаниях, на тех, которые смогу собрать. Я бы с радостью их почитал. Наверное, с большей радостью, чем я буду их составлять». Лемиэль не стал отвечать, а только улыбнулся. К ним подошли Камила и Чая. В обзорном отсеке собралось около шестидесяти человек, желающих понаблюдать за погружением корабля в Варп. Всех их объединяло любопытство, смешанное с немалой долей страха перед таинственным царством Варпа. «Если бы они только знали», подумал Лемиэль. «Они предпочли бы зажмуриться, лишь бы не заглядывать туда, где царят ужасающие силы». «Осталось совсем немного», сказала Камила. «Да», согласился Лемиэль, когда обратный отсчет достиг одной минуты. «Мне уже почти жаль расставаться с этим миром». Изображение за стеклом замерцало, нарушенное обширными лепестками пустотных щитов, активированных перед Варп прыжком. «Теперь уже скоро», Камила взяла Лемиэля за руку. «И все будет кончено», сказал он. До перехода оставалось 33 секунды, как вдруг раздался вой сирены. Механический голос сменился пронзительным воем помех. На стенах зажглись красные лампы аварийного освещения. «Что происходит?» воскликнул Махавасту. Лемиэлю нечего было ответить, но признаться в своей неосведомленности он не успел. За бортом Каприа Селена вспыхнул призрачный мерцающий свет. Яркий луч пожелтевшим когтям разорвал ткань реальности. Из прорехи хлынуло сияние, прогнавшее темноту вокруг огромного транспорта. Разрыв становился все шире и шире, а слепительные лучи потустороннего света хлистали из него во все стороны, словно кровь из раны. В клубящемся водовороте появился огромный силуэт, похожий на нож мясника. Первым вышел боевой корабль хищных очертаний с серо-стальным корпусом, из которого угрожающе торчали артиллерийские батареи и торпедные люки. Носовая часть имела форму лемеха, но в его облике не было ничего мирного. Этот корабль предназначался для войны. Вытянутая форма и гладкие очертания выдавали в нем межзвездного охотника, убийцу кораблей. Вслед за первым кораблем и сияющего разрыва реальности стали выходить другие суда. Золотистые, серебряные и такой же мрачной раскраски, как флагман. Лемель уже видел этот корабль в небе над Саракопутом в скоплении приют Ковчега. Это же воскликнул он. К несчастью, да, подтвердил Махавасту. Я тоже об этом подумал. Вам знаком этот корабль? Спросила Камила. Это Храфнкель, пояснил Махавасту. Флагманский корабль Лемона Русса. Глава 27 Гром Сфенриса. Огромные потери. Канис Вертекс. Первые бомбы флотилии космических волков обрушились на Проспера перед рассветом. Станции орбитальной обороны были застегнуты врасплох. Дежурные овгуры молчали до последнего момента. И вдруг появилась колоссальная флотилия, и по объектам планетарной защиты ударили залпы торпед. Большая часть станции подверглась уничтожению еще до того, как было заряжено хоть одно орудие или активизированы лазерные пушки. Те, кому посчастливилось пережить первый залп, погибли через несколько мгновений. Гигантская армада, больше не опасаясь наземной артиллерии, спустилась до высокой орбиты и заняла геостационарную позицию над Проспера. На поверхность нацелились тысячи орудий, энергетические установки, ускорители массы и бомбардировочные пушки. Корабли передвигались плавно и неторопливо, словно круизные лайнеры на прогулке среди звезд. Атаку открыл Храфенкель, вонзив когти легенного света в планету. Спустя несколько мгновений его поддержала вся остальная флотилия. Несмотря на то, что Магнус держал легион в неведении относительно приближающегося возмездия Императора, члены Братства Рапторов установили и поддерживали над тиской Каин щит. Никто не мог незаметно убрать эту защиту, даже Магнус Красный. Первым признаком неминуемой атаки стал ветер, подувший, казалось, прямо с неба, придавивший город, как придавливает духота перед штормом. Ветер принес запах металла и горящего масла. С вершин пирамид рассыпались искры статических зарядов. Между серебряными башнями стали проскакивать огни, словно город превратился в лабораторию безумных магасов. Предрассветную мглу разогнал яркий свет над низко нависшими облаками, а потом раздался оглушительный треск, как будто прогремел гром, но молний еще не было. Остатки тишины взорвал грохот сверхзвуковых ракет. И те жители Тиски, кто еще спал, быстро вскочили с кроватей под грохот разрывных снарядов. Первый энергетический заряд, словно указующий перст, уперся в землю к северо-востоку от Тиски. Он угодил почти в центр бухты, где располагался порт, и поднял к небу пятикилометровый столб перегретого пара, образовавшегося из морской воды. Через мгновение последовало еще несколько взрывов, сопровождающихся ослепительными вспышками и новыми соляными гейзерами. На побережье налетели валы обжигающего тумана, съедающего плоть портовых рабочих до самых костей. В атмосфере зажглись огненные штрихи инверсионных следов. Море взволновалось от взрывов и обрушилось на берег пенными бурунами. В грибовидных взрывах исчезали целые отроги гор. Магматические бомбы стирали с лица планеты древнейшие вершины и засыпали ущелья обломками скал. Земля дрожала от рукотворного грома, неустанно долбившего поверхность, как будто кто-то огромным молотом забивал сваи. Все больше и больше боевых кораблей присоединяли к атаке на планету мощь своих орудийных башен, сравнимых по величине с громадными зданиями. Сплошная бомбардировка целого сектора давала основания полагать, что на город упало достаточно снарядов, чтобы сравнять его с землей, но тиска держалась. Каин щиты рапторов были лучшей защитой, на какую мог рассчитывать город. Тверже, чем самый крепкий адамантий и прочнее, чем щиты, невидимый зонтик поглощал всю энергию ударов, хотя воинам, его поддерживающим, приходилось платить за это страшную цену. В тиске уже давно никто не спал, и жители высыпали на улице своего любимого города, в растерянности и недоумении, глядя в небо. Но в пределах видимости никаких разрушений не наблюдалось, и потому страха почти не было. Удивленно приоткрыв рты, люди смотрели на ослепительные следы энергетических залпов в небе над городом, и черные клубы дыма с языками огня от артиллерийских снарядов, падающих на Каин щиты. Поднятые по тревоге отряды гвардии шпилей пытались убедить жителей разойтись по домам, но мало кто соглашался пропустить столь увлекательное представление. Магнус Красный тоже смотрел, как над городом бушует огненный шторм, и из его единственного глаза скатилась слеза. Взрывающиеся в воздухе зажигательные снаряды уже выжгли все облака, и небо приобрело кроваво-красный оттенок. Земля вокруг тиски умирала, снаряды превращали леса в пепел, а возникшие пожары бесследно уничтожали луга, и цветущие районы за несколько минут становились бесплодными пустынями. Пустоши Проспера теперь оправдывали свое название. «Теперь я понимаю, что ты чувствовал, отец», прошептал Магнус, ощущая, как в его руках накапливается и рвется наружу энергия эфира. Призывая известные только ему тайные уровни исчислений, Магнус старался сохранять спокойствие. Это его судьба, и он принял ее. Магнус не мог отказаться от своего благородного намерения, сполна расплатиться за совершенные ошибки, несмотря на то, что ему этого очень хотелось. Он смотрел, как снаряды с грохотом рвутся над щитом рапторов. «Я здесь», прошептал Магнус, глядя в небо, «да свершится твоя воля». Зал, расположенный под самой вершиной пирамиды Корвидов, был окутан просачивающимися сквозь камни ароматными клубами дыма, сладковатыми, пахнущими кипреем и кедром. Покровы наклонных стен постоянно колыхались от горячего ветра снаружи, а непрестанный грохот взрывов мешал Ариману сосредоточиться на высших уровнях исчислений. Он сидел перед столом Корвидов, широкой овальной глыбой хрусталя, в центре которой, словно расширенный зрачок, находился кристалл черной шпинели. Этот камень был вырублен в отражающих пещерах первым магистром храма Корвидов и с тех пор использовался членами братства как фокус для предсказаний. Хрусталь покоился над поверхностью зеркального бассейна с темной и спокойной, несмотря на сотрясающуюся землю водой. Ариман мигнул от неожиданности, заметив в глубине хрусталя призрачный блеск молодого месяца. Непредсказуемый в своих откровениях хрустальный символ молчал уже несколько недель, и даже самые одаренные Корвиды были не в состоянии уловить хотя бы намек на будущие события. Ангху Анин и Ариман не раз пытались заглянуть за пределы Проспера, но их видения оставались пустыми, и световые тела не могли проникнуть в Великий океан, словно что-то заслоняло Проспера от остального мира. А потом на них ураганом грохота и снарядов обрушилась бомбардировка. Едва на поверхность планеты упали первые бомбы, Корвиды собрались в нижнем уровне пирамиды, готовые к войне. Тиска еще не пострадала, но это был лишь вопрос времени. Планета вокруг города погибала. Вскоре невидимые враги поймут, что им придется высадиться на поверхность и постараются сломить сопротивление тысячи сынов. Но кто же эти таинственные враги? Кто лишился разума настолько, чтобы атаковать легион Астартес в его домашнем мире? Но что еще более важно, как такой колоссальной флотилии удалось незаметно подобраться к планете? Прежде чем отдать боевой приказ, Ариману требовалось получить ответы на эти вопросы, и потому он снова сосредоточился на кристалле и обратился к источнику всех знаний на Проспера, Магнусу Красному. Никто не видел Примарха вот уже несколько недель, но огненный столб из его пирамиды можно было наблюдать из любого района города. Жители Тиски были охвачены смутными опасениями, и теперь Ариман мог понять, чем это вызвано. «Мой лорд, твои сыновья нуждаются в твоем руководстве», произнес Ариман, черпая энергию у Айт-Пио, чтобы передать послание через хрустальный глаз. В последние часы Айт-Пио стал его постоянным спутником. Хранителя даже не надо было вызывать, он почти все время шелестел крыльями над его головой, и Ариман воспользовался его силой, чтобы направить свою мысль в пирамиду Фотепа. В хрустале появились резонансные волны, поскольку в высших залах других братств слышались настойчивые запросы информации от всех капитанов, кроме Утизаара. В глубине хрусталя замерцало слабое сияние, и кристалл в центре стал казаться жидким. «Сыны мои!» раздался в мозгу Аримана голос Магнуса. Он прозвучал резко и отрывисто, поскольку проходил через кристалл. Настал самый мрачный час для нашего легиона, но вместе с тем это будет час нашего триумфа. Ариман почувствовал радость своих собратьев. До сих пор он и сам не сознавал, насколько сильно скучает по голосу отца, но он быстро заставил себя сосредоточиться на сути дела. «Мой лорд, что происходит?» спросил Ариман. «Кто на нас напал?» «Лемон рус со своими волками», спокойно ответил Магнус, словно давно этого ожидал, а с ним отряды Кустодис и сестер безмолвия. Известие настолько ошеломило Аримана, что он едва не утратил связь с исчислениями. Даже с помощью Айпио ему потребовались колоссальные усилия, чтобы захранить объективное восприятие. «Но почему? Чем мы заслужили такую кару?» «Не вы», ответил Магнус. «Это я навлек на нас катастрофу, это моя судьба». «Мы должны организовать оборону, прежде чем они запустят свои десантные корабли», сказал Фозисткар. «Мы не в состоянии долго поддерживать Кайн щит, и так уже потеряно много воинов». «Так сверни его, сын», сказал Магнус. «Волки уже на пути к планете». «Ну тогда эти предатели скоро узнают, что значит атаковать тысячу сынов», прошипел Калофис. «Я им покажу, как умеют воевать Периды». «Отдай приказ, мой лорд», взмолился Хадхор Маат. «Пожалуйста». Зрачок в центре хрусталя потускнел, как будто отодвинулся в самую глубину камня. Ариман ощутил нерешительность, и в его мозгу, грозя вырваться на поверхность, поднялись воспоминания о мгновенном контакте с примархом во время Никейского совета. Калофис назвал предателями космических волков, но Ариман знал, что магистр Перидов ошибался. В этой войне изменниками были не космические волки, а тысяча сынов. Лемон Рус нас, конечно, ненавидит, но не настолько, чтобы решиться на атаку, не имея на то приказа. Стал размышлять слух Ариман, и приказ должен поступить из источника свыше. Приказ отдан императором, вот единственное объяснение. Мой лорд, что ты от нас скрываешь? Ты всегда отличался проницательностью, Азик, сказал Магнус. Зачок в кристалле вновь обрел четкие очертания, выражая решительность. Я так долго скрывал истину от всех, даже от самого себя, что почти поверил, будто это дурной сон из другой жизни. Ариман почувствовал растерянность собратьев Астартес. Всем им не терпелось дать отпор противникам. Если космические волки идут в атаку, каждая секунда имеет колоссальное значение. Он и сам больше всех хотел выйти на поле боя со своими воинами. Но слова Магнуса слишком важны, чтобы их игнорировать. Что ты сделал, решительно спросил он, отбросив всякую почтительность. Что ты сделал, когда нас спасал? Ты заключил соглашение с силами Великого океана, и теперь пора за это расплачиваться? Да, Азик, ответил Магнус. Ради спасения своих сыновей я заключил сделку с дьяволом. что остался в выигрыше. Все это время я был слепым глупцом, марионеткой, который управляет разумом, намного превосходящей мои силы. Ударная волна психологического потрясения расколола кристалл, и по центру глаза протянулась изломанная красная трещина. Я был в отчаянии, я исчерпал все свои возможности. Свистящим шепотом продолжал Магнус, и его голос добавил трещин в кристалле. С обратил мысленный взор внутрь себя, я знал, что они там есть. Вечные силы Великого Океана, существа, обладающие неограниченным могуществом, которые старше, чем само время. Только они и могли спасти вас от ужасной мутации и смерти. Да, я испил из этого отравленного кубка. Вы остались при мне, и я был доволен. Какой отец не сделает все, что в его силах, ради спасения сыновей? И из-за этого мы должны подвергнуться наказанию? спросил Хадхор Маат. Из-за этого мы обречены на смерть? Они считают нас изменниками, заговорил Ариман, едва справляясь с ужасом этих откровений. Если мы дадим отпор, все наши противники на Никейском Совете докажут свою правоту, а наша неспособность видеть будущее. Мы решили, что это течение Великого океана от нас отвернулись, но это сделал ты, не так ли? Ты не позволил заглянуть в будущее. Ты рассредоточил корабли. Ты хочешь этого. Не в этом ли причина отсутствия Утизаара? Может, он узнал о твоих планах? Азик, придержи язык, крикнул Калофис. Примарх ни за что бы такого не сделал. Он прав, Калофис, сказал Магнус, и эти простые слова разбили их сердца. Утизаар пришел ко мне и в момент моей слабости прочел истину. Я не мог позволить ему вас предупредить, иначе все было бы напрасно. Ради общего блага мы должны быть уничтожены. Вызванное его заявлением потрясение заставило всех замолчать, но через мгновение Фозисткар высказал свое мнение. Иных слов от него никто и не ожидал. Никто не будет уничтожен, взревел он. Если псы Русса желают драться, я предоставлю им эту возможность. Нет, ты не должен этого делать, возразил Магнус. Сгущающаяся тьма только и ждет, когда мы восстанем против своих братьев. Темные силы хотят, чтобы два верных легиона набросились друг на друга и погибли на наковальне слепой ненависти перед грядущей войной. Мы не можем этого допустить, потому что императору скоро потребуются преданные ему волки. Мы должны смириться со своей судьбой и не препятствовать разрушению. Вспыхнувший гнев Аримана преодолел бесстрастную сосредоточенность на высших уровнях исчислений, и главный библиарий в ярости сжал кулаки. Теперь в глазах всех наших товарищей мы останемся красными колдунами Проспера, и на этом наша история закончится. Это единственный возможный путь, Азик, сказал Магнус, мне очень жаль. Нет, настаивал Ариман, это не единственный путь. Ты считаешь, что благороднее принять свою судьбу, но я восстану против нее с оружием в руках. Ариман сосредоточился на кристаллах остальных магистров храма. Карвиды будут сражаться против врагов, заявил он. Вы с нами, братья. Рапторы с тобой, ответил Фозесткар. Паваниды вступят в бой, пообещал Хадхор Маат. И Периды тоже, прошипел Калофис. О, Периды определенно будут драться. Вся земля вокруг Тиски была объята пожарами, после которых уже ничто не могло возродиться. Высокие мраморные стены города, его великолепные музеи и библиотеки, серебряные башни и пирамиды еще не пострадали, благодаря усилиям рапторов, заслонивших Тиску от самой страшной бомбардировки во всей истории Империума. Горели даже горы, и небо навсегда изменило свой цвет под влиянием сотрясающих планету взрывов. Сразу после окончания бомбардировки появились тысячи агрессоров. Сначала жители Тиски приняли их за крупные частицы пепла, настолько мелкими и настолько многочисленными были точки, появившиеся в небе. Но проходили минуты и стало ясно, что эта волна за волной спускаются десантные катера, штурмовики и боевые вертолеты. Следом за ними полетели более крупные суда с бронированной техникой и артиллерийскими орудиями. Каин щит рапторов не мог уберечь Тиску от наземной атаки, но в нем уже не было необходимости. Обстрел с орбиты закончился и в бой вступили эскадрильи ревущих грозовых птиц, летящих над самой водой к порту Тиски. Над волнующимся морем пронеслись сотни машин, и вся поверхность воды покрылась пеной. Возможность высадки вражеских сил на поверхность Проспера считалась почти невероятной, а потому город не прикрывали силы противовоздушной обороны. Путь на Тиску был свободен. Первый корабль огромная, похожая на кинжал, грозовая птица серо-стального цвета с изображением сдвоенной волчьей головы на тупом носу сходу ворвалась в порт. Он расчистил себе место на стоянке парой ракет и артиллерийским залпом. В следующий момент из-под корпуса вылетели посадочные лыжи, и корабль совершил жесткую посадку среди дымящихся руин. А Парель опустилась в то же самое мгновение, как только замер корабль, и на землю спрыгнул устрашающего вида гигант. Его серую броню прикрывали волчьи шкуры, а с нижней части щитка шлема торчали два острых клыка. Лемон Рус ступил на землю Проспера и стал первым агрессором, который осмелился это сделать. Подняв голову к небу, он испустил воинственный рев, а затем с удовольствием окинул взглядом учиненный в порту разгром. В ответ на его рев взвыли два вставших по обе стороны от него огромных волка, а затем выпрыгнувшие из корабля воины устремились в порт. Десятки десантных кораблей тоже расчищали себе путь залпами орудий, и вскоре в небо поднялись столбы дыма от горящих складов и поврежденных трубопроводов. Сотни рвущихся в бой воинов бушующим прибоем захлестывали горящий порт и устремились к городу. Сотни громовых ястребов со стороны моря устремились к холмистому побережью между портом и величественным склоном Акрополя Магнум. С вершины скалы и светлого песчаника на город строгим отеческим взглядом смотрела бронзовая статуя Магнуса. Восточные кварталы Тиски появились еще до того, как Магнус создал план остальной части города. Узкие извилистые улочки этого района особенно полюбились представителям местной богемы. Старая Тиска, как называли это место, располагалась на пологом склоне, тянувшемся до самого берега моря и славилась своими фонтанными домиками, маленькими рынками, модными уютными ресторанчиками и театрами. Десятки громовых ястребов приземлились на широкой набережной, разбив по пути дамбу и высадили сотни забывающих воинов со сверкающими боевыми топорами и в шлемах, имеющих форму волчьих черепов. Солдаты народного ополчения, организованного с армейской быстротой, дружным залпом уничтожили нескольких врагов, но их оружие и мощь сильно уступали возможностям противника. Воины русса рысью углубились в прибрежные городские кварталы, а на набережной появились спускаемые модули, из которых с грохотом выкатывались танки, окрашенные в серый цвет космических волков. Вслед за ними, по отлогому склону нижнего города, стали подниматься огромные хищники, лендрейдеры и поборники. Их мощные орудия сносили целые здания и уничтожили всякого, кто имел неосторожность попасться на пути. Отряды артиллерийских танков вихрь, покинув транспортные модули, загромыхали по дороге, ведущей к Акрополю Магнум. Их прямоугольные ракетные установки на ходу нацеливались на вершину скалы и через мгновение окутались дымом, выпуская ракету за ракетой. Больше десятка снарядов попало в цель, уничтожив величественную статую Магнуса. После этого символического акта ракетные орудия развернулись, и следующие залпы своей смертоносной мощью обрушились на центр тиски. Яростные взрывы окутали пламенем одно здание за другим, и вскоре город света был охвачен огнем. Тяжелые транспортные модули продолжали доставлять боевую технику, и вскоре в небо взмыли изящные спидеры, которые подвергли город бесконечному ракетному обстрелу. Их снаряды взрывали все без разбора, и артиллеристам был отдан приказ стрелять произвольно. В первые же минуты воздушного налета погибли сотни горожан, и не меньшее количество было уничтожено прицельным огнем из пушек. Командование Небесной гвардии вывело из расположенных в южном районе ангаров все имеющиеся скиммеры. Эти летательные аппараты в форме диска были рассчитаны на экипаж из двух человек и оснащены тепловыми излучателями и ракетными установками. Над городом развернулась борьба за воздушное господство, и небо превратилось в настоящее поле боя, испещренное огненными следами ракет, взрывами и струями дыма. Космические волки пролили первую кровь, и армия Проспера приняла вызов. Ополченцы Тиски встали на защиту своего города. Они собрали все оружие, какое могли достать, и заняли позиции на крышах и верхних этажах зданий. Каждый солдат прекрасно сознавал, что их действия будут для космических волков лишь мелкими уколами, но позволить захватчикам войти в город без борьбы они не могли. Гвардия Шпилей, находившаяся в состоянии боевой готовности с момента начала бомбардировки, в полном составе перешла под командование Корвидов. Магнус утаил от своего легиона приближение космических волков, но ближайшее будущее не могло укрыться от тех, кто имел глаза, чтобы его видеть. Отряды мотопехоты под командованием капитана Витары заняли позиции на верхних склонах Старой Киски, образовав линию обороны между окутанной огнем пирамидой Перидов, куполом Скелмис, стоявшим в километре к западу, и пирамидой Братства Корвидов. Свой командный пункт Витара устроил в вестибюле Критской галереи, старейшего хранилища предметов изобразительного искусства и скульптуры на Проспера. На юго-западе собрались остатки штурмовых саперов Проспера, чьи ряды сильно поредели после того, как лавиной орбитальной бомбардировки были уничтожены сразу три казармы. Дворцовая гвардия на севере заняла позиции на окраине Горящего Порта и на парапетах, расположенных поблизости библиотек и галерей района Нефертари. Их командиром был Катон Эфий, потомок одного из древнейших родов Проспера, молодой и талантливый офицер, наделенный выдающимися способностями. Его линия обороны опиралась на куполки Ферии, а выбор позиции мог бы удостоиться похвалы любого ученого из имперской армии. Лемон Рус и его волки опрокинули защиту дворцовой гвардии менее чем за две минуты. Над горящей тиской занимался рассвет. Космические волки нанесли сокрушительный удар, но с истинными защитниками города им еще предстояло столкнуться. В бой вступили тысячи сынов, и сражение мгновенно приняло совершенно другой характер. Ариман спешил по улицам старой тиски, легко ориентируясь в дыму горящих домов при помощи усиленной системы датчиков бронекостюма. Вместе с ним, горя нетерпением отомстить агрессорам, маршировал отряд тайных скоробеев. Впереди показался горящий фонтанный дом акварион. Его изящные колонны и украшенные резьбой фонтаны уже почти полностью погибли в пламени пожара. Неподалеку от купола Скелмис, моторизованная пехота Проспера уже столкнулась с противником и на мостовых города завязался тяжелый бой. Узкие улицы тиски представляли собой естественные укрытия, умело используемые защитниками города. Внизу на склоне после обстрела космическими волками бушевали пожары, грозящие быстро распространиться и на верхнюю часть города. Натиск пламени сдерживали воины братства Перидов. Они отбрасывали пожары вниз по склону, блокируя огненными стенами целые улицы и проспекты. Небо над городом покрылось сеткой следов от ракет и пятнами взрывов, а за спиной Аримана с грохотом обвалилось высокое здание, разбитое упавшим на крышу самолетом. Горящие стропила и черепица разлетелись по всей улице. Горячий, едкий от дыма воздух говорил о смертельной агонии прекрасного города. Стены, прежне знавшие только песни и смех, содрогались от непрестанного грохота стрельбы. Ветер приносил все новые вихри пепла и обрывков горящих пергаментов. И Ариман, подняв на ходу руку, схватил один из летевших клочков. «Что это?» спросил Собик. «Исповедь невидимки», ответил Ариман, читая строки на дымящемся пергаменте. «Море поднимается и свет тускнеет. Как только мы утратим веру друг в друга, море нас поглотит и свет погаснет. В тот день солнце уйдет за горизонт в последний раз». Ариман уронил обрывок и проследил за его полетом в струях раскаленного воздуха. Слова слишком точно подходили к сложившейся ситуации, чтобы быть простым совпадением. И он опасался того, что они предвещали. Подняв голову, он посмотрел на конфетти из обгоревших обрывков книг, свитков и трактатов, кружившихся в небе, словно огненные снежинки. «Потери будут ужасными, но я все восстановлю», поклялся он. «Все, сколько бы для этого не потребовалось времени». Сознавая масштаб усилий, необходимых для восстановления, Ариман глубоко вздохнул. Его чувства обострились до пределов ощущений, и в голове мелькали картины возможного будущего. Для улучшения восприятия он припал к источнику энергии Айт-Пио. Кожу стало покалывать, словно огонь хранителя обжигал его. Возникло ощущение, что все это уже когда-то было, но он и не пытался вспоминать, поскольку почувствовал поблизости появление враждебно настроенных душ. «Скоробей!» крикнул Ариман, указав концом хеки в узкую улочку, ведущую вглубь старой киски. «Приготовиться к бою!» Им навстречу вылетели клубы огня и дыма, а затем показался отряд воинов в серах, словно тени бронекостюмах. Через завалы горящего мусора противники выбрались на открытое пространство. Блестящую броню Астартес покрывал толстый слой пыли и черные мазки сажи, но ошибиться было невозможно. Космические волки. При виде врагов воины взяли на изготовку болтеры и украшенные волчьими хвостами цепные мечи с угрожающей острыми зубцами. Время для Аримана остановилось. Его восприятие продолжило линию болтера, словно прочерчивая путь еще не вылетевшего заряда. В мимолетном видении он успел заметить, как снаряд ударяет в лицевой щиток одного из космических волков и в брызгах крови и мозга вылетает с противоположной стороны. Мгновенная вспышка предвидения своей чудовищной сутью ошеломила его, а Астартес вступили в бой друг против друга, и ужас этого факта задержал Аримана на долю секунды. Космическим волкам только это и было надо. Несмотря на то, что были предупреждены, космические волки первыми открыли огонь. В Аримана и тайных скоробеев ударил шквал болтерного огня. Масс-реактивный снаряд расколол нагрудную броню одного из воинов, превратив в месиво его внутренние органы, и Астартес упал. Затем упали еще двое. Но скоробеи продолжали вести ответный огонь. Оцепенение Аримана прошло, уступив место ярости. Болтер рявкнул огнем, и один из космических волков отлетел назад с пробитым дымящимся шлемом. Собик, его практик, воспользовался своими каин-силами, приподнял противника, одетого в волчью шкуру, и разбил в лепешку, омраморную стену. Еще трое космических волков задергались в судорогах, когда Паваниды из отряда Аримана превратили в пар их перенасыщенную кислородом кровь. Сквозь смотровые щели их шлемов из глаз вырвалось пламя, и волки руса рухнули на землю в оплавленных бронекостюмах. Хранители тайных скоробеев парили над космическими волками, и в злобном ликовании усиливали мощь своих хозяев. Три в огненные столбы, их броня почернела и оплавилась. Все трое остались стоять, словно ониксовые статуи, воплощавшие мгновение невыносимого страдания. Ариман воспользовался моментом затишья, чтобы осмыслить ситуацию. Энергетическое мерцание Айт-Пио над его головой говорило о неуемном желании внедриться в Аримана, так что из пальцев начали выскакивать багровые искры. Но Ариман раздраженным жестом прекратил этот фейерверк. Сдерживай свои порывы! Одернул он своего хранителя, не скрывая недовольства его нетерпением. Что ты сказал? Спросил подошедший Собик, потирая руки. Ничего, отмахнулся Ариман, это не важно. Они застали нас врасплох, но мы заставим их убраться обратно на Терру, сказал Собик. И в сверкании глаз за визором своего практика Ариман заметил отцвет его хранителя. Мы садского легиона, мрачно произнес Ариман, стараясь донести до сознания Собика мрачный смысл этого момента. Теперь отступать некуда. А зачем нам отступать? Не мы начали эту войну. Это не имеет значения. Мы в состоянии войны, а это означает, что должны драться до самого конца. Или мы разобьем космических волков, или Проспера станет могилой для тысячи сынов. Но в любом случае мы проигрываем. Что ты имеешь ввиду? Что будет, если мы выстоим после этой атаки? Мы не сможем остаться на Проспера. Придут другие и закончат то, что начал Рус. А если мы проиграем и говорить больше не о чем? Собик приподнял свою хеку, и по рукояти посоха пробежали огоньки. Значит, нам лучше не проигрывать, сказал он. Калофис восседал на его броне плясали отблески пламени. Для любого, кто не был последователем этого культа, атмосфера внутри храма могла показаться невыносимой. Раскаленный воздух, которым невозможно дышать, и горящий повсюду огонь. В воздухе, оставляя светящиеся следы, танцевали духи огня и эфирные проявления стихии. Сиода оставалась над головой Калофиса, словно огненный ангел-хранитель. С момента начала бомбардировки планеты Сиода сильно увеличилась в объеме. Вокруг трона стояли одетые в броню неофиты, образующие священную шестиугольную звезду, которая символизировала непостоянный союз огня и воды. В руках они держали кристаллы душ, высеченные в отражающих пещерах, и внутри кристаллов мерцали янтарные огоньки жизненной силы. Ты уверен в этом, мой лорд? Не в силах скрыть тревогу, произнес Фарис, его ревнитель. Калофис, усмехнувшись, сжал пальцами резные подлокотники трона. В глубине хрусталя зажглись искры, и Калофис ощутил невероятную ярость, вспыхнувшую в сознании раненого существа, что находилось за стенами храма. Это существо ожидало своего шанса отомстить обидчикам. Я никогда и ни в чем еще не был так уверен, Фарис, ответил Калофис, начинай. Фарис отступил назад и кивнул неофитом. Те наклонили головы, и Калофис едва не задохнулся от устремившихся к нему потоков энергии. Тронт окутался ярким сиянием, и Калофису пришлось приложить усилия, чтобы сдержать буйство силы, грозившие его поглотить. Я магистр храма Перидов, сквозь тиснутые зубы прошипел он. Инферно служит мне. Я повелеваю адским пламенем и научу тебя сжигать врагов. Сиода спустилась вниз и окутала его тело. Калофис почувствовал, как его сознание рвется из плоти, чтобы наполнить другое тело из стали и керамита из кристаллов и ярости. Его мускулы уже не были сплетением мышечной тканей и нервных импульсов, а сочетанием гигантских поршней и оптических волокон, подчинявшихся психическому резонансу кристаллов. Вместо болтера его оружием стали пушки, способные истреблять целые армии и кулаки, которые могли бы сокрушать огромные здания. Калофис взглянул на поле боя глазами бога, взглядом гигантского существа, снова готового вступить в битву. Его обрели непривычную мощь. Чувствам потребовалось несколько мгновений, чтобы приспособиться к чудовищным размерам и колоссальному весу. Он повернул свое новое тело, и шум сражения заглушили металлический ляск давно бездействующих рычагов и свист возрожденной пневматики. Пламя Сиоды распространилось по чрезвычайно сложным механизмам, наполняя их новой жизнью. С оглушительным грохотом он сделал первый шаг и испустил клич, прозвучавший ревом боевой трубы. Словно древний дракон, пробудившийся от тысячелетнего сна, Канис Вертекс снова устремился в бой. 28. Строй держится. Они тоже отрекутся от тебя. Понять врага. Золотистые гравициклы отличались изяществом. Их вытянутые носы были похожи на орлиные клювы, а борта напоминали сложенные крылья. Фозист Кар насчитал семь машин, спускавшихся к поверхности с явным намерением атаковать его позицию, расположенную на площади рапторов. Управлявшие ими воины тоже сверкали золотом, а красные плюмажи шлемов развивались позади длинными стягами. Скорострельные орудия, установленные на уровне днища, беспрерывно извергали огонь, раздирая снарядами мощеную улочку, ведущую к площади Меладца. Каждый взрыв вздымал в воздух фонтана раскаленного камня, но Фозис Откара это ничуть не беспокоило. Он перенес вес тела на правую ногу и взмахнул руками, как будто распахивал тяжелый занавес. Четыре гравицикла остановились на месте, словно зафиксированные натянувшимися фалами. Фозис Откар швырнул их в высокую стену Тиморской библиотеки, разбив при этом статуи первых кустодис. Еще три гравицикла взорвались от посланного Хадхором Маатом в их двигателе сокрушительного электрического разряда. Горящие обломки рухнули на землю и кувырком покатились к позиции тысячи сынов, остановившись в каком-нибудь метре от ног Фозиса Откара. Адептус кустодис, проворчал он, не такие уж они и страшные. Вся северная часть тиски пылала пожарами. В порту стеной поднимались столбы дыма, распространявшие запах горящего прометия, к которому примешивалась резкая вонь резины, смолы и металла. Над городом повисли плотные тучи, а вместо дождя падал горячий пепел. Мимо спешивших пирамиде Фатепа с охапками книг и свитков. Мостовые были усыпаны разорванными страницами и обгоревшими пергаментами. Резные статуи героев рапторов, совсем недавно украшавшие площадь, почти все погибли при артиллерийском обстреле, и теперь с тротуаров смотрели их бесстрастные лица. Среди гражданского населения встречались и контуженные, покрытые кровью солдаты дворцовой гвардии, покинувшие порт. Эти охваченные ужасом люди были остатками отрядов, первыми встретивших высадку противника. Я получил весточку от отенейцев, сообщил Хадхор Маак, подойдя к Фозису Ткару. И что они говорят? Идет король волков, со злорадной усмешкой, ответил Хадхор Маак. Говорят, что он первым высадился в порту и теперь пробивается к нам. «Пробивается?» повторил Фозис Ткар. «Я не думаю, чтобы это стоило ему больших трудов. Волки легко преодолеют заслон гвардии шпилей». «Ты не надеешься, что они там задержатся?» спросил Хадхор Маак. «Конечно, это всего лишь смертные, а против них воюет Астартес». «Не только Астартес», заметил Фозис Ткар, показывая на разбитые гравициклы. «Кустодис тоже хотят увидеть наши головы на копьях». «И точно так же умирают», добавил Хадхор Маак. «Есть какие-нибудь сведения, кроме того, что идет король волков?» «Ариман охраняет северный сектор периметра. Он удерживает верхние склоны старой киски, от Акрополя до западного края пирамиды Корвидов. А нам оставил западный сектор от пирамиды Паванидов до Порта». «Похоже, что так», согласился Хадхор Маат. «А кинейцы заняли позиции на площади Окулюм. Они обещают делиться с нами планами противников, как только сами их получат. Остатки гвардии Шпилей сражаются вместе с Легионом, но мы не можем на них рассчитывать. А что с Кал-Офисом? Пока никаких известий». Несколько ракет штопором пошли вниз и взорвались, не долетев до земли. Разлетевшиеся осколки ударили по толпе и разнесли в клочья с десяток человек. «А вот и они!» — воскликнул Хадхор Маат и бегом возвратился на свою позицию. Из-за перены дыма появились три приземистые машины, ревущие моторами, словно дикие звери. На площадь, оставляя после себя тучи пыли, выкатились три огромных Ленд-рейдера, окрашенных в цвета космических волков. Позади шагали воины Лемона Русса, бушующий вал из сотен бойцов, вооруженных клинками и болтерами. В рядах воинов Фенриса попадались красно-золотые фигуры. Они несли в руках длинные эбонитовые копья и мерцающие мечи. Предвкушая возможность помериться силами с этими солдатами, Фозист Кар хищно усмехнулся. Вместе с воинами на площадь выбежала стая волков с окровавленными клыками, на которых виднелись лохмотья одежды и плоти. Тысяча сынов открыли огонь, и площадь взорвалась грохотом болтеров. Но грохот выстрелов почти потонул в устрашающем волчьем вое. Щелчок пальцев Фозис от кара разорвал надвое огромного самца, вожака стаи. Болтерные снаряды застучали по броне космических волков, разворачивая их силой удара. Но многолетний боевой опыт помогал Астартес Лемана Руссо находить малейшие укрытия, и почти все они устояли на ногах. Над головами защитников вспыхнули ослепительные лучи тяжелых лазерных орудий. По всей линии тысячи сынов прогремели взрывы, чередующиеся с ударами болтов и раскатистым грохотом разрывных снарядов. Однако КН-щиты рапторов устояли перед атакой. Фозест Кар сосредоточился на переднем ленд-рейдере. Вытянув руку вперед, он сжал кулак, а затем резко отдернул назад, и левый борт, полыхнув белым огнем, целиком оторвался от машины. Тяжелый танк крутанулся на месте и врезался в соседний ленд-рейдер, уничтожив нескольких попавших между ними воинов. Фозест Кар ухмыльнулся. Вы и понятия не имели, что вас здесь ждет, крикнул он. Но гневный выкрик только успел сорваться с его губ, как в животе вспыхнула неожиданная резкая боль, словно кто-то схватил его внутренности, скрутил их и резко дернул вверх. Фозест Кар ощутил во рту привкус желчи, а кожа покрылась тонким слоем испарины. Еще одна машина взорвалась после того, как ее корпус облепила густая паутина ослепительных молний. Затем воины Ауромагмы швырнули в лобовое стекло оставшегося Лендрейдера несколько огненных шаров, и этот танк сразу же загорелся. Но он продолжал катиться вперед и стрелять, разбивая драгоценные статуи и круша гусеницами, разбросанные на улице книги. Сам Ауромагма стоял на поверженной каменной фигуре, и словно дирижер оркестра, взмахами обеих рук, сплетал занавес ослепительного пламени. Он слишком самонадеянный, проворчал Фозисткар, упрекая Ауромагму, но игнорируя ту же самую черту своего характера. В борт Лендрейдера ударила ракета, пробила его насквозь и разорвалась позади машины. Движением запястья Фозисткар швырнул нескольких космических волков под гусеницы горящего танка и с усмешкой услышал, как затрещала их броня. Как только этот ужасный пламя вырвалось изнутри машины. Люки с треском распахнулись и экипаж попытался выбраться, опасаясь сгореть заживо. Ауромагма не позволил им этого сделать. В ряды космических волков полетели молнии и воины начали взрываться внутри своих бронекостюмов. Шипящие струи огня плавили землю у них под ногами, а основную мощь ответной стрельбы поглощали Каин-щиты. Фозисткар рассмеялся, наблюдая, как сражается его легион, когда рядом нет никаких трусов, которые могли бы пожаловаться. Тысяча сынов способны уничтожить врагов Империума лучше, чем кто-либо другой. Внезапный холод заставил его вздрогнуть, и в глубине сознания неожиданно что-то шевельнулось. Такое ощущение уже когда-то у него возникало, но вспоминать было некогда. Из ревущего пламени на него прыгнул волк. Его шерсть уже горела, и Фозисткар поднял руку, чтобы смахнуть зверя. Ничего не получилось. Волк ударил ему в грудь и повалил на землю. Страшные челюсти сомкнулись, клыки скользнули по щитку, оставляя глубокие царапины. Желтоватые когти рванули броню. Фозисткар не удержался от стона, чувствуя, что когти добрались до тела. Волк в бешенстве щелкал зубами и рвался к его горлу. Фозисткар встретился взглядом с волком. Под маской страшного хищника он разглядел чуждое существо. Он изумленно раскрыл глаза, но предпринимать что-либо было поздно, оставалось только драться. Зубы волка уже сомкнулись на его шее, но не успели разорвать плоть. Фозисткар ударил зверя в бок. Он пробил кулаком грудную клетку, смял внутренние органы и достал до позвоночника. Янтарные глаза погасли, и он с отвращением отшвырнул от себя тело. Фозисткар поднялся на ноги и в ужасе взглянул на свои руки. Он призвал силу, но ничего не почувствовал. Ни контакта с Великим океаном, ни какого-нибудь намека на его огонь. В поле зрения мелькнула стройная фигура в облегающих золотых доспехах, и длинный меч едва не уперся ему в живот. Фозисткар отбил клинок своей хекой и только потом посмотрел на противника. Это была женщина, но женщина необычная. Нижняя часть ее лица прикрывала маска, а под темными глазами виднелась татуировка в виде слез. Теперь Фозисткар понял, почему его покинули силы. Донесшиеся до него крики и стоны подсказали, что Кайн щит рухнул, и воин и сестер безмолвия открыто заявили о своем присутствии. Женщина-воин попыталась проткнуть его мечом, словно копьем. Он снова блокировал выпад рукоятью посоха, зацепил ее меч и резко вывернул его в сторону. Она угадала его намерение, отдернула клинок, развернулась вокруг своей оси и, пригнувшись, бросилась в атаку, нацелив тонкий кинжал в его плоть. Фозисткар успел сделать шаг в сторону и встретил удар бедром, так что изящный клинок сломался о броню. В тот же момент он резко поднял колено и ударил противника в лицо. Маска, прикрывавшая челюсть, ломалась, посыпались окровавленные зубы, но женщина успела откатиться в сторону. На площади повсюду слышались удары клинков по броне. Невозможно стало определить, на чьей стороне перевес. Сражение распалось на сотне отчаянных рукопашных схваток. Фозисткар, выхватив боевой нож, встал перед женщиной в золотых доспехах в боевую стойку. Хеку он держал прямо перед собой, а кинжал поднял до уровня плеча. «Отлично!» «Нуль дева!» крикнул он. «Я убью тебя традиционным способом!» Физическое тело колофиса осталось лежать на светящемся золотистом троне, а сам он гигантскими шагами шествовал по развалинам старой тиски. Здания казались ему игрушечными кубиками, пожары тлеющими искрами, а люди едва различимыми пятнышками, мелькавшими под его могучими ногами. Мимо Критской галереи он вышел к куполу Скелмис, и справа открылась бескрайняя ширь океана. Узкие улочки старого города были слишком тесными для такой огромной боевой машины, как Канис Вертекс, но он двигался вперед подобно Колосу-Разрушителю из древних легенд, и при каждом шаге дома рассыпались в груды обломков. Послышалась стрельба, но никакие снаряды не могли причинить ему вред. Он ощутил тепло Сиоды, сконцентрировавшиеся в правой руке, и выпустил струю огня, воспламенившую сразу шесть ближайших кварталов. Вопли жертв до него не доносились, но он видел, как завывающие враги падали на колени обладал исправными орудиями, но хранитель колофиса не прерывал контакт с Великим океаном, и его пирокинетические способности возросли в сотни раз, так что необходимости в артиллерии не было. Могучие кулаки титана постоянно окутывало пламя, и при каждом движении во врагов летели огненные шары размером стан. Колофис со смехом швырял пламя обеими руками и сжигал врагов, заставляя немногих оставшихся в живых отступать кораблям. Захватчики уже проникли далеко вглубь тиски, но колофис видел, как растянулся их фронт в попытке расколоть силы защитников надвое. Канис Вертекс мог отрезать агрессоров от резервов, и тогда тысячи сынов опрокинули бы противника в океан. А тенейцы успевали сообщать собратьям обо всех передвижениях противников, и корвиды могли подготовиться, к отражению всех атак, даже тех, которые планировались на ходу. Ни одна из сторон еще не могла похвастаться значительным перевесом в этом сражении, но с высоты своего колоссального роста колофис видел, что победа склоняется на сторону тысячи сынов. «Вы схватили кусок, который вам не по зубам», взрывел колофис, и его слова прозвучали из громкоговорителя оглушающими раскатами помех. Навстречу ему рванулись вертолеты и спидеры, полетели залпы ракет и артиллерийских снарядов. Без защиты его броня могла бы и пострадать, но огромную фигуру заслонял огненный щит, и снаряды, долетев до него, превращались в свинцовые потеки, а ракеты взрывались, не причиняя вреда. Колофис почувствовал взрыв жестокой радости хранителя и желание завладеть контролем над машиной, но сердито одернул его. В ответ раздался злобный визг, сопровождавшийся приступом тошноты. Канис-Вертекс резко остановился. Эфирная защита рухнула, и по броне загрохотали взрывы. Гравициклы, спидеры и вертолеты, заметив его слабость, сомкнули кольцо для смертельного удара. «Марш обратно!» прошипел Колофис. «Это мое!» Сиода злобно крикнул, но вернулся в корпус Канис-Вертекс. Титан выбросил струи ревущего огня. Смертельный вихрь смел десятки воздушных судов, расплавив их двигатели, а экипажи превратив в обугленные скелеты. Колофис сплюнул на пол храма Перидов, и кровавые капли с шипением испарились. Его доспехи уже дымились, в глазах разгорался угрожающий огонь, а откатившихся слез на щеках оставались черные шрамы. Библиотека Корвидов, обычно служившая местом спокойного уединения, превратилась в очаг кипучей деятельности. Ангху Анин руководил работой сотен переписчиков и сервиторов, которые пытались опустошить книжные полки и хранилища памяти библиотеки. В огромном помещении было собрано великое множество текстов, слишком много, чтобы успеть их эвакуировать в столь короткое время. Но приказ Аримана был сформулирован предельно четко. Все, что можно спасти, должно быть перенесено в пирамиду Фотепа. Отблески пожаров проникали сквозь хрустальные стены и плясали на стальных и стеклянных полках библиотеки. Нагруженные до предела сервиторы антеннеры с книгами, а перепуганные песцы сваливали в погрузчики очередные порции. Ангху Анин попытался установить хоть какое-то подобие порядка в работе, но вскоре понял, что это невозможно. Его подчиненными овладела паника, вызванная военными действиями и распространившаяся со скоростью чумы, и все планы организованной эвакуации моментально рухнули. Позаботьтесь, чтобы пнакотические манускрипты содержались в отдельности от пророчеств, крикнул он, увидев, как всхлипывающий переписчик складывает в один контейнер сервитора книги, принадлежащие разным эпохам. Вырванные в спешке страницы и свитки падали на мозаический пол. От близкого взрыва с потолка полетела пыль, а раскатистый грохот сменился хором испуганных голосов. Мимо основали служителей с тяжелыми стопками книг и рулонами карт и пергаментов. Во время своих путешествий в будущее корвиды собрали немало материалов. Так много еще предстояло изучить и систематизировать. И сколько информации будет потеряно из-за этой бессмысленной войны. Ангхуанин пошатнулся от внезапного приступа головокружения и протянул руку, чтобы не упасть. Пальцы сомкнулись вокруг прохладной стальной стойки одного из стеллажей и он взглянул на ближайшую к руке книгу. Это оказался потрепанный кожаный переплет Либер-Дракони, каким-то невероятным образом оказавшийся рядом с книгой Атума и скрученным вдвое свитком прорицанием Вельвы. Он одернул руку, словно обжегся. Дракон судьбы, прошептал Ангхуанин. С самого первого дня Сунов ему снился кошмар, в котором присутствовал шипящий дракон, рожденный из-за льда и пламени. Его дыхание несло смерть звездам, а глаза излучали свет созидания. Ангхуанин долго пытался отыскать смысл этого сна, но не смог из-за многозначности образа дракона. Для кого-то дракон представлялся человеком величайшего интеллекта, преодолевшим все силы дикого материального мира, а для кого-то он был созданием изначального хаоса, которое можно победить только посредством непрестанного развития умственных и физических способностей. Другие считали дракона воплощением мудрости, сподвижником древних императоров, желавших усилить свое влияние. Для Ангхуанина дракон был олицетворением неминуемой судьбы. Он попятился от стеллажа и внезапно, почуяв приближение опасности, поднял голову. К храму летел огромный пылающий предмет, очертание которого в мерцании хрустальных панелей рассмотреть было невозможно. Ангхуанин, развернувшись, помчался к выходу из библиотеки, но в то же мгновение пирамиду потряс оглушительный взрыв. Золотой громовой ястреб в падении врезался в пирамиду храма, разгромив и хрустальные стены, и адамантиевые колонны. Единственное сохранившееся крыло зацепилось за элемент опоры здания, и корабль, развернувшись, ударился носом в потолок, а затем рухнул на пол библиотеки и взорвался. Во все стороны разлетелись осколки и брызнули струи горящего топлива, которые моментально воспламенили книги и свитки. Ангхуанина взрывной волной отбросила на верхнюю полку стеллажа. Он пробил ее и упал в перевернутый контейнер с книгами. Спустя мгновение полка развалилась и засыпала его обломками искореженного металла. Ангхуанин попытался выбраться из-под обломков, но острая боль в ноге и плече заставила откинуться на спину. Сделав глубокий вдох, он оценил полученные раны. Ногу придавила упавшей колонной, а из груди торчала стальная перекладина. Во время падения он должно быть задел за что-то, и рана получилась рваной и очень широкой. Из поврежденного сердца хлистала кровь, и с такой потерей вряд ли сможет справиться даже вторая система органов. Горящее топливо растекалось по библиотеке, пламя взбиралось вверх по стеллажам, искало новые порции бумаги для утоления своего ненасытного аппетита. Вокруг Ангхуанина остались мертвые телослужащих, убитых разлетевшимися обломками, обгоревших до неузнаваемости. Подняв голову, он увидел, как из огромной пробоины, куда врезался воздушный корабль, непрерывным потоком стекают осколки разбитого стекла. Словно зачарованный, он смотрел на этот хрустальный водопад, и вдруг заметил в каждом осколке отражение золотого глаза. Глаза смотрели на него с печалью, и Ангхуанину вдруг показалось, что они могли бы спасти ему жизнь, но по какой-то причине решили этого не делать. Почему взмолился он, но глаза ничего не ответили. Послышалось легкое царапание по металлу, и Ангхуанин повернулся, чтобы позвать на помощь, но слова застряли в горле. Слегка наклонив голову на бок, на него смотрел черный ворон с блестящими крыльями. На его голове Ангхуанин заметил искусно вживленный в череп сибиримпланты. Птица смотрела на него с явным любопытством, и он улыбнулся, глядя на символ своего братства. «Кто ты?» спросил он. «Видение будущего символ спасения». «Я думаю, ни то, ни другое», ответил ему хриплый голос. Повернув голову, Ангхуанин увидел воина в доспехах цвета зимнего утра. Его силуэт слегка дрожал, словно окутанный морозным воздухом, а в позе космического волка он не увидел ничего, ворон резко крикнул, взлетел и приземлился на наплечник воина. В руке волк держал высокий посох, увенчанный золотым орлом, и следом за ним в библиотеку корвидов вбежали не меньше десятка его собратьев в серых и золотых бронекостюмах с продолговатыми орудиями, которые шипели голубым пламенем. «Кто ты?» спросил Ангхуанин, стараясь возобновить контакт с эфиром, чтобы поразить бесцеремонного захватчика, но привычного притока энергии не последовало, и сознание бессилия отозвалось в сердце ноющей болью. «Меня зовут Ахтхере судьбостроитель, рунный жрец пятой роты космических волков, капитана Амлоди Скарсена Скарсенсена», представился воин. Сняв шлем, он продемонстрировал состарившееся обветренное лицо со светлыми глазами и заплетенной косичкой бородой. Макушку его черепа прикрывала кожаная скуфейка. За его спиной Ангхуанин увидел тонкую женскую фигуру в облегающих золотых доспехах. Пустой взгляд ее безжизненных, неумолимых глаз вызвал у него дрожь. «Судьбостроитель, дракон судьбы», прошептал Ангхуанин, широко распахнув от изумления глаза. «Так это ты! Это был ты!» Рунный жрец улыбнулся, но в его лице не было никакой радости, а лишь жестокое торжество. «Дракон судьбы, можно сказать и так», произнес он. Ангхуанин потянулся за Хекой, но при крушении корабля его посох был безвозвратно утерян. Он снова попытался освободить ногу. «Не стоит метаться», сказал судьбостроитель. «Это облегчит твою кончину». «Зачем вы это делаете?» спросил Ангхуанин. «Вы же должны понимать, что это чудовищная ошибка. Подумайте, сколько знаний будет потеряно после этой катастрофы». «Мы выполняем волю императора», сказал судьбостроитель. «И вам надлежало поступать так же». «Тысяча сынов верны императору», выкрикнул Ангхуанин, несмотря на то, что на губах появилась кровавая пена и всегда были ему верны. Судьбостроитель присел на корточки и прижал к его лицу заиндивевшую рукавицу. «Ты хочешь что-то сказать на прощание, прежде чем умрешь?» Ангхуанин кивнул. Перед ним открылось будущее. С трудом сдерживая кашель, он прохлепел последнее пророчество. «Я вижу внутри тебя эфир, рунный жрец», из последних сил шептал он. «Ты такой же, как и я, и придет день, когда те, кому ты служишь, отрекутся от тебя». «Мне почти жаль, что ты так глубоко заблуждаешься», сказал судьбостроитель, качая головой. «Почти». Судьбостроитель выпрямился и послал вперед очередную группу воинов с огнеметами. Ангхуанин услышал, как струи огня хлестнули по результатам трудов нескольких поколений, и в уголках его глаз появились слезы. «До того, как ты умрешь, ты скажешь мне еще одну вещь», сказал судьбостроитель. «Ты скажешь мне, где отыскать знатока звезд по имени Азик Ариман». На стороне Фозиса Ткара было преимущество в силе и массе, но Ноль Дева обладала скоростью молнии, и ее клинок жалил, словно серебристая змея. Они продолжали поединок среди развалин на площади, в окружении сражающихся воинов, обгоревших разбитых танков, под непрерывным дождем осколков из пробитых стен пирамиды рапторов. Под ногами валялись осколки упавших с позолоченных постаментов в статуй, а постоянный грохот артиллерии на восточном краю города задавал сражению определенный ритм. Пожары отбрасывали на воинов оранжевые блики, и Фозис Ткар ощущал удивительную свободу, несмотря на то, что был лишен притока эфирной энергии. Он описывал посохом неторопливые круги, а сестра безмолвия следила за ним своим безжизненным взглядом. «Тебя ведь все это не трогает, не так ли?» спросил он. «Мне бывает жаль смертных, которым не дано видеть того, что вижу я, но ты, ты живешь в мертвом пространстве, и твой единственный компаньон безмолвия. Прервать такую жизнь будет актом милосердия с моей стороны». Женщина не стала отвечать, зато попыталась провести колющий удар ему в шею. Фозис Ткар качнулся в сторону и взмахнул рукой, парируя выпад кинжала. Лезвие все же скользнуло по его предплечью, оставив царапину на рукавице, и он устремился навстречу воительнице, держа перед собой посох. От его выпада она выгнулась назад, но в то же мгновение развернулась и ударила Астарта с каблуком по колену. Его броня треснула, и ногу до самого бедра обожгла боль. Фозис Ткар, покачнувшись, отступил назад и ухмыльнулся. «Надо отдать тебе должное, ты быстро двигаешься». Она опять ничего не ответила, и с такой же ловкостью бросилась в следующую атаку. Болтерная очередь выбила рядом с ними фонтаны каменной пыли, заставив Фозис от кара отступить еще на несколько шагов. «Пора заканчивать», сказал он. Женщина снова бросилась на него, и на этот раз он ничего не сделал, чтобы ее остановить. Меч погрузился в его нагрудник, пронзив двойной он успел дойти до костяного щита над ребрами. Фозис кара шагнул вперед и ударил ножом по ее руке. Лезвие прошло между лучевой и локтевой костью, и женщина вскрикнула от боли. «Ага, значит, не совсем безмолвная», воскликнул он, подтягивая ее к себе. Женщина попыталась сопротивляться, но каждое движение только усиливало мучение. Фозис кара ударил ее шлемом по лицу, и голова сестры безмолвия раскололась. Не успел он выдернуть свой нож, как почти с болезненным наслаждением ощутил приток энергии, наполнивший его конечности. Над головой тотчас мелькнул Ютипа, и возвращение хранителя еще больше увеличило его силы. Фозис кара бросил окровавленный нож в ножны, отстегнул болтер, вставил полную обойму и взвел курок. После этого выдернул из груди серебряный меч, развернулся и побежал к дерущимся, стреляя на ходу из болтера по случайным целям. Сражение стало похоже на бушующее море, и ни одна из сторон не могла добиться преимущества. Космические волки бились с яростной целеустремленностью, но не могли объективно оценить обстановку в целом. Тысяча сынов сражались с холодной точностью, и каждый воин для повышения своего мастерства обращался к нижним уровням исчислений. Как Астартес, они прошли достаточную тренировку для ведения самых жестоких рукопашных боев, но Магнус всегда учил их искать другие, более искусные способы добиваться победы. Поймешь врага, говорил Магнус, и тогда узнаешь, как его победить. Похоже, что космические волки и кустодии тоже усвоили этот урок, иначе чем объяснить присутствие сестер безмолвия. Это обстоятельство давало Фозисуткару шанс переломить ход битвы. Он пробирался сквозь гущу тел и мысленно определял интенсивность эмоций. Над площадью висела красная пелена ярости и ненависти. Но три пятна безразличия были в этом океане тремя островками молчания. Ага, попались, прошипел он. Он увидел, как Ауромагма и Хадхормат бьются с врагами спиной к спине и стал пробираться к своим друзьям-капитанам. Астартес в серых доспехах замахнулся на него цепным топором. Но Фозисткар, не останавливаясь, вырвал оружие из его рук усилием мыслей и развернул лязгающие зубья в лицо хозяину. Он притормозил только тогда, когда попал в радиус действия еще одной нуль-девы. Не опуская болтера, он запрыгнул на опустевший пьедестал, когда-то служивший опорой статуи магистра Аштенатоса и стал отыскивать мертвые зоны, пользуясь зрением Ютипы. Обнаружив первую нуль-деву, он навел на нее прицел болтера. Сестра безмолвия сражалась в центре группы космических волков и кустодис, окруживших нескольких воинов Хадхора Маата. Болтер в его руках дернулся при отдаче, и женщина полетела на землю с раздробленным затылком и разорванным плечом. Следуя указаниям Ютипы, он отыскал вторую нуль-деву и покончил с ней выстрелом в грудь. Третью Фозесткар очень удачно снял в тот момент, когда она хотела скрыться за разбитым лендрейдером. И тысячи сынов моментально пошли в наступление. Руки Хадхора Маата снова метали молнии, а Аура Магма швырял в противников ослепительные потоки и волки были вынуждены отступить до основания пирамиды. Фозесткар с яростным ревом спрыгнул с пьедестала. Снаряды абсолютной энергии били по врагам, рассеивая их ряды не хуже целого отряда бронетехники. Какое бы удивительное ощущение свободы он не испытывал, лишившись на время своих способностей, это было лишь мимолетное чувство по сравнению с нахлынувшим ликованием. К Фозесткару присоединились Аура Магма и Хадхор Маат, не скрывавшие радости по поводу возвращения своих сил. Беспощадность Аура Магмы не уступала ярости космических волков, а Хадхор Маат отнесся к восстановлению сил почти с благоговейным восторгом. Тысяча сынов подтянулись к своим капитанам, а те, сверкая молниями, образовали острие клина, врезавшегося в строй космических волков. Не способные устоять перед их могуществом, противники продолжали пятиться. Внезапно над площадью пронесся ужасный, полный яростевой, и оставшиеся в пирамиде рапторов стекла мгновенно взорвались сверкающими брызгами. Осколки, отражавшие огни пожаров и клубы дыма, ливнем посыпались на землю. Датчики в шлеме Фозис Аткара заскрежетали от звуковой перегрузки, а сам он упал на одно колено. «Во имя Великого океана, что это?» воскликнул он и сразу же вспомнил, где уже слышал подобный звук. «Саракапут», произнес Хадхор Маат, тоже припомнив тот случай. Космические волки раступились, и Фозис Аткар увидел, как сквозь строй своих воинов к ним движется величественный король волков, окруженный гигантами в золотых доспехах. Глава 29 Я не должен Безудержная сила Сербатит повержен Старая тиска прекратила свое существование. Лабиринт мирных патриархальных улочек, которые он с такой радостью исследовал в дни своей юности на Проспера обратился в пепел и груды мусора. Среди дымящихся развалин бродили воины, стреляя от бедра или добивая свои жертвы ударами топоров и мечей. Пелена дыма от непрестанной артиллерийской стрельбы скрыла побережье. Глухой металлический лязг и желтоватые отцветы на тучах говорили о том, что яростная бомбардировка скоро уничтожит еще один район его любимого города. Магнус наблюдал балкона своей пирамиды, единственного здания, до сих пор избежавшего повреждений. Внутри его покоев не осталось ни одной отражающей поверхности, ни одной возможности для настойчивого искушения, призывавшего совершить еще одну ошибку. Он сжимал пальцами перила балкона и горькими слезами оплакивал свой утраченный мир и погибающих сыновей. Удивительный оазис, еще недавно распространявший яркий свет знаний для тех, кто хотел их получить, теперь был охвачен бурей войны. Северные районы города превратились в настоящий ад. Дворцы пылали огромными кострами, а обширные парки стали выжженными пустырями. Дальше к югу черным пятном на горизонте виднелся порт. Атака братьев привела его к полному разрушению. Он ощущал ярость Лемона Русса, сражавшегося в западном секторе у подножия пирамиды рапторов. Рядом с примархом бился Константин Вальдор и воин по имени Амон. Внутреннее зрение Магнуса не могло не отметить отвагу и яростный восторг воинов тысячи сынов, сражавшихся плечом к плечу с Фозисом Ткаром, Хадхором Маатом и Ауром Агмой. Он скорбел, сознавая, что большинству этих воинов грозит скорая гибель, поскольку Лемон Рус уничтожал всех, кто вставал у него на пути. На востоке натиск агрессоров сдерживал Ариман и его Астардес. Ни свирепость космических волков, ни мощ Кустодис не могли поколебать оборону Аримана, и его воины использовали свои способности предвидения, чтобы отразить любую атаку. Большая часть сестер Безмолвия остались рядом с Лемоном Русом и Вальдором, и лишь некоторые из них воевали в Восточном секторе. Захватчики рассчитывали на обычную зачистку, и потому привезли недостаточно сестер Безмолвия, чтобы овладеть тиской. Они решили, что орбитальной бомбардировки будет вполне достаточно, и их самонадеянность злила Магнуса больше всего. Несмотря на то, что почти вся гвардия шпилей Проспера была истреблена в первые же мгновения сражения, тысяча сынов оказали достойное сопротивление и предотвратили разгром. Редкий строй воинов в багряных доспехах соединял шесть пирамид тиски, образуя окружность с площадью Окулиум в центре. Пирамида Фатепа стояла на самом южном крае, и в окружающих ее сверкающих водах уже плавало множество страниц древней мудрости, навеки утраченной во имя страха. Тело Магнуса содрогалось от потрескивающих разрядов эфирной энергии, рвавшейся наружу, навстречу врагам. Он сдерживал ее изо всех сил. Огонь Великого Океана, как самая желанная страсть, искушал его из-за тонкой пелены, разделявшей два мира. Больше всего на свете Магнусу хотелось спуститься на улицы Тиски и броситься в бой против захватчиков, продемонстрировать им всю мощь своего гнева. От одной этой мысли с кончиков пальцев слетали искры. Он сжал кулаки и обратился к своему внутреннему миру. Он слышал взывающих к нему сыновей, умоляющих вытеснить голоса из головы. Это было самым трудным, что ему когда-либо приходилось делать. Один голос грозил опрокинуть его решимость, голос его любимого сына. «Помоги нам!» молил он. «Я не могу, Азик!» прошептал он сквозь стиснутые зубы. «Я не должен этого делать!» Улицы вокруг порта были полны дыма, поглощавшего кислород и дневной свет. Грохот взрывов и треск болтерной стрельбы смешивался с пронзительными криками и воем, составляя поистине адский хор. Фаэль Торон присел позади упавшей статуи, чтобы перезарядить болтер, и в этот момент из пробоя в стене фонтанного дома вырвалась грозная струя пламени. Вместе с сотней воинов своего братства он удерживал участок периметра, протянувшийся на две сотни метров в каждую сторону. Трижды противник пытался сломить их оборону, и трижды болтеры и клинки седьмого братства заставляли захватчиков отступать. Воины Фаэля Торона знали эту часть тиски, как никто другой, а предвидение корвидов позволяло им организовать оборону с наивысшей точностью. А тенейцы тоже снабжали их информацией, и благодаря этому ни одно наступление противников не стало для них неожиданностью. На улице уже лежало немало трупов, оборона давалась высокой ценой. Девственный мрамор стен был забрызган кровью, и по трещинам в мостовой текли ручьи жизненной жидкости. Фаэль Торон истратил уже 12 обоем, и продолжать стрельбу позволяло только регулярное снабжение боеприпасами, обеспеченное отрядом гвардии шпилей. Внезапно его внутренности скрутило болезненной судорогой, и спазмы распространились по рукам и ногам. Фаэль Торон невольно охнул, сплюнул едкую желчь и тряхнул головой, пытаясь восстановить помутившееся зрение. В рядах его воинов один за другим прогремели взрывы, и ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы избавиться от пятен перед глазами. «Смотри за правым флангом!» крикнул Фаэль Торон. Шквал артиллерийских снарядов разорвал в клочья тела трех его Астартес. По характерному ухонью он определил, что это не противопехотное оружие. Воины в темно-красной броне устремились в пролом, таща за собой тяжелое орудие. Фаэль Торон рискнул выглянуть из-за статуи Золотого Льва. Весь район от порта до самой Тиморской библиотеки стал совершенно неузнаваем. Украшенные колоннадами проспекты и изящные павильоны превратились в сплошные руины и горы разбитого камня. В солоноватом морском воздухе преобладал химический запах, доносившийся из горящего порта, дым от взрывов и бесконечных костров из книг. Космические волки и воины в золотых бронекостюмах осторожно пробрались сквозь завалы здания еще совсем недавно бывшего галереи скульптуры периода, предшествующего Древней Ночи, где преобладали произведения чуждых творцов. Теперь все экспонаты стали мусором под ногами захватчиков и Фаэль Тарон снова ощутил, как под кожей пульсирует энергия эфира, возбуждаемая яростью ДТАА. Чтобы справиться с эмоциями он сделал глубокий вдох. Исчисления уже не помогали и желание хранителя ударить по противникам грозило разрушить все его стратегические расчеты. Тогда я стану таким же как они, прошептал он, стараясь унять ярость. Следующая очередь оставила в поверхности статуи глубокую канавку, словно львы были сделаны из мягкого песчаника. Фаэль Тарон откатился от готового упасть льва и перебрался под прикрытие рухнувшей каменной арки. Он узнал в ней часть купола галереи и, оглянувшись через плечо, увидел, что изнутри здания поднимается столб густого серого дыма. В небе среди вспышек взрывов протянулись инверсионные следы от спидеров. Часть библиотеки обвалилась и не меньше тридцати его воинов оказались погребенными под тоннами камня. Небо заволокло тучами взметнувшейся пыли. Грохот камней еще не утих, как раздался раскатистый вой врагов. «Отбросим их назад!» закричал фаэль Тарон. Обогнул каменную арку и открыл огонь, посылая в космических волков болт за болтом. Его товарищи последовали примеру капитана, и каждый бил точно в намеченную цель. Космические волки начали падать, но этого было недостаточно. По подсчетам фаэля Тарона со стороны порта их атаковало не меньше шестисотен Астартес. Это были настоящие дикие варвары, увешанные поверх доспехов шкурами и амулетами, словно какие-нибудь воинственные племена дикарей, не заслуживающие ничего иного, кроме уничтожения. Они не обладали ни красотой, ни искусством настоящих Астартес. Многие шли в бой без шлемов, другие сбрасывали шлемы во время битвы, одержимые жаждой крови или просто по глупости, не заботясь о защите самого важного органа. Фаэль Тарон заставлял космических волков платить за это, тщательно прицеливаясь и сбивая головы с плеч при каждом выстреле. Интенсивная стрельба началась с обеих сторон и воздух наполнился летящими снарядами. Фаэль Тарон снова укрылся за деталью купола и сразу услышал, как по его медной поверхности застучали снаряды. Рядом с ним прижался камнем воин в темно-красных доспехах и Фаэль Тарон приветственно кивнул своему философу Тулекху. Этот Астартес был прекрасным адептом и овладевал своими силами быстрее, чем кто-либо другой в седьмом братстве. Даже Фаэль Тарон вынужден был прилагать усилия, чтобы сдерживать мощные силы, возвращенные Магнусом на Проспера. Остальные братства уже вовсю пользовались своими способностями, но седьмое пока еще сражалось традиционными методами. Мы так их не удержим, сказал Тулекх. Необходимо использовать наши силы. Еще рано, возразил Фаэль Тарон, это оружие для последнего сражения. Это и есть наш последний бой, настаивал Тулекх. Как еще это можно назвать? Фаэль Тарон сознавал, что он прав, но продолжал колебаться. Его люди еще не имеют большого опыта по использованию энергии Великого Океана, как в других братствах, и он опасался, что они бросятся в самую гущу сражения. Но, как сказал Тулекх, что еще остается делать? Хорошо, наконец решился он. Передай приказ, разрешающий пользоваться любыми средствами для выдворения захватчиков. Тулекх кивнул, и в его глазах Фаэль Тарон заметил злорадное предвкушение. Тарон выглянул из укрытия и едва няхнул, увидев за спинами космических волков чудовищно огромный силуэт серого гиганта, в особенно прочных керамитовых доспехах и снабженного множеством лязгающих и жужжащих механизмов. Броню дредноута покрывал слой пыли и сажи. Пластины были испещрены царапинами и вмятинами, а висевший на спине стяг уже горел. Одна рука гиганта оканчивалась окровавленным кулаком, с которого летели искры электрического заряда, а вместо второй жужжала ракетная установка, заряжаемая из огромного ящика на плече. Быстрее крикнул фаэль Тарон, когда из установки дредноута в их сторону понеслась очередь снарядов. Ракеты попали в развалины купола и колоссальным взрывом его подняло в воздух. Ударная волна вырвала самого фаэля Тарона швырнула в образовавшийся кратер, в котором уже хлюпала кровь. Он перевернулся и потянулся за оружием, но поблизости ничего не было. Вокруг кратера валялись разорванные в клочья и пробитые очередями тела тысячи сынов. Он снова ощутил приступ отвратительной тошноты и согнулся пополам, чувствуя, как непрошенная и непреодолимая сила ДТТА завладевает его телом. Все вокруг фаэля Тарона поднялось в воздух и кровь у его ног закипела. В его теле проснулась мощь Великого Океана, но в самой глубине на уровне клеток уже началось ужасное изменение. Астарты с тысячи сынов умирали. Десятки воинов погибли в первые же минуты атаки Короля Волков. Одетые в лучшие боевые доспехи и вооруженные заиндивевшим мечом, который одним ударом рассекал надвое тела противников. Он сражался как вожак стаи, уверенный в поддержке своих собратьев. Рядом с ним шли Хускарлы, беспощадные убийцы в терминаторских доспехах, неуязвимых для любых видов оружия, кроме самых удачных выстрелов или ударов мечей. Фозис Ткар, хотя и не видел больше ненавистных сестер Безмолвия, был уверен, что они все еще здесь, поскольку его силы иссякли, стекали с рук, словно чернила спера. Кустодис разили противников мощными ударами копии Хранителей, которые с одинаковой легкостью рубили и броню, и плоть. Он ощутил бессильную ярость Хранителя, почти полностью лишившегося своей силы, и тогда, глубоко вздохнув, обратился к внутренним резервам, претворяя в энергию собственные чувства и чувства братьев, сражавшихся не на жизнь, а на смерть. Враги, еще несколько мгновений назад, бывшие на грани поражения, окружили их со всех сторон. Клин тысячи сынов глубоко проник в массу космических волков, но Лемон Рус отразил смертельный удар. Что еще хуже, ситуация обернулась против воинов Магнуса. Космические волки ломали их строй, кустодии рубили воинов, а разъяренные волки безжалостно рвали клыками. «Мы должны отойти назад!» крикнул Хадхор Маат, преодолевая грохот стрельбы и лязг мечей. В строй слишком растянут. Фозист Кар понимал, что он прав, но не мог сосредоточиться ни на чем, кроме могучей фигуры Лемона Рус истреблявшего воинов тысячи сынов, и абсолютно безразличного к хранилищам знаний и опыта, которые он разбивал при каждом ударе. «Займись этим!» рявкнул он. «Восстанови периметр!» Хадхор услышал неудержимую ярость в его голосе. «Что ты собираешься делать?» спросил он. «Я могу покончить с этим», ответил Фозист Кар. «А теперь займись перегруппировкой». Второго приказа Хадхору Маату не потребовалось, и по рядам тысячи сынов был передан приказ. Воины второго, третьего и восьмого братств организованно смыкали ряды и плотными группами отходили назад. Космические волки быстро осознали, что инициатива теперь принадлежит им, и устремились вперед, предвкушая победу. «Думаете, мы так легко сдадимся?» прошипел Хозист Кар. Он взмахнул хекой и бросился в самую гущу боя, издав оглушительный рев, не уступавший волчьему вою. С посоха сорвался шипящий сгусток голубого пламени и ударил в грудь ближайшего воина, окатив его огнем. Волк закричал, словно смертельно раненый зверь, и упал, а Фозист Кар и его спутники ринулись в толпу врагов. Рядом с ним расцвел огненный шар, и, оглянувшись, он увидел, что Ауромагма со своим отрядом присоединился к атаке. Вместо того, чтобы рассердиться на капитана Восьмого Братства за неподчинение приказу, Фозист Кар почувствовал только злорадное удовлетворение. С рук Ауромагмы слетали струи голубовато-белого огня, плавившего керамитовые доспехи, словно мягкий воск. Обгоревшие волки перед смертью выли на небо. Воины погибали от ударов опаляющих зарядов, выжигающих воздух в их легких. Болт-пистолет Фозиса Ткара с грохотом выпустил снаряд, и голова Кустодия, потерявшего шлем, разлетелась на части. Посох Хека описывал в воздухе огненные дуги и раскалывал доспехи, словно яичную скорлупу. Фозис Ткар с беспощадным мастерством истреблял противников, и в его теле разгоралось пламя. Глаза его ярко сверкали, а с рук срывались огненные языки. Впереди он видел только короля волков и его соратников в золотых доспехах. Поле зрения сузилось до такой степени, что он различал лишь узкий проход, прокладываемый посохом, и продолжал крушить всех, кто попадался на пути. Он убивал врагов целыми дюжинами, чувствуя их смерть каждой клеткой своего тела. Его рука поднималась и опускалась, словно механический рычаг, разбивала броню и кости с такой силой, о которой он раньше и не подозревал. Все тело налилось энергией, а внимание до последней капли было сосредоточено на желанной цели. Враги не в силах противостоять его натиску в ужасе расступались, а Фозисткар одним лишь движением мысли разбрасывал их, словно солому, и швырял на землю, превращая в кравовые пятна на мраморе. Переполнявшая его сила не имела о себе равных. Фозисткар увидел, как ауромагма, охваченный жарким сиянием, встал перед королем волков и послал в него шквал энергии эфира. Он торжествующе заревел, когда заряд достиг Лемона Русса, и пламя ауромагмы окутало ледяную броню Лемона Русса. Прогремевший взрыв мог сравниться только со вспышкой сверхновой звезды. Примарх даже не вздрогнул, зато для ауромагмы последствия были столь же невероятными, сколь и ужасными. Колоссальная энергия ауромагмы отразилась от доспехов Примарха, как свет отражается от зеркала, и злобная сила эфира обрушилась на своего Творца, исторгнув из его глотки отчаянный вопль. Эфир поглощал его сущность, и вопль ауромагмы был полон такой муки, что все, кто его слышал, исполнились жалости. Он превратился в пылающий костер и бросился в толпу, но космические волки, не желая приближаться к проклятой душе, мгновенно расступались перед ним. Фозис Ткар наконец пробился к воинам в золотых доспехах, окружавшим Примарха, и захохотал, заметив в их глазах ужас. Против него выступил их командир, его взгляд, полный смешанного с ненавистью отвращения, доставил Фозису Ткару из-под увенчанного красным плюможом шлема выбивались темные волосы, а из-под визора на него смотрели глаза убийцы. «Вальдор!» прошипел Фозис Ткар, словно выплевывая имя врага. Константин Вальдор выставил перед собой копье. «Кто ты?» крикнул он, вызвав у Фозиса Ткара новый взрыв смеха неуместностью вопроса. «Я твоя смерть!» прогремел он. Но слова, слетевшие с изменившихся губ получились неразборчивыми. Фозис Ткар угрожающе нагнулся над командиром Кустодис и только тогда понял, насколько изменилось его тело. Его плоть сбунтовалась против своей формы и функции. Безумная трансформация затронула уже все органы и конечности. Плоть и броня слились в одну жуткую массу, соединившую органические и неорганические вещества. И мышцы начали вспучиваться, вылезая наружу. Как же он до сих пор не заметил таких явных изменений? Ответ пришел в то же мгновение, как только во мозгу оформился вопрос. Фозис Ткар уже не мог назвать это тело своим. Его плоть захватил Ютипа своим злорадством и постепенным влиянием пробудивший дремлющий потенциал, скрытый в его генетическом коде. Сила необузданной трансформации, всегда присутствовавшая в его организме, вырвалась на свободу. И накопленный за два столетия потенциал обрел осуществление за две минуты. В глазах Вальдора Фозис Ткар прочел свою судьбу и судьбу всего легиона и понял, что эта участь ждала их с самого начала. Вальдор шагнул вперед и нацелил копье хранителя ему в сердце. В тот момент Фозис Ткар понял, почему его примарх не вступил в бой. «Чудовище!» крикнул Вальдор, пронзая копьем его мутировавшую плоть. «Я знаю!» печально произнес Фозис Ткар, уронил оружие и закрыл глаза. Золотое лезвие рассекло сердце, и смерть стала для него желанным избавлением. Фаэль Тарон в сверкании молний поднялся над кратером. Из-под его доспехов с шипением сочилась кровь, а с кончиков пальцев срывались яркие искры. Его броня засияла внутренним светом, словно внутри был заключен плазменный реактор. Глаза, впитавшие энергией эфира, позволили Фаэлю Тарону увидеть дьявольское сражение во всем его примитивном ужасе. Войско Лемона Русса и Кустодис уже почти одержало победу. Космические волки, словно меч в тело дрогнувшего врага, проникли вглубь тиски. Оборона Тысячи Сунов еще держалась, но она, безусловно, будет прорвана, и это произойдет очень скоро. Никто не в силах противостоять столь яростной атаке, столь неутомимому натиску и беспощадной ненависти. Никто, кроме Тысячи Фаэль-Тарон окинул взором остатки своего братства, истерзанные тела, и пробитые черепа, которые в качестве трофеев подбирали торжествующие завывающие космические волки. Едва он остановил взгляд, как его ярость выплеснулась наружу стремительным потоком силы. Ближайшие к нему Астартес были отброшены назад. Энергетический заряд сорвал с них доспехи и даже плоть с их костей. Лохматые существа, что бегали вместе с воинами Русса, стали взрываться яркими кляксами, издавая жуткие злобные вопли, и их внутренний свет мгновенно затухал. Фаэль-Тарон распростер руки в стороны и поплыл над полем боя, расчищая себе путь только усилием мысли. Опьяненный нахлынувшими ощущениями, он даже рассмеялся, как легко управлять этими силами. Совсем недавно он опасался, что не справится с ними, а оказалось, что все это так же просто, как дышать. За ним последовали и его воины, и огонь, стекающий с его рук, наполнял их и зажигал вокруг них сияние. Потоки энергии бушевали вовсю, но он не придавал этому значения и стал добровольным проводником для сил Великого океана, позволив им свободно переходить в этот мир. Навстречу ему поднялся целый шквал разрывных снарядов из пушек трех дредноутов, настоящих машин для убийства, похожих на волков и разукрашенных, словно тотемы дикарей. Первый дредноут Фаэль Тарон разорвал на части одним движением руки. Он ощутил мучение умирающего клочка плоти, заключенного в машине, и испытал от этого радость. Два других дредноута он повернул друг против друга и с мрачным наслаждением наблюдал, как они стреляют, пока от могучих устройств не остались дымящиеся обломки. Повсюду вокруг него воины Седьмого Братства пылали тем же огнем, который переполнял его существо. По мере того, как росли его уверенность и сила, набирались опыта его воины, и их превращения были эхом его достижений. По Фаэлю Тарону открыли огонь два танка типа хищник. Он поднял с земли обе машины и опрокинул в море, не переставая смеяться над испуганными лицами космических волков. Они уже стали отходить назад, собирались в группы и пытались скрыться в имя же устроенных развалинах. Тело Фаэля Тарона стало содрогаться от проходящей сквозь него энергии, и он, вспомнив высшие уровни исчислений взять поток под контроль. Все они твердили, что сила полезна только в том случае, когда она контролируется, и он признал их правоту, когда ощутил, что его хватка слабеет. ДТА, некогда бывший его хранителем, завладел его телом, подчинил себе и наполнил таким количеством энергии, с каким не смог бы справиться и самый опытный магистр. «Нет!» вскричал Фаэль Тарон, чувствуя, как ДТА радуется тому, что они поменялись ролями. Его руки уже не могли сдерживать рвущуюся наружу энергию, и Фаэль Тарон охнул от резкой боли. Титанические силы не помещались в нем, и остановить изменения было уже невозможно никакими усилиями воли. Запрокинув голову, Фаэль Тарон издал последний вопль осознанного ужаса, а потом его тело взорвалось с интенсивностью зарождающейся звезды. А в километре к востоку Каллофис направлял Канис Вертекс к почерневшим еще дымящимся руинам пирамиды Корвидов. Там горели бесценные и уникальные фолианты, и над развалинами поднимались высокие столбы дыма. Из-под ног Титана разбегались объятые ужасом фигурки в серых и золотых доспехах. На огненном щите плавились ракеты и артиллерийские снаряды. Каллофис чувствовал себя неуязвимым и непобедимым. Как можно после такого опыта вернуться к традиционным методам ведения войны? Управление манипулами роботов при помощи психорезонансных кристаллов доставляло ему немалое удовольствие, но командовать богом войны было ни с чем не сравнимым наслаждением. То, что не сжигали его орудия, добивали гигантские ноги с широко расставленными когтями. Каллофис сознавал, что оставляет за собой разрушений больше, чем целые отряды космических волков. Это его не тревожило. Дома можно построить заново, город возродить, а вот шанс шагать по миру в железном колосе может больше никогда не представиться. Его тело, оставшееся на троне в пирамиде Перидов, уже обжигало эфирное пламя. Но Каллофис сознавал, что должен сохранять контроль над Титаном. Сейчас от него зависит жизнь и будущее Проспера. Огонь Ютипы расплавленным металлом протекал по конечностям Канис Вертекс, но он ощущал отчаянное желание Хранителя перехватить управление и творить зло по своему усмотрению. Каллофис ревностно удерживал контроль, хотя и сознавал, что силы Ютипы возрастают с каждой прерванной жизнью с каждым разрушенным зданием. Он заставил себя сконцентрировать внимание на сражении и окинул взглядом город, стараясь определить, где его огневая мощь принесет большую пользу. Ключевой позицией был порт. Тяжелые транспортные корабли кружили над морем и доставляли с орбиты все новые и новые отряды солдат. Чуть дальше еще держался северный рубеж обороны Киски. Ариман и его корвиды стояли плечом к плечу сатинейцами и гвардии шпилей и отважно сражались, сдерживая натиск доставляемых морем противников. Ариман сможет еще некоторое время обойтись без его помощи. Ликвидировать порт значит лишить захватчиков плацдарма, необходимого для окончательного истребления тысячи сынов. Каллофис на каждом шагу сея смерть и разрушение направил могучую машину в порт. Каллофис воспринимал окружающую обстановку совсем не так, как это делал давно погибший принц Сканис Вертекс. Он чувствовал все изменения в ходе битвы более остро, чем любой Модератус. Привлекаемая битвой энергия эфира накатывалась со стороны пирамиды рапторов, и он улыбнулся, приветствуя ее мощь. Едва он успел настроить свои чувства на бушевавшие внизу схватки, как ощутил неожиданный всплеск по другую сторону от пирамиды Корвидов. Он узнал присутствие Фаэля Торона, но изумленно моргнул, когда почувствовал невероятную мощь, нараставшую в капитане Седьмого Братства. Каллофис слишком поздно преодолел инерционность Канис Вертекс. «О, Трон, нет!» прошептал он, увидев, как к небу взметнулся столб белого пламени, не меньше тысячи метров в диаметре. Над тиской будто вспыхнуло второе солнце, моментально разогнавшее тучи. Ударная волна качнула Канис Вертекс. И Каллофис ощутил, как из разрыва в ткани мира хлынул неукротимый поток энергии эфира. Он в одно мгновение сжег огненный щит Титана, оставив беззащитным его металлический корпус. Кристаллы, настроенные на управление главными механизмами, разбились, и Ютипа, перехватив контроль, торжествующе вскрикнул. Но его триумф длился недолго, лишь до тех пор, пока от невероятного жара не расплавился корпус Титана. Сначала от тяжести опустились огромные руки, а потом и вся боевая машина рухнула на пирамиду Корвидов, завершив разрушение, начатое Ахтхери судьбостроителем. Колофис пытался разорвать контакт с обреченной машиной, но ее типа не ослаблял хватку, и на капитана обрушилось ответное действие эфира. Колофис призвал все могущество магистра храма Перидов, чтобы остановить огонь, но столь чудовищной мощи не могла противостоять ни одна сила галактики. Колофис еще успел оценить иронию своей гибели, прежде чем огонь уничтожил его, и вся пирамида Перидов взорвалась раскаленным фонтаном стекла и стали. Глава 30 Последнее отступление Мое оружие истина Знак Волка Ариман Ариман тряхнул головой, удивляясь, почему это он лежит в облаке пыли и на груди мусора. Он так и не вспомнил, упал ли сам или его кто-то свалил. Перекатившись на бок, он сердито поморщился от болезненных судорог, прекрасно зная, что они означают. Он поднялся на ноги и огляделся. На западе, к самому небу, поднялась колонна бурлящего пламени. В разрыв между мирами устремился пульсирующий поток из Великого океана. И судорожная боль в мышцах подсказывала Ариману, насколько могущественным он мог бы быть, если бы дал волю этим силам. На дне его глаз разгорался мерцающий огонь, и обжигающий эфир капал с пальцев, расплавляя землю до состояния желеобразной массы. Ужасный взрыв оглушил всех, и своих, и врагов, а ударная волна прокатилась по городу, сея разрушения подобно землетрясению. Те здания, что уцелели после карающей бомбардировки, теперь тоже превратились в руины. Ослепительный свет стал гаснуть, значит, тот, кто прорвал завесу между мирами, уже уничтожен. На горизонте Ариман разглядел объятый огнем человеческий силуэт, который покачивался, словно соломенное чучело, сжигаемое дикарями-горцами в честь языческих богов урожая. Перед его мысленным взором вспыхнуло видение неотвратимого будущего. Огромная боевая машина, погибшая на полях Кореовалума, умирала во второй раз и падала на пирамиду Корвидов. Ариман мог бы посмотреть, куда она рухнет, но не пожелал видеть уничтожение своего храма и прервал видение. До него донесся оглушительный скрежет стали и звон стекла, звук, означавший окончательное разрушение и разбитые надежды. Огромная машина, упав, вызвала еще одну ударную волну, а затем вспыхнул ослепительный шар на месте взорвавшегося храма перидов. Ариман от ужаса приоткрыв рот замер на месте после этой троекратной катастрофы. Смертный приговор легиону вынесен окончательно, рубежа обороны больше не существует, весь северо-западный сектор города исчез, враги, поняв, какое они получили преимущество, тут же беспрепятственно хлынут в город. Затишье, вызванное колоссальными взрывами, было очень хрупким, и тысяча сынов первыми оправились от потрясения. Когда космические волки еще только поднимались на ноги, тайные скоробеи ударили в них смертоносными потоками убийственных сил, врагов сжигали ослепительные молнии, а потом сверкающие дуги с треском рассыпая искры, перекидывались с одного воина на другого. Шипящие языки пламени разлетались по улицам, поглощая все, к чему прикасались, расплавляя своим невероятным жаром кирамид и человеческую плоть. У Аримана возникла надежда, что бушующая энергия эфира может стать их спасением, но уже через несколько секунд надежда растаяла. Воин в десяти метрах слева от него издал вопль откровенного ужаса, и его тело стало буквально взрываться отвратительными наростами. Броня скрипела и трещала, а мутирующая плоть росла с невероятной скоростью. Через мгновение к нему присоединился еще один воин, чье тело унеслось вверх, подброшенное струей голубоватого огня, и не успели окружающие даже вздохнуть, как от несчастного ничего не осталось. А старт из тысячи сынов претерпевали самые невероятные изменения. Из трещин в броне высовывались отталкивающие наросты, покрытые чешуей конечностей, из ворота бронекостюма вылезали морщинистые придатки, и даже из пулевых пробоин с мерзким чавкающим хлопком выскакивали желеобразные опухоли. Плоть долгие десятилетия, удерживаемая в постоянной форме, рвалась наружу, и воины в ужасе падали на колени. С каждой секундой число жертв злокачественного влияния возрастало, и отчаянные вопли достигли ушей космических волков. Солдаты гвардии шпилей в страхе бежали от своих бывших соратников, когда существа еще мгновение назад бывшие Астартес набросились на них, чтобы утолить безумный голод растущей плоти. «Всем отступить!» закричал Ариман, понимая, что эту позицию им уже не удержать. Те Астартес, которые сопротивлялись перерождению плоти, передали его приказ по цепочке, и Ариману хватило беглого взгляда, чтобы увидеть. В строю остались старейшие и самые опытные члены легиона. К его радости среди них оказался Исобик. Вместе со своим практиком Ариман повел остатки Астартес и гвардейцев вглубь старой киски, быстро пробираясь по изрытым снарядами улицам и площадям, заваленным горящими обломками. После проверки боезапаса оказалось, что у Аримана осталось всего пять полных обоим. Посох Хека тоже представлял собой мощное оружие, и его древко потрескивало от невидимых разрядов. Усилием воли главный библиарий удалил из него энергию, не желая рисковать, когда воздух был насыщен неконтролируемыми потоками эфира. Посох еще понадобится ему в последний момент, а до тех пор он не хотел даже думать об этом. Едва он успел успокоить бушевавшие потоки, как ощутил чье-то тайное присутствие в эфире вокруг него, словно тонкое щупальце чужей мыслей искало лазейку в его разум. Ариман узнал и примитивную хитрость охотника, и манеру подкрадываться, говорившие о долгих годах жизни промерзшей тундре, где единственным способом согреться была лишь звериная шкура, снятая с еще не остывшей жертвы. Ему не потребовалось особого мастерства, чтобы узнать это он уже странствовал в Великом океане. Его выслеживал Ахтхери судьбостроитель, и Ариман позволил своей эфирной сущности распространиться в воздухе, оставив след, чтобы привлечь рунного жреца. «Иди ко мне, судьбостроитель», прошептал он, «я не возражаю». Ариман вел остатки разбитого легиона по улицам любимого города и по пути собирал ошеломленных взрывами солдат из восточного и западного секторов, которые также стремились к площади Окулиум. Пока он насчитывал всего несколько сотен Астартес, однако для того, чтобы сдержать атаки космических волков и кустодиев, этого было слишком мало. Поэтому Ариман надеялся, что ближе к центру города отыщет еще воинов. Площадь Окулиум уже показалась впереди, и вдруг он заметил на улице статуи львов, по большей части опрокинутые и сильно поврежденные снарядами. Ариман узнал это место, улица тысячи львов, и едва не рассмеялся, когда увидел, что крайний слева лев остался нетронутым, таким же блестящим и гладким, как будто только что вышел из мастерской скульптора. Он остановился и протянул руку кривущему хищнику. «Наверное, ты в самом деле счастливый», сказал он, ничуть не смущаясь того, что выглядит глупо. «Я бы не возражал, если бы ты поделился со мной своей удачей». «Суеверие тебе не к лицу», раздался позади него чей-то голос. Обернувшись, Ариман искренне обрадовался, увидев в толпе отступающих воинов, прихрамывающего Хадхора Маата. Они бросились навстречу друг другу и обнялись, как любящие братья. «Что произошло?» спросил Ариман, забыв о позолоченном льве. «Король волков», коротко ответил Хадхор Маат, и других объяснений Ариману не потребовалось. «Афозист Кар», задал он очередной вопрос, когда весь отряд снова двинулся на юг. Хадхор Маат отвернулся, и тогда Ариман заметил нездоровую восковую бледность его кожи, что для такого опытного биомана было так же отвратительно и несвойственно, как и самая страшная мутация. Невероятно красивый в обычных условиях Хадхор Маат казался совершенно сломленным, и его вид расстроил Аримана ничуть не меньше, чем все разрушения, произошедшие во время этой кошмарной битвы. «Его унесло перерождение плоти», сказал Хадхор Маат, не в силах скрыть ужас при воспоминании о том, что произошло. Кустодий Вальдор его убил, но мне кажется, что Фозис Ткар сам позволил ему это сделать. Лучше умереть, чем жить таким чудовищем. Аурамагма тоже погиб. Аурамагма не был близким другом Аримана, но он был капитаном братства, а вот гибель Фозиса Ткара его искренне опечалила. Если ему удастся пережить этот кошмар, он еще долго будет тосковать по утраченным друзьям. Ариман уже воина своим другом. Он постарался прогнать из головы мысли о Фозис Ткаре и обратился к низшим уровням исчислений, чтобы подавить печаль потери. Однако его беспокоило то, как страшная утрата подействовала на Хадхора Маата. Левую сторону головы Маата покрывала корка засохшей крови, и это было наименьшим из повреждений. Его кожа мерцала внутренним светом, что говорило об угрозе перерождения. И Ариману оставалось лишь надеяться, что такой тщеславный воин, как Хадхор Маат, устоит перед соблазном снова прибегнуть к силам эфира. Куда мы направляемся, спросил Хадхор Маат. Ко второй линии обороны, объявил Ариман. Что это за вторая линия? С востока на запад, между пирамидами Атинейцев и Паванидов, с великой Хадхор Маат. Знаю, но намного короче, чем предыдущий. Если мы сможем удерживать его достаточно долго, чтобы большая часть граждан Тиски успела оказаться в относительной безопасности, которую представляет пирамида Фатепа, значит, нам удастся добиться чего-то стоящего. Не слишком многого. Это все, что мы можем, сказал Ариман. Они продолжали бежать на юг, но, услышав звуки приближающейся погони, Ариман стал оглядываться через плечо. Ужасные монстры, в которых превратились его воины, задерживали космических волков. Но убийцам Лемона Русса не потребуется много времени, чтобы расчистить себе путь. Ариман сдержал гнев, сознавая, что он не принесет ничего хорошего, поскольку слишком многое служило ему причиной. Поводов для гнева главному библярию хватило бы на тысячу жизней. на них обрушились волки Русса и Кустодис. Гнев по поводу гибели многих воинов, заслуживших лучшей участи. Гнев на себя, за то, что так быстро позволил себе перестать задавать необходимые вопросы. И самый сильный гнев на Магнуса, за то, что он оставил их наедине с их ужасной участью. Ариман повел своих воинов через площадь Окулюм, мимо стоявшей в центре колонны, чудесным образом избежавшей уничтожения во время бомбардировки. Площадь была заполнена людьми, бежавшими от космических волков и кустодиев, поскольку их пули и клинки не разбирали, каких обитателей города они уничтожают. Испуганные горожане выбегали на площадь из боковых улочек и направлялись к самому южному выходу, широкому проспекту, носившему не слишком уместное для данной ситуации название Мудрости. От обозначавшей начало проспекта Арки остались одни обломки и упавшие колонны лежали в перемешку с разбитыми статуями давно умерших ученых-отенейцев. Золотая облицовка Великой Библиотеки Параспера едва просвечивала сквозь пелену дыма, выходившего из пробоин в стенах, а за ней сверкала хрустальная громада пирамиды Магнуса. Пережившие эфирный взрыв и падение Титана воины все еще прибывали на площадь и Ариман насчитал уже около трех тысяч астартов своего легиона. По сравнению с той силой, что начинало сражение, это, конечно, было слишком мало, но больше, чем ожидал Ариман. Интересно, сколько братьев погибло от рук космических волков, а скольких унесло перерождение плоти. Ариман не стал искать ответа на этот вопрос, поскольку сейчас ему предстояло решить более важные проблемы. В сопровождении Собика и Хадхора Маата он перепрыгнул через мраморную статую сумасшедшего ученого Альхазреда и побежал к Дворцу Мудрости. Проспект был вымощен черными мраморными плитами, и на каждой имелось выгравированное назидание, пожелание или предостережение самых выдающихся жертвователей библиотеки. Большая часть плит скрывалась под пылью, мусором или ногами перепуганных жителей Киски. Но Ариман, не забывая о космическом порядке, постоянно смотрел себе под ноги. На первой плите были начертаны следующие слова. Сила безмудрости уничтожит того, кто ею владеет. Зная, что совпадений на свете не бывает, Ариман еще внимательнее стал сматриваться в надписи под ногами. Страждущие ищут силы, но не мудрость. Сила безмудрости опасна. Лучше сначала обзавестись мудростью. Обладающие знаниями не занимаются предсказаниями. Те, кто предсказывает, не обладают знаниями. Если ты злоупотребляешь силой, ты сгоришь, а затем познаешь истину, если выживешь. И последняя плита к мрачной радости Аримана оказалась красной и гласила, только глупец стремится в бой лишь из желания убить кого-нибудь. Значение этих слов не могло от него ускользнуть. Но Ариман недоумевал, почему изречения были показаны именно ему. Он вряд ли имел возможность повлиять на судьбу Тысячи Сунов. Это под силу только одной личности на Проспера. Воины Тысячи Сунов собрались на краю некогда Зеленого Парка Великой Библиотеки. Из тайных скоробеев и разрозненных отрядов Хадхор-Маат и Собик выстроили линию воинов, направивших орудия на север. У их ног над самой землей словно ядовитый туман струился дым от сожженной листвы и травы. За их спинами лежали разваленные Великой Библиотеки, уже утратившие очертания пирамиды. Ее прозрачные стены отсвечивали золотом от множества костров, еще горевших на бесконечных галереях. Вершина пирамиды провалилась и из пролома вытекал дым. Словно по крутым склонам вулкана текли струи раскаленной лавы. Неожиданные воспоминания заслонили перед Ариманом Великую Библиотеку. Что с тобой? спросил Хадхор-Маат, заметив его оцепенение. Это была вовсе не Никея, сказал Ариман. Я видел не вулкан, а вот это. Я видел это. О чем ты говоришь? Это было на Акхору, пояснил Ариман, не скрывая растущего ужаса. Я предвидел все это, но не узнал. Я мог предупредить Магнуса, я мог его остановить. Хадхор-Маат развернул его в другую сторону. Если ты это видел, значит, это должно было произойти, несмотря ни на что. Ты все равно ничего не смог бы сделать. Нет, Ариман покачал головой, все не так. Течение эфира несут отзвуки возможного будущего. Я мог. Не важно, что ты мог, прервал его Хадхор-Маат. Ты не видел этого, как не видел Омон, Ангхуанин, Магнус и кто-либо другой из Корвидов. Так что перестань беспокоиться о том, чего ты не видел и уделяй побольше внимания тому, что прямо перед тобой. Тот факт, что Хадхор-Маат давал ему совет, мгновенно вывел Аримана из состояния оцепенения, и он опять сосредоточил все свое внимание на линии обороны. Здесь было легче защищаться, чем на предыдущей позиции, но для оставшегося количества воинов фронт все равно был слишком растянут. В парке имелось множество павильонов, невысоких ограждений и декоративных кустарников. В любой нормальный день его аллеи и беседки были бы заполнены обычными горожанами и учеными, которые предпочитали впитывать слова мудрости на открытом воздухе. Ариман и сам провел немало времени под густыми зелеными кронами, уютно устроившись на скамье с каким-нибудь занимательным старинным фолиантом. А теперь он смотрел на стены, упавшие деревья и ограждения с точки зрения организации обороны. «Мы выдержим одну атаку, возможно две», сказал он, ознакомившись с рельефом разгромленного парка. «А потом придется отступить к пирамиде фатепа». «Мне кажется, это самый оптимистичный вариант», заметил Хартхор Маат, поскольку Лемон Рус шел на их позиции во главе 6000 Астартес и Кустодиев, сжимая кольцо, словно голодный волк челюсти. Этот маневр был рассчитан на то, чтобы сломить волю защитников, но Ариман вспомнил слова одного из военачальников Старой Земли и возвысил голос, чтобы его услышал каждый из тысячи сынов. «Солдат-доброволец, сражающийся за свою страну и свои права, это самый надежный солдат на свете», закричал он, крепко прижав к плечу болтер. Он посмотрел через прицел и печально усмехнулся, увидев в прорези Ахткере судьба строителя. Рунный жрец был еще далеко за пределами зоны досягаемости, но Ариман и не собирался заканчивать их вражду банальным выстрелом из болтера. Он передал оружие Собику и повернулся к Хадхору Маату. «Помнишь, на Хору я говорил, что мы позволили своим силам нами управлять и что пора снова учиться драться так, как подобает Астартес?» «Конечно», ответил Хадхор Маат, озадаченный таким вступлением, «И что из того?» Настал именно такой момент. Ариман снял свой шлем и уронил его на почерневшую траву. Покажите этим собакам, как надо драться, и пусть они знают, что напрасно недооценивали наш легион. Сражайтесь в полную силу, но пусть никто не применяет энергию Великого океана, иначе ему грозит смерть. О чем ты толкуешь и что собираешься сделать? Ариман сел на обожженную землю, скрестил ноги и крепко сжал Хеку. Золотые и голубые медные полосы на древке сразу же начали потрескивать. Нарушаю свой собственный приказ, сказал он и прикрыл глаза. Ариман одним выдохом вывел световое тело из плоти. Бушующие потоки Великого океана бились у самой границы мира, и потому переход не составлял никакого труда. Грандиозный прилив, вызванный обилием самых сильных эмоций во время битвы, сразу подхватил его сущность. В тот же момент перерождение плоти попыталось застать его врасплох, но Ариман подавил недуг, сознавая, что вероятно в последний раз плывет по Великому океану. Он поднялся выше, отыскал извилистую береговую линию тиски и увидел, что недавно блистательный город закрыт сплошной красной пеленой. Какая сильная ненависть, прошептал он. Неужели мы это заслужили? Стараясь не сбиться с курса в сильных течениях и опасных бурунах, он покинул парк Великой Библиотеки. На северо-западе он ощутил еще открытую брешь в материи эфира, услышал эхо страдающей души, разрываемой на части прожорливыми хищниками варпа, которые до сих пор оставались вокруг раны, надеясь, что она откроется снова. Над строем вражеских воинов пульсировало красно-золотое сияние непоколебимой уверенности в своей правоте. Они не могли видеть свою ошибку. Чуть выше Ариман заметил таинственное облачко обмана и посочувствовал их невежеству. Если бы вы только знали, что вас предали, вы объединились бы с нами и покончили с этим обманом. Местами над движущимися танками и воинами появлялись темные пятна сестер безмолвия, охранявших вражеских капитанов. Ариман держался от них поодаль. Стоило задеть эту мрачную темноту, ему придется мгновенно вернуться в физическое тело. Да и его противник ни за что не приблизится к этим ненавистным пятнам, поскольку так же лицемерен, как и остальные. Наконец Ариман обнаружил Ахтхере судьбостроителя и усмехнулся. Он был настолько горд, настолько самодоволен и полон ненависти, что оставалось лишь удивляться, как он до сих пор сохранил человеческий облик. Как бы ни убеждал себя Ариман, что он действует ради сохранения легиона, он не мог не признать, что миссия доставляет ему удовольствие. Призрачными руками он потянулся вниз и выдернул световое тело из плоти судьбостроителя. Он проделал эту операцию настолько резко, что тело рунного жреца стало твердым и негнущимся, словно только что высеченная статуя. Его помощники и спутники бросились на помощь, но ничего не смогли для него сделать. Ариман ослабил хватку, как только мерцающий сгусток сформировался в точную копию лежащего внизу человека. Аура судьбостроителя вспыхнула возмущением и гневом, но затем он увидел, кто парит рядом с ним. Из всех эмоций осталась только затаенная ненависть. Колдун, бросил судьбостроитель, «И это все, что ты можешь мне предложить, дружище?» спросил Ариман, скрестив руки на груди. «Только оскорбление?» «Я сам выслеживал тебя сегодня», сказал судьбостроитель. «Знаю, я почувствовал твое неуклюжее преследование, да его ощутил бы любой неофит с Проспера. Как ты вышел на мой психический след?» «Твой брат в библиотеке тебя выдал», торжествующе заявил судьбостроитель. Ариман рассмеялся. «Так вот, что ты подумал», воскликнул он. «Если Ангхуанин так поступил, значит, он хотел, чтобы ты меня нашел. Он знал, что в таком случае я тебя убью». «Вряд ли», фыркнул судьбостроитель, и в его руках появился золотой посох. Но Ариман качнул головой, и посох разлетелся осколками затухающего света. «Неужели ты думаешь, что мы будем драться подобным образом в таком месте, в таком царстве?» Судьбостроитель бросился на Аримана, выставив перед собой скрюченные пальцы, словно когти, а его лицо стало превращаться в волчью морду с острыми клыками, нацеленными на горло главного библиария. Ариман резко увеличился в размерах, и они столкнулись во слепительной вспышке энергии. Судьбостроитель накидывался на него, угрожающе размахивая руками. Но Ариман быстрый, словно ртуть, выше и выше в Великий океан. Словно переплетенные спирали генетического кода, они взмывали вверх через эфир. Судьбостроитель яростно атаковал, пуская в ход зубы и когти. А Ариман с невероятной ловкостью уклонялся от ударов. «Ты такой же, как и я», сказал он, уйдя от очередной атаки. Судьбостроитель отпрянул от сверкающего силуэта Аримана и тряхнул головой, так что волчья морда на мгновение растаяла. «Я ничуть на тебя не похож», прорычал он. «Моя сила берет начало в естественном цикле рождений и смертей Фенриса. Я сын Шторма и у нас с тобой нет ничего общего. Но сейчас ты не на Фенрисе», напомнил Ариман. «Мы пользуемся разными названиями, но ты призываешь бурю и раскалываешь землю при помощи той же самой энергии, которая помогает мне предсказывать будущее и управлять судьбой своего легиона». «Это все, что ты можешь мне предложить?» язвительно воскликнул судьбостроитель. «Ложь? Я не верю ни единому твоему слову». «Ложь?» переспросил Ариман. «Посмотри, что вы сделали с моим миром. Мне нет необходимости лгать. Мое оружие истина». Не успели эти слова слететь с его губ, как Ариман устремился вперед, и его сущность обволокла фигуру судьбостроителя. В рунного жреца вонзилось сверкающее копье. Но эта атака не имела целью причинить вред световому телу. Оружием послужило копье истины. «Ты не в состоянии понять правду, пока не поймешь вездесущей лжи, которая тебя окружает. Просвещение не поможет, если ты не избавишься от путаницы обмана. А как только ты станешь свободен от всех форм заблуждений, истина войдет в твое сознание. Это мой дар тебе, Ахтери судьбостроитель». И Ариман излил на рунного жреца все. Заражение Хоруса и его измену всем замыслам императора. Чудовищный масштаб неминуемой войны и ее ужасное окончание. Независимо от победы или поражения, всех их ожидает период беспросветной тьмы. Но Ариман не только открыл судьбостроителю все, что видел сам. Он узнал, что заставило космических волков и Кустодис с такой жестокостью обрушить свои силы на тысячу сынов. Он услышал льстивые слова Хоруса и зловещие доводы Константина Вальдора. Каждый преследовал свою цель, но они оба подталкивали Лемана Русса на путь тотального разрушения. Масштаб предательства потряс его до глубины души. Ариман уже смирился с изменой Хоруса Луперкаля, поскольку она брала начало в коварных замыслах существа, для которого вегентиллионы веков равносильны одному мгновению. Но это было чисто человеческое предательство. Это была ложь, высказанная с благородными намерениями, но приведшая к уничтожению Проспера. Гнев овладел Ариманом, и он снова бросился на судьбу строителя и начал яростно рвать его световое тело. Рунный жрец, ошеломленный увиденными ужасами, даже не мог сопротивляться в полную силу. Тяжесть эмоций притягивала их обоих к материальным телам, и они стали падать в Великом океане. Вокруг тотчас собрались стаи хищников варпа, ужасные воплощения невообразимых кошмаров, чудовищные уроды и ненасытные демоны. Ариман почувствовал их присутствие и, призвав все свое воображение, придал им самые устрашающие формы кровожадных бактериофагов, снабженных клыками и когтями. Наконец они вернулись к раздираемой сражениями киски, едва различимой, словно запеленной густого тумана или запыльным стеклом. Ариман видел разгромленный парк и облако боевой ярости над ним, и битву между космическими волками и тысячей сынов. И обе стороны, ослепленные непониманием, старались уничтожить друг друга. Собик, Хадхор Маат и тайные Скоробеи стояли на страже у его тела, но строй тысячи сынов неуклонно отодвигался назад. Лемон Рус, колонна ослепительного света, десятками уничтожал противников, и Ариман понимал, что ничто не сможет помешать этому неистовому божеству разнести в клочья остатки его легиона. Два сопровождающих Рус Саволка воплощения света и тьмы сбивали с ног воинов и рвали их на части, не уступая в жестокости своему хозяину. Ариман с трудом отвел взгляд от короля волков и его зверей, и держа перед собой ошеломленного судьба строителя, встряхнул его. Некогда высокомерный и гордый рунный жрец был совершенно сломлен, жизненная сила постепенно вытекала из его тонкого тела, и аура, истерзанная истиной Ариманна, неустойчиво мерцала. В нем не осталось и следа от былой уверенности, и душа рунного жреца стала беззащитной и уязвимой. «Это тебе за Ангху Анина», сказал Ариман и швырнул судьба строителя хищником варпа. Они с первобытной свирепостью сомкнулись над беспомощной жертвой. Защелкали неестественно острыми клыками и стали рвать его на части. Прошло лишь несколько мгновений и светящиеся частицы души рунного жреца погасли навеки. Ариман не безмрачного удовлетворения увидел, как содрогнулась и упала закованная в доспехи тело Ахтхери судьба строителя, поскольку плоть не в состоянии пережить гибель души. Часть его сознания содрогалась от столь жестокого мщения, но другая часть радовалась при мысли, что его враг уничтожен безвозвратно. Ариман открыл глаза и глубоко вздохнул. Он тотчас ощутил множественные последствия битвы, разукрасившие его тело, словно болезненные кровоподтеки. Вокруг стоял оглушительный шум боя, и завывание волков слышалось уже со всех сторон. Ему хватило одного мгновения, чтобы понять, сражение за тиску почти закончилось, Проспера для них потерян. Он по-прежнему крепко сжимал в руке древко хеки, и вдруг заметил, что золотые и синие полосы по всей длине посоха утратили яркость, а потом почернели. В этом предзнаменовении он не мог ошибиться. Значит, так тому и быть, заключил Ариман. Ариман и Хадхор Маат, став спиной к спине, сдерживали жестокий натиск космических волков и претарианцев императора. Цепные мечи поднимались и падали, их острые ледяные зубцы покраснели от крови Астартас, а болтеры выстреливали в них тяжелые снаряды, не давая помнится. Рубеж обороны не устоял перед натиском неукротимой ярости Лемана Русса. И последний бой шел уже у подножия пирамиды Фатепа. На маслянистой поверхности водоема, окружившего последний приют Магнуса Красного, уже плавали осколки хрустального стекла. Оставшиеся в живых жители киски, избежавшие ярости захватчиков, укрылись внутри пирамиды. То были остатки великого рода ученых, который не только пережил древнюю ночь, но и продолжал развиваться. Бронированные машины крушили гусеницами статуи и упавшие деревья, а их орудия были направлены на огромную пирамиду за линией фронта. Воины сошлись в рукопашной схватке, так что было невозможно произвести точный выстрел, и потому артиллеристы сосредоточили свои усилия на уничтожение убежища примарха. Пирамида Фатепа мерцала в исчезающем свете дня. Ее серебряные башни и сверкающие поверхности окутывало зловещее внутреннее сияние. Взрывы один за другим вспыхивали над величественным крестом жизни, выгравированным на боковой поверхности пирамиды, и выбивали фонтаны осколков. Ариман знал, что их конец близок. В живых из целого легиона осталось меньше пятнадцати сотен Астартас. С такими силами можно было покорять планеты и подавлять восстания, охватившие миры. Но противостояние второе превосходящим силам противника, да еще с примархом во главе, означало скорое и неминуемое поражение. Этот бой знаменовал собой конец обоих легионов. Но Ариман не мог без борьбы позволить этим варварам уничтожить его мир, как не мог изменить прошлое. Король волков зажег костры из бесценных произведений науки, а бездумными взмахами покрытого инием клинка уничтожал уникальные артефакты, подобных которым не существовало во всей галактике. Такое невежество и беспечная страсть к разрушению не могли оставаться безнаказанными. «Я же говорил, что ты рассуждаешь чересчур оптимистично», сказал Хадхор Маат, пронзая хекой шею потерявшего шлем космического волка. Из порванной артерии брызнула кровь, и Хадхор Маат прикончил противника выстрелом из болтера в голову. «Я почти не ошибся», отозвался Ариман. Он уже примирился с близостью смерти, и мысли стали несколько рассеянными. В последние, как он считал мгновения своей жизни, он гадал, что стало с Лемиэлем и его товарищами летописцами. Ариман не видел Лемиэля после смерти Калисты и Риды, и надеялся, что летописцы могли выжить, хотя и сознавал, что, скорее всего, они погибли. Эта мысль его опечалила, но если сражение могло его чему-нибудь научить, то только тому, что сожаления бесполезны. Значение имело только будущее, а оно могло быть определено лишь путем приобретения знаний. Аримана сильно огорчал тот факт, что ему никогда не представится возможность восстановить то, что утрачено на Проспера. Волк с безумным визгом прыгнул на Аримана, и он сбил его выстрелом в голову. Зверь рухнул у его ног, и он невольно содрогнулся. Перед ним было не животное, а существо, одетое в подобие бронекостюма, словно тело Астарте странсформировалось в адское отродье. «Великий океан, а это еще что такое?» вскричал Хадхор Маат, когда на них набросилось еще несколько ужасных помесей человека и волка. Ариман вспомнил слова, некогда сказанные ему Ахтхере судьбостроителем, и внимательнее присмотрелся к волка людям, своем бросавшихся в атаку. «Вульфины!» крикнул он, выпуская по группе ужасных созданий болтерную очередь. «И они еще смеют называть нас чудовищами!» воскликнул Хадхор Маат. Когда-то вульфины были Астартес, но их поразило страшное бедствие. Лица превратились в звериные морды, но в глубине желтых глаз остались проблески разума. Все тело покрылось густой шерстью, однако челюсти не вытянулись вперед, как у волков. Плоды оружейных технологий были в их руках бесполезны, и единственным оружием этих жестоких убийц стали острые, как бритва, когти и клыки. Свалить таких чудовищ можно было лишь самыми точными выстрелами, а остальные раны, даже такие, которые могли оказаться смертельными для Астартес, они просто не замечали. Когти вульфинов без труда рвали пластины брони, а их клыки были не менее опасны, чем любой силовой клинок. С такой целенаправленной свирепостью тысячи сунов еще не приходилось сталкиваться, и они попятились от невиданного ужаса, шокированные тем, что космические волки осмеливались использовать этих омерзительных выродков. Вольфины проделали кровавую рану в линии обороны тысячи сунов, и с каждой секундой она становилась все шире. Десятки воинов оказывались жертвами безумной ярости, погибая от страшных лыков и когтей. В образовавшийся прорыв с торжествующими воплями хлынули космические волки и кустодис, разбив ряды тысячи сунов на отдельные группы и безжалостно истребляя их ударами за индивелых топоров и копии хранителей. Ариман отступал по вымощенной базальтом дамбе над водоемом к пирамиде Фатепа и к последнему убежищу в Тиске. Вместе с ним к бронзовым воротам, ведущим внутрь пирамиды, отступали лучшие и храбрейшие воины легиона. Все, кто выжил, чтобы отдать жизни на виду у своего примарха, вой вульфинов поднялся до оглушительного крещенда и, наконец, сверху прозвучал ответ на этот вызов. Глава 31 Плач Проспера Небо раскололось пурпурными молниями, а затем потемнело, словно внезапно наступила ночь. Хлынувший черный ливень мгновенно промочил всех до нитки и оставил в воздухе горький привкус мокрого пепла. Ариман, ошеломленно подняв голову, увидел объятого пламенем гиганта, спускавшегося с верхнего уровня пирамиды Фатепа. Крест жизни внезапно вспыхнул прозрачным зеленоватым светом, и множество молний ударили в землю, мгновенно уничтожив десятки вульфинов. По земле поползли трещины, в водоеме яростно вскипела и поднялась маслянистая жидкость, черные с пирамидой осколки, подхваченные внезапно налетевшим вихрем, словно копья, пронзили вражеских воинов и пригвоздили их к земле. Ариман ощутил, как в нем стремительно нарастает заряд энергии, и приготовился усилить контроль над телом, зная, что мутирующая плоть сейчас попытается сбросить оковы и превратить его в ужасное чудовище. Но болезненных судорог не было, и он с нескрываемым изумлением посмотрел на идущее ему навстречу сверкающее огнями существо. Магнус Красный явился во всем своем великолепии. Его золотые доспехи и развивающиеся красные волосы лучились энергией эфира. От посоха отлетали ослепительные молнии, которые с оглушительным треском взрывали танки и машины. Магнус окинул взором войска космических волков, и все, кто взглянул в его глаз, мгновенно погибали, лишившись рассудка при виде мрачной бесконечности хаоса. Над тиской разбушевался великий океан, и небо стало поразрачным окном в иные сферы. На обреченный мир сверху вниз уставились выпуклые глаза размером с горы, и бесформенные существа, каких не мог увидеть в бреду ни один сумасшедший. От этого кощунственного ужаса в тот же миг погибли сотни воинов. Ни один разумный человек не мог без содрогания смотреть на это кошмарное зрелище, и армия захватчиков, объятая страхом перед лицом ненасытных монстров, прекратила резню. При виде грозных воплощений варпа даже вульфины съежились и попятились, словно сознавая всю ничтожность своего существования. Лишь Лемон Рус и два его волка невозмутимо стояли перед Магнусом, и в глазах короля волков Ариман уловил нетерпеливый блеск, как будто мысль о грядущей схватке доставляла ему удовольствие. Магнус вступил на базальтовые плиты дамбы, и нормальное течение времени замедлилось. Каждая капля теперь как будто парила в воздухе. Зигзаги молний перемещались невероятно медленно. Вулканический базальт под ногами Магнуса подернулся рябью, и Ариман, повинуясь веками выработанному обычаю, упал перед своим примархом на колени. Примарх Тысячи Сунов предстал перед ними божественным воплощением света среди гнетущей тьмы. Еще никогда золото его брони не сверкало столь ярко, а роскошная грива красных волос не пылала таким чистым цветом. Его плоть светилась сиянием невероятной силы, превосходящей все, что было прежде. Взгляд единственного глаза не отрывался от Аримана, и от глубины отчаяния в этом пылающем оке у него кровь застыла в жилах. В тот миг Ариман осознал весь ужас Магнуса, видевшего, как его сыновья уступают чудовищной мутации и превращаются в монстров, и разгоревшийся столетия спустя гнев, когда их убивали ради безумных амбиций его брата. Он увидел и благородный идеал, заставивший Магнуса воздержаться от битвы и понял свою ошибку. И еще он почувствовал, что отец прощает ему его сомнения, а затем услышал его голос. «Эта судьба с самого начала была предначертана мне, а не вам», заговорил Магнус. И Ариман понял, что его слышит каждый Астартес из тысячи сынов. «Вы мои сыновья, а я обманул ваши надежды». От слов примарха у Аримана к горлу подступили рыдания. Столько в них было горечи человека, который видел воплощение своей мечты, но не мог дотянуться до него рукой. Когда Магнус снова заговорил, слова предназначались только для Аримана. «Азик, уводи моих сыновей в пирамиду!» «Нет», вскричал главный библиарий, и ручьи непрекращающегося ливня смешались на его лице со слезами горя. «Ты должен», настаивал Магнус. Он поднял руку и показал на бронзовые ворота, которые тотчас же распахнулись. Изнутри заманчиво блеснул свет. «Внутри тебя ждет Омон. Он передаст тебе бесценный дар, который ты должен вынести из этого места. Ты должен это сделать, иначе все наши усилия будут напрасны». «А что же будет с тобой, мой лорд?» спросил Ариман. «Что сделаешь ты?» «То, что я должен сделать», ответил Магнус, глядя, как разъяренный лемон-рус едва заметно движется к базальтовой дамбе. Примарх слегка нагнулся и прикоснулся рукой к нефритовому скоробею в центре нагрудной брони Аримана. Кристалл неярко вспыхнул, и Ариман ощутил заключенную в нем неимоверную силу. «Он был высечен в отражающих пещерах», поведал Магнус. «Такой скоробей есть у каждого воина моего легиона. В нужный момент, а ты узнаешь, когда он настанет, сконцентрируй свою энергию на этом кристалле и на кристаллах своих братьев». «Я не понимаю», признал Ариман, «что я должен сделать?» «Ты сделаешь то, что тебе было назначено еще до твоего рождения», сказал Магнус, «а теперь уходи». «Я останусь с тобой», взмолился Ариман. «Нет», с бесконечной печалью в голосе ответил Магнус, «ты не останешься. С этого момента наши судьбы расходятся. То, что здесь происходит, должно произойти. Выполни мою последнюю просьбу, Азик». Ариман кивнул, чувствуя, как разрывается его сердце, и мир вокруг ожил. Течение времени, нарушенное вмешательством Магнуса, вновь восстановилось. Над миром снова заревело пламя пожаров, и грянул потусторонний прежде. Но все шумы заглушил рев короля волков. Ариман и остальные астарты с тысячи сынов, развернувшись, побежали к пирамиде Фатепа. Пирамиду заполняли толпы людей, большинство которых составляли перепуганные горожане и гвардейцы Проспера. Туда же, в перепачканных мокрым пеплом бронекостюмах, устремилось и тысяча сынов. Согласно беглому подсчету Аримана после нападения вульфенов их осталось чуть больше тысячи. Десятая часть легиона, прошептал он. Чудовищный уровень потерь вызвал у него настоящее потрясение. Он с трудом старался смириться с ситуацией и рядом с ним молча переживали утрату собратьев Собик и Хадхор Маат. Еще не в силах говорить, Ариман отыскал взглядом Омона, стоявшего в центре огромного зала. На доспехах Омона не было ни вмятин, ни царапин. Его оружие покоилось в ножнах, а в руках он держал очень прочный ларец, закрытый на железный замок. Он сказал, что ты будешь жить, произнес Омон. Примарх? Да, много лет назад, когда ты умирал от перерождения плоти. Он знал, что ты останешься в живых до этого момента. Избавь меня от твоих сказок, рассердил Сариман. Примарх сказал, что ты должен мне что-то передать. Верно, Омон протянул Ориману закрытый ларец. Он заперт. Для всех других да, но не для тебя. У меня нет на это времени, прошипел Ориман. Оглянувшись через плечо, он увидел, что два бога войны сошлись схватки с таким грохотом, будто столкнулись два мира. Пирамиду захлестнул ослепительный свет и завыванию Лемона Русса вторил треск молнии Магнуса Красного. Тебе придется найти время, резко бросил Омон, иначе все это будет напрасно. Ориман протянул руку, дотронулся до замка и тот, звонко щелкнув, открылся. Подняв крышку, главный библиарий затаил дыхание. Внутри лежала книга в красном, потрескавшемся от старости переплете, больше похожее не на рабочий гримуар, а на археологическую находку. Книга Магнуса, выдохнул Хадхор Маат. «Но почему я?» спросил Ориман. «Потому что ты теперь ее новый хранитель», объявил Омон. «Ты должен хранить книгу и не допускать, чтобы содержащиеся в ней знания попали в недостойные руки». Ориман вынул книгу из металлического ящика, ощутил груз власти и ожиданий, заключенный в этих священных страницах. Могущество заклинаний и формул взывало к нему, соблазняя и опьяняя величайшими достижениями, доступными обладателю этих знаний. Он хотел отказаться, хотел уложить книгу обратно в ларец и запереть на замок, чтобы никто и никогда не мог взглянуть на ее страницы и завладеть могуществом. Он хотел, чтобы Магнус вернулся и забрал гримуар, но с неожиданной ясностью понял, что этого никогда не произойдет. Магнус не рассчитывал остаться в живых после схватки с Лемоном Русом. Ариман взял книгу и, подгоняемый отчаянием, побежал к бронзовым воротам. Навстречу ему сверкали ослепительные вспышки и гремел оглушительный гром, вызванный невообразимыми для простого смертного силами. Ариман добрался до выхода и увидел схватку между двумя братьями, ни с чем не сравнимую по своей жестокости, мощи и безрассудству. Магнус и король волков сражались за судьбу целого мира. От войска волков и кустодис их отделяла стена бьющих из-под земли раздвоенных молний. Рус наносил Магнусу удар за ударом, разбивая украшенный рогами нагрудник, а Магнус в свою очередь посылал в брата заряды холодного огня, от которых трещала броня и на заплетенные в косички волосы сыпались искры. Издали казалось, что оба противника сильно увеличились в размерах, превратившись в гигантов, какими их описывали в легендах. Покрытый инеем меч короля волков обрушился на Магнуса, но золотой топор отбил клинок, и битва продолжилась на фоне яростного безумия бури, непрерывно бьющих молний и оглушительных раскатов грома. Этот бой велся на всех уровнях, физическом, духовном и психическом. И оба примарха напрягали каждую каплю своих практически неограниченных сил, чтобы уничтожить друг друга. Воды, окружающие пирамиду, почернели, словно нефть, и забурлили, как будто в глубине шла еще одна битва. Космические волки и Кустодис спрыгивали в водоем и брели на другой берег, желая помочь Лемону Руссу. Но Магнус взмахом руки превратил воду криком, когда агрессивная жидкость расплавила керамид, а потом стала превращать плоть и кости в безжизненную массу. Ливень не утихал, как будто задумал утопить этот мир, и земля под ногами превратилась в вонючую трясину, из которой стали появляться извивающиеся тела и цепкие лапы. Они хватали раненых и тащили в грязь, и никакие усилия не могли спасти несчастных от гибели. Проспера раскалывался на части, ткань между мирами трещала, и безумное бормотание и вопли порождений Великого океана заставляли людей в ужасе падать на колени. Все чувства бури напряжены до предела. Налетевшие вихри срывали с пирамиды прозрачные панели, ломали угловые башни из золота и серебра. Эариман уже едва держался на ногах. В полуночном небе прогремел гром. Земля содрогнулась от подземных толчков, по поверхности стали расходиться расширяющиеся трещины, и те немногие здания в киске, что еще не были разрушены, превратились в руины. Эпицентром всех разрушений были Магнус и Рус. Аариман видел, что оба из Полина ведут борьбу с такой злобой, какая возможна только по отношению к тому, кто прежде считался другом. Эта безоглядная вражда больше всего угнетала Аримана. Ему хотелось кинуться к противникам и напомнить им об их родстве, но вмешиваться в сотрясающий планету конфликт было бы откровенным самоубийством. Аариман запретил своим воинам прибегать к силам Эфира, чтобы не допустить перерождения плоти, но Магнус не придерживался никаких ограничений и колотил Русса огненными кулаками, с которых срывались молнии. Эти силы, способные сокрушить целые армии, на примарха Русса оказывали только одно действие. Они лишь подогревали его ярость. Магнус ударил кулаком в грудь Русса. Заиндивевшая броня раскололась с треском, сравнимым лишь с грохотом столкнувшихся планет, и осколки керамита вонзились в сердце короля волков. Русс в ответ так сильно рванул руку Магнуса за спину, что Риман услышал, как она раскололась на тысячи кусочков. Во второй руке Магнуса появился клинок чистой мысли, и он метнул его в трещину, образовавшуюся в нагруднике Русса. Конец клинка показался из спины, и Рус испустил оглушительный вопль боли, к которому тотчас присоединился хор волков, бывших не совсем волками. Два огромных зверя, что повсюду сопровождали Русса, бросились на Магнуса и вцепились кулыками ему в ноги. Магнус обрушил кулак на голову черного волка, раздался громкий хруст, и хищник упал на землю с раздробленным черепом. Белого волка примарх тысячи снов с сердитым ворчанием приподнял земли усилием воли и зашвырнул далеко за спину Русса, перебросив через головы его воинов. Завывающий ветер и неутихающий ливень прорвались сквозь ворота, и в этот момент кто-то потянул Аримана за руку. Он уже хотел отмахнуться, но услышал, что его громко окликают по имени. Хадхор Маат и Омон оттаскивали его от входа, а массивные створки ворот уже начали медленно закрываться. «Нет!» заорал Ариман, и ветер подхватил звук его голоса. «Мы не можем уйти!» «Мы должны!» крикнул Хадхор Маат, показывая на водоем отделявший космических волков от пирамиды. Вражеские воины использовали вогнутые сегменты крыши в качестве плотов, и орудуя прикладами болтеров как веслами начали переправу. Вода уже вернула свои природные свойства, и только обрывки размягченной плоти и костей, плававшие на поверхности, напоминали о страшной гибели людей. Вульфины тоже бросились в воду, и уже целая стая хищников неслась к пирамиде, а на берег поднимались десятки и сотни следующих противников. Поверх приближающихся монстров Ариман взглянул на Магнуса и Русса, продолжавших поединок высоко над дамбой. Ужасную битву заслоняли вспышки эфирного огня и непрерывно сверкающие молнии. В Русса ударил заряд черного пламени, и он вскрикнул от боли. Меч Короля Волков вслепую дернулся вперед и нанес фатальный удар по самому могущественному оружию противника глазу Магнуса. В то же мгновение погасли все молнии и вспышки. Над полем боя повисла абсолютная тишина. Все замерло, и сражающиеся титаны вновь встали на дамбе, вернувшись к своим обычным размерам. Ариман невольно вскрикнул. Он видел, как Магнус отшатнулся от короля волков. Видел, что одна его рука прижата к глазу, а вторая еще вздрагивает и потрескивает в процессе регенерации. Лемон Рус, хотя и был сильно изранен и весь в крови, не мог упустить такой возможности. Он ревнулся на Магнуса, обхватил его за пояс, как это делают борцы, а затем взревел и поднял брата высоко над головой. Все взоры обратились на Руссо, а он швырнул Магнуса на поднятое колено, и треск ломающегося позвоночника Алого Короля отозвался в сердцах каждого из тысячи сынов. Симпатическая боль пронзила тело Аримана раскаленным добила копьем, и он, выронив книгу Магнуса, упал на колени. Мир не знал худшей боли, поскольку этот удар мог оказаться смертельным для примарха, а для простого смертного хватило бы и сотой доли полученных им повреждений. Ариман так и остался стоять на коленях у закрывающихся ворот, несмотря на то, что вульфины вместе с космическими волками, во главе которых бежал капитан с обгоревшими волосами, окровавленными клыками и покрытым инеем топором были уже совсем близко. Король волков запрокинул голову к почерневшему небу и издал торжествующий вой. Черный дождь, несущий пепел, сменился кровавыми каплями, которыми Проспера оплакивал своего павшего сына. Ариман тоже заплакал кровавыми слезами, видя, как Лемон Рус бросил тело своего брата в грязь и взмахнул сверкающим Атыния мджалнаром, собираясь отсечь голову поверженного противника. Магнус из последних сил повернул голову и его поврежденный глаз отыскал Аримана. Это мой последний дар тебе. Оружие Лемона Рус устремилось вниз, но прежде чем оно успело нанести смертельный удар, Магнус прошептал таинственные слова, забытые человечеством с тех пор, как люди впервые обратились со своими гортанными мольбами к безымянным богам неба. Эти слова разрушили структуру тела Магнуса и в то же мгновение оно словно растворилось, а Ариман едва не закричал от неожиданного притока неограниченной силы. Ни один смертный не смог бы этого вынести, но как только поток вошел в его тело, Ариман понял, что он должен сделать. Он обеими руками сжал нефритового скоробея, вмонтированного в нагрудную броню, и мысленно представил себе точные пропорции и каждую деталь фигурки. Этот драгоценный символ был ему знаком до мельчайших подробностей, и Ариман без труда представил подобные артефакты на груди каждого воина тысячи сынов. Едва только все скоробеи появились перед его мысленным взором, энергия, переданная Магнусом сыновьям, распространилась по всему легиону. В тишине раздался мучительный стон, как будто ось мира сдвинулась со своего места. Последний вздох умирающего бога освободил такой мощный заряд энергии, что ткань реальности разорвалась. Поверхность Проспера исказилась, и Ариман покачнулся от сильнейшего приступа головокружения. Ему показалось, что из мира вывалилось дно, и он попал в бесконечную шахту. Мир исчез, осталась только темнота, какая могла быть во Вселенной через миллиарды лет после того, как все живое обратилось в прах. Но в темноте не было безмолвия. Завывания слышались со всех сторон, словно между мирами охотились многочисленные стаи волков. Неужели и здесь не скрыться от боевых псов императора? Непроницаемая, беспросветная темнота с ошеломляющей быстротой сменилась бурлящим вихрем света различных цветов, ослепительными видениями отчаяния и беспредельного восторга. Все и ничто мгновенно появилось и исчезло. Потом унеслось в бесконечность и кошмар продолжался. Ариман почувствовал, что его сознание ускользает. Хрупкие призраки реальности, за которые обычно цепляются смертные, разбиваются один за другим и на его разум обрушиваются миллионы новых видений. К его счастью, разум погрузился в беспамятство. Иначе бесконечный поток ощущений мог бы вызвать душевное расстройство. Ариман плыл в темноте, не различая ни пространства, ни времени. Это конец. Но это был еще не конец. Ариман открыл глаза и обнаружил, что лежит лицом вниз на шероховатой черной каменной плите. Каждая клеточка его тела от израненной плоти до тончайших волокон мозга стонала от боли. Блестящий обсидиан мерцал янтарными отблесками света. Ариман застонал и попытался восстановить последние фрагменты воспоминаний. Над головой загрохотал гром. От яркой молнии перед глазами возникли резкие тени. Несмотря на обжигающую боль, Ариман приподнялся на коленях и оглянулся, пытаясь определить, что же стало с Проспера. С первого взгляда ему показалось, что Магнус в свои последние мгновения подверг их домашний мир чудовищным изменением. Но даже его расстроенный разум скоро определил, что над ним простирается неродное небо Проспера. Здешние небеса бушевали вихрями миллионов различных оттенков, а с земли к тучам с треском выскакивали столбы ярких молний. Ариман посмотрел вниз с выступа черной скалы и увидел неровное вулканическое плата, пересеченное дымящимися трещинами и извилистыми потоками пылающей лавы. Над поверхностью плата, словно в насмешку над стройными шпилями тиски, узловатыми пальцами вздымались скальные выступы, увенчанные искривленными серебряными башнями. Рядом с собой он заметил кожаный переплет книгу Магнуса и бережно зажал ее под локтем. Зубчатые горные вершины вонзались в мерцающее небо. Беспрестанно ревущее раскатами грома. Небо светилось и переливалось огнями, словно в самом масштабном проявлении полярного сияния механикум. Но это был не побочный эффект загрязнения атмосферы, а смерч эфира, поглощающий воздух и сияющий неукротимой энергией. Сотни воинов тысячи сынов, ошеломленные ужасающим пейзажем, бесцельно бродили внизу по изрезанному трещинами плата. Время от времени поверхность содрогалась от подземных толчков, как будто ядро планеты еще не до конца сформировалось. Ариман поднялся на ноги и снова осмотрел кошмарный, постоянно меняющийся мир. Внезапно он заметил сгорбленную фигуру с опущенной головой, неуверенно шагавшую ему навстречу. Ариман узнал в нем Хафеда, одного из хранителей библиотеки Корвидов, и вздохнул с облегчением. В этом аду нет ничего лучше, чем встретить знакомое лицо. «Хафед, это ты!» окликнул Ариман. И его слова наполнили воздух зарядами удивления и радости. Словно каждый выдох был заряжен неимоверной энергией. Воин ничего не ответил, но в его теле Ариман почувствовал присутствие устрашающей силы. А когда Хафед поднял голову, он невольно попятился. Лицо собрата сильно изменилось от наростов мутирующей плоти. Собственно, на лице не осталось ни рта, ни носа, а только невероятно размножившиеся выпуклые глаза. Хафед сделал еще шаг в его направлении и протянул руки. И все его глаза молчаливо умоляли о помощи. Ариман непроизвольно вскинул обе руки, и в Хафеда полетел заряд испепеляющих молний. До сих пор эта способность была свойственна последователям рапторов и паванидов. Но огонь так легко сорвался с пальцев Аримана, словно он тренировался в этих братствах самого рождения. Тело Хафеда мгновенно почернело и рассыпалось на мелкие обгоревшие частицы. Ариман в ужасе отвернулся и сбежал по склону, чтобы присоединиться к остальным воинам. Он довольно быстро разыскал Хадхора Маата, Собика и Амона. Но вскоре выяснилось, что Хафед из братства Корвидов был не единственным, кто поддался перерождению плоти. Пришлось уничтожить еще с десяток воинов, пока наконец не выяснилось, что оставшиеся не подвержены мутации. В общей сложности гибель Проспера пережили 1242 но и исковерканные загадочной силой, которая переместила их в неведомый мир. Кроме этих реликвий их бывшего домашнего мира не нашлось ничего, что могло бы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Ни сила Корвидов, ни способности других братств не помогли определить местонахождение этого мира, как не могли ответить на вопрос, каким образом они здесь оказались. Но положение изменилось в тот день, когда из недр планеты поднялась обсидиановая башня. Все началось с очередного землетрясения, привычного уже явления, на которое поначалу никто не обратил особого внимания. В рядах тысячи сынов царило уныние. Впрочем, чего еще можно было ожидать от тех, кто в один день лишился своего дома, отца и братьев? Но это землетрясение не ограничилось тем, что проложило очередную трещину в вулканическом плато и закрыло другую. Глубокие трещины радиусами стали расходиться из центра равнины, а потом наружу выскочил базальтовый выступ. Он начал быстро расти, поднимался все выше и выше, а основание с каждым мгновением становилось все шире, пока посреди плата не возникла новая гора. Гигантская вершина с крутыми гладкими склонами поднялась выше, чем Олимп и гора Акхору вместе взятые. Упавшие с ее вершиной во время подъема скалы и валуны образовали у подножия целую горную цепь самых невероятных форм. Как только закончился камнепад и улеглась пыль, тысячи снов собрались у основания колоссального сооружения, ничуть не сомневая, что столь грандиозное образование нельзя отнести к природным явлениям. На далекой вершине вспыхнула яркая огненная дуга и вскоре вся гора засияла голубоватым светом, словно внутренние тоннели заполнились молниями, как кровеносная система кровью. На вершине горы появился сверкающий силуэт, едва различимый в свете звезд и сияние энергии невероятных возможностей. За его спиной развернулись два крыла из эфирного пламени и тогда тысячи сынов, осененные светом своего отца, преклонили колени. Магнус легко приземлился перед ними и воины в изумлении увидели, как его сияние озарило унылый и сумрачный мир. Примарх пристал перед ними не в обычной оболочке из плоти, они видели его световое тело, которое могло существовать за пределами Великого океана. Магнус пожертвовал плотью, в которой содержалась его сущность и таким образом поднялся на более высокую ступень эволюции, освободился от пределов смертности и ограничений реальности. Дети мои, с усталой обреченностью в голосе, заговорил Магнус, добро пожаловать на планету чернокнижников. Шло время, столетия или дни, кто знает, возможно и то и другое сразу. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы оказались здесь, поскольку это понятие здесь не имеет значения. Могу лишь с уверенностью заявить, что все стало намного хуже, когда из земли поднялась во всем своем уродстве обсидиановая башня. Кто-то сказал бы, что мы и предположить не могли, как плохо на нас повлияет этот мир. Я же говорю, как мы могли этого не знать. Хадхор Маад опасается, что это самое худшее, но могу признаться, что пережил немало кошмаров, представляя, как в один из дней я стану ничем, никчемным существом, в котором ничего не осталось от человека, каким я когда-то был, а кое-кто даже радуется нашим новым формам и верит, что это признак особого благоволения. Глупцы. Это явление становится в нашей среде все более и более частым, и уже 72 воина подверглись перерождению плоти с тех пор, как Магнус похитил нас с Проспера. Похитил. Старинное слово, но возможно самое подходящее, поскольку мы оказались здесь не случайно. Эта планета поджидала нас и была подготовлена тысячелетия назад интеллектом более великим, чем смертный или даже примар может себе представить. Магнус сидит в своей черной башне, вглядывается в глубины Великого Океана и ищет одобрение, ждет знака, что он поступил правильно. Он ничего не найдет, поскольку искать нечего. Он никогда не действовал самостоятельно, потому что забыл первое правило тайных обрядов. Он позволил своим амбициям о гордыне себя ослепить, позволил себе забыть о своих пороках и о том, что поблизости всегда найдется тот, кто сильнее тебя. Я не совершу такой ошибки. Но мы все еще остаемся существами из плоти и потому склонны повторять собственные промахи, так что мне придется соблюдать осторожность и окружить себя скептиками, чтобы обуздать свое высокомерие. Тысяча сынов обязаны своим происхождением той силе, что буйно процветает повсюду вокруг нас. Нам был дан шанс накопить и передать другим знания закрытого мира, но мы не сумели воспользоваться этой великолепной возможностью. Среди оставшихся собратьев есть те, кто не верят в возможность обуздать силы великого океана и считают, что наша несчастная судьба является прямым доказательством этого очевидного факта. Они ошибаются. Этот мир полон возможностей, но он таит в себе опасность. Когда я ступлю на тот путь, который, как я верю, спасет нас от медленного вырождения, я уже не смогу повернуть назад. Начатый мной великий труд станет первым шагом к доказательству нашей правоты и верности, которую мы храним до сих пор. В день дебили Проспера я поклялся восстановить все, что было утрачено, и я намерен сдержать свое слово. Этот обед станет первым шагом к извращению былой репутации тысячи снов в глазах Императора. Я уже чувствую сближение с теми капитанами, которых я должен убедить, если хочу добиться успеха. Я уже знаю, что Хатхормаат поддержит меня, потому что он, как никто другой, боится разрушения своей плоти. Собик пойдет за мной, потому что всегда так поступал, а вот Омон. Омон будет сопротивляться, потому что он служил Магнусу дольше, чем кто-либо из нас. Он станет ключевой фигурой. Если заручиться его поддержкой, можно надеяться, что план сработает. Открытая книга Магнуса лежит передо мной. Ее страницы заполнены запретными знаниями древних давно забытых дней. В ней содержится ключ к решению. В лабиринте формул, заклятий и обрядов я отыскал то, что я уверен. Станет началом могущественного заклинания, которое освободит нас от свалившихся на легион несчастья. Я назвал его Заглавие. Редактор субтитров